Так, подожди, я не вижу... Куда-то скинула видео, и я не могу теперь его найти. Там про какого-то китаеца. Как он называется? Ну, китаец чего-то там. Через Пискалик не знаю. Помнишь, кто здесь? Вот такой. Сейчас все видят, снимаю музыку. Ну, звоните. Не поняла, куда она снимает. Ну, она еще подойдет спокойно и просит. Ему морозки не сразу на стол? Нет, она же через компьютер скидывала через мою флешку. Так, это моё, 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 моё. И это тоже моё. У меня там не скопировался. Вот он высоко, немного. Вот он не видит. Угу. Ну, давайте еще раз попробуем. Угу. 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 Ну, да. КОНЕЦ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу. 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 Спасибо. 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 Здравствуйте. а вы подойдите вот это же нет еще все Видео, да? Видео никаких нет? Угу. Здравствуйте. Нет? Нет? Нет. Есть? Нет. Нет. Качалова есть? Качалова есть? Качалова есть? Нет. Угу. 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 Спасибо. 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 Спасибо большое, как всегда, за приглашение, за участие в этой конференции, которая проходит уже третий раз. И для нас, для всех российских специалистов, родителей, экспертов, правозащитников является очень важной площадкой для встреч. И сегодняшняя секция называется, посвящена технологиям включения детей. И она начинается с моего доклада, который на самом деле посвящен не столько технологиям, а тому, с чего начинаются любые технологии. С осознания необходимости включения детей, то есть с внутреннего глубинного понимания того, что не включать в образование, а потом и в их активную социальную практику невозможно. И, соответственно, мне бы хотелось сегодня немножечко обсудить, я не знаю, мне кажется, что я должна найти отклик в аудитории, в том числе в той части как бы критического взгляда на реальность, в которой мы находимся. При том, при всем, что изменения за последние годы в области включения детей колоссальные, мы их не можем не признавать, но в том числе мы должны постоянно мониторить сами себя и оглядываться на свою деятельность и смотреть, насколько все-таки мы движемся в правильном направлении и где, в каком месте мы буксуем. И поэтому действительно вопрос стоит именно так, и мы довольно много разбирались с этой темой, и некоторые вещи я вам сегодня расскажу. Значит, я хочу вам сказать, что… Я сама переключаю, да? Да. Нет, 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 я буду сама. Дело в том, что очень важный момент, быстро я скажу о том, что в марте этого года состоялось заседание Комитета по правам инвалидов ООН, на котором представляла Россия свой комплексный доклад в лице представителей общественности и правительства. И очень редко бывает, что Комитет по правам инвалидов дает заключение в адрес какой-то конкретной страны. И в этом году случилось именно так, именно Российская Федерация получила целый ряд рекомендаций в связи с тем, что было обнаружено довольно много все-таки еще таких скрытых дискриминационных вещей в жизни людей с инвалидностью. И несколько буквально фраз, вы их видите здесь, но я бы хотела, то есть в этих заключительных комментариях, естественно, их можно почитать, я выделяю только то, что касается сегодняшней темы. И в частности была дана рекомендация активизировать усилия по созданию безбарьерной среды, обеспечить финансирование учебных заведений и подготовить четкий план по развитию инклюзивного обучения, чтобы люди с любыми особенностями могли получать качественное образование. Но сказать сегодня о том, что мы имеем этот план, к сожалению, мы не можем. У нас много очень таких отдельных движений, отдельных инициатив, но мы занимались последний год, вот Центр проблем аутизма и наши партнеры, и партнеры НКО, и независимые юридические организации, с которыми мы сотрудничали, в том числе в рамках проекта инклюзивное образование в согласии с законом, который мы год уже ведем, мы не заметили, в общем-то, каких-то готовых стратегий, которые действительно приводили бы к тому, что от нас требует международное право. Федеральный закон дает определение инклюзивного образования, мы в принципе в этом смысле должны быть довольны, мы действительно опираемся на это определение, но тут есть некоторые свои подвохи, потому что определение, которое дается в федеральном законе, дает возможности для интерпретации. Что нам говорит международное право? Международное право нам говорит, что инклюзивное образование, это образование, при котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных способностей, включены в общую систему образования, обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками, без особенностей здоровья. В одних и тех же общеобразовательных школах. Это школы общего типа, в которых созданы условия для удовлетворения образовательных потребностей каждого ученика, и всем без исключения оказывается необходимая специальная поддержка. Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их сверстниками, это обучение разных детей в одном классе, а не в специально выделенных группах при общеобразовательной школе. Мы должны это четко понимать. Кроме того, что нам говорят научно-исследовательские данные, в рамках нашей работы мы подготовили, я думаю, что многие из вас на этой конференции получили сборник «Доказательная база по инклюзивному образованию». Этот сборник был подготовлен нами, и он основан на комплексном докладе, подготовленном по заказу ЮНЕСКО. Там в том числе сделано приложение о ситуации в России, поэтому, пожалуйста, читайте его, он не чрезвычайно интересный. И в том числе, как определяет научно-исследовательское сообщество «Мировая инклюзия» с точки зрения именно научного взгляда на вещи. Что инклюзия не просто размещение детей с особенностями здоровья без них в одном классе и без них. Эффективная инклюзия требует от учителей, школьных, администраторов научиться понимать индивидуальные сильные стороны и потребности каждого ученика, а не только учеников с инвалидностью. Учителя в инклюзивных классах не могут просто нацеливать учебный план на среднего ученика. Инклюзия означает предоставление ученикам многочисленных способов работы с материалом, многочисленные представления концепций в рамках учебного плана и многочисленные средства, которыми ученики могут выразить то, чему обучились. Этот тип вдумчивого универсального подхода к обучению одинаково приносит пользу как ученикам с инвалидностью, так и без нее. Решает ли эти задачи в ГОС? То есть вы видите такую тут карикатуру, изображающую прокрустого ложа. В ГОС в этом смысле довольно много вопросов, при том при всем, что в определенных ситуациях это может быть очень дееспособный инструмент, но он не универсален для решения задач инклюзии. И я хочу буквально несколько очень важных цитат сейчас с вами обсудить. Из комментария, который был сделан, мы его тоже перевели, вы его найдете, читайте. Это потрясающий совершенно документ, это комментарий, сделанный международными экспертами к 24-й статье Конвенции о правах инвалидов, статье об образовании. Мы эту конвенцию ратифицировали, Россия обязана руководствоваться этими нормативами, поэтому обязательно нужно знать, на что мы опираемся, когда мы создаем законы, когда мы создаем нормативные акты, когда мы создаем инструкции, положения, приказы Министерства образования. У нас есть определенная планка нормативная, на которую мы должны ориентироваться. Документ большой, я выписала исключительно те пункты, которые касаются описания ключевых черт инклюзивного образования, как это формулируют международные эксперты. Давайте действительно немножечко буквально пройдемся по этим пунктам. Что говорит нам этот комментарий? Первая черта инклюзивного образования – системный подход. Министерства образования должны обеспечить инклюзию всеми ресурсами и направить их на улучшение уровня образования, уделяя особенное внимание необходимым изменениям на институтальном, культурном и практическом уровне. Какова же наша реальность? Мы должны с вами очень хорошо понимать, в каком именно контексте мы находимся, для того чтобы двигаться к тем целям, которые установлены, потому что мы цивилизованная страна, прогрессивная, с мощной историей, в том числе с мощной историей инклюзивной. Я всегда говорю, что у нас до 20 века российское общество было невероятно инклюзивным, и трагический 20 век нам принес большую нагрузку, немножко изменил наши концепции, мы должны переходить к своим традиционным взглядам и на инвалидность, на обучение, на включение этих людей. И мы видим, что реальность в части этого пункта такова, что финансовые ресурсы, их недостаточно как в абсолютном исчислении, так и недостаточно эффективное их управление. Что касается организационных ресурсов, то у нас очень слабое межведомственное взаимодействие, деньги из одной статьи в другую перетекают очень слабо, социальные, культурные, так сказать, бюджеты, которые должны идти за инвалидом, практически не могут смешаться с образовательными. Это все огромная проблема, которую надо решать. Нет практически стратегического планирования. Я пока, к сожалению, да, вот то, что я изучала по стратегии десятилетия детства, я вообще не увидела там слово инклюзия, это катастрофа, этого не может быть. Естественно, мы будем с этим работать. Стремление к сохранению неработающих институтов системы. Да, у нас есть то, что мы цепляемся за старые привычные островки, привычные как бы работы, вместо того, чтобы их реформировать, пытаемся насытить их какими-то непонятными как бы статусами, новыми смыслами. Это очень тормозит движение. И нормативно-правовая база, которая пока недостаточно по объему, она фрагментарна, она не регулирует значительную часть принципиальных по содержанию процессов, и в ряде случаев конфликтует с внедренной успешной практикой инклюзии. Даже так. Следующая черта инклюзивного образования, которую определяют эксперты. Полноценная образовательная среда. Должна осуществляться работа по устранению барьеров на пути к инклюзивному образованию для всех членов процесса. Что мы имеем в реальности? Мы имеем барьеры на уровне неартикулированности. То есть они не выявлены, не артикулированы, не описаны. Мы все время в профессиональном сообществе их обсуждаем, мы понимаем. У нас нет единого документа, меморандума, который определил бы эти барьеры. Нет объективной статистики не учащихся, находящихся за пределами образования прямо или косвенно детей. Когда-то я была на одном заседании Совета по правам человека, при президенте, которое было посвящено как раз развитию образования, и представитель Рособранадзора сообщал нам, какое количество детей с инвалидностью учатся. Мы задали вопрос, знаете ли вы сколько не учатся, и Рособранадзор нам не сказал. А пока мы считаем только тех, кто попал в систему образования, мы далеко не уедем, мы не осознаем как бы степени барьеров. Невозможность устранения барьеров без данных о барьеров. Еще несколько ключевых черт инклюзивного образования. Это персональный подход, уделяется внимание способностям каждого ученика, устанавливаются высокие ожидания для каждого получателя образования. Инклюзивное образование предоставляет подвижное расписание, обучающие методики, адаптированные к сильным и слабым сторонам учеников, к их манере усвоения информации и их личным запросам. Подобный подход включает предоставление поддержки и сопровождения там, где оно может потребоваться, а также включает практики раннего вмешательства для успешного раскрытия потенциала ребенка. Образовательный процесс фокусирован на способностях и увлечениях ученика, а не на стандартизированном подходе. Способности и увлечения учитываются при планировании занятий. Система образования должна обеспечивать персонализированный образовательный процесс, а не ожидать, что ученик будет соответствовать системе. Об этом нам говорят эксперты. Что мы имеем в реальности? В реальности мы пока имеем трансляторскую учительскую позицию, низкое качество профподготовки, ограниченность методик и ригидность учебных программ, недостаток учебных пособий и прогрессивного оборудования, недоступная среда, исключенность родителей, отсутствие поддержки учителей и большой отсев и каких-то сортировочных механизмов. Еще ключевым, это очень важная вещь, ключевым чертам инклюзивного образования, если нет поддержки учителей, мы не можем говорить о действительно состоявшемся инклюзивном образовании. Сегодня вообще весь этот процесс, когда учителя становятся крайними, в неорганизованной среде, на которых падают дети с особыми образовательными потребностями, падают им на головы, без какой-либо подготовки, без поддержки. И в этот момент это все еще морализируется, что они плохие, что они недостаточно, так сказать, гуманные и прочее, и прочее. Все это вещи, которые совершенно недопустимы, потому что изменения в направлении инклюзии невозможны без огромной работы с педагогами. Профессиональная педагогическая подготовка у нас в реальности пока в основном опирается на стандарты образовательных советских времен. То же самое касается и переподготовки. Мы не можем сказать, что существует системная какая-то, есть конвенция, в рамках которой мы действительно развивали бы четко выстроенную системную профессиональную переподготовку педагогов и опирались бы на объективные научные данные. Государственная система профессиональной подготовки и повышения квалификации не предлагает разнообразия и гибкости форм обучения, как по содержанию, так и по формату. Это должны быть очень разные формы, разные тренинги, разные форматы с точки зрения технологии, разная степень углубленности, и общие, и это. И здесь четвертый пункт, который я назвала «Звезда», «Звездой говорит», это действительно довольно распространенная история, когда, ну это знаете, как в анекдоте про общежитие, сегодня в общежитии обмен белья, пятый этаж меняется с третьим. То есть когда преподаватели, в общем, на самом деле, ну то есть как бы нет никакой свежей крови, да, и, соответственно, люди, которые имеют представление, сформированные в той же самой среде, достаточно сегрегационные, рассказывают другим про то, как, не знаю, как устроен в ГОС. Все это бессмысленная трата ресурсов, и, соответственно, конечно, должны быть привлекаться люди междисциплинарного плана, в обучение учителей, педагогов, в обучение инклюзивного образования должны привлекаться люди, там, не знаю, из менеджмента, нейробиологи должны привлекаться зарубежные, ничего в этом нет страшного, да, и какие-то зарубежные специалисты и так далее. Люди из практики и практики НКО должны привлекаться к обучению учителей. И нет институционально организованной системы помощи, то есть в кризисных ситуациях учитель не знает, куда податься. Из-за этого он скорее откажется от сложного ученика, потому что он понимает, что за ним никто не стоит, он абсолютно не защищен в случае кризиса, в случае поведенческих нарушений, в случае ребенка, который сегодня хорош, завтра у него пубертат, он куда-то вылетел, учитель не знает, куда обратиться. То есть системной поддержки, вот этой институциональной сети, поддержки образовательного процесса на сегодня не существует. Поэтому говорить об инклюзии без такой поддержки учителей крайне сложно. Еще несколько ключевых черт. Уважение к ценностям разнообразия. Все ученики без исключения должны ощущать свою ценность, быть уважаемы, включены в сообщество, к ним должны прислушиваться. Необходимо принять эффективные меры по противодействию, недопущению насилия и травли в школах. И также к ключевым чертам относится дружественная обучающая среда. Инклюзивное образование должно создавать доступную среду, в которой все чувствуют себя в безопасности, все ощущают поддержку, имеют возможность для самовыражения. И потребности и особенности учеников распознаются в процессе обучения. Здесь я вообще наиболее критично настроена, потому что в реальности мы имеем ВГОС, который на самом деле дал нам в качестве классификации ярлыки, что ведет к стигматизации детей. На самом деле ВГОС, то есть, в общем, на мой взгляд, если мы планируем работать с этим ВГОСом, то вся классификация, которая туда заложена, должна потихоньку дрейфовать от ребенка к организационно-экономическим аспектам. У нас просто должна быть разная стоимость, условно говоря, программ, если мы хотим, действительно. Но эти ярлыки сегодня – это просто что-то невероятное. То есть это превратилось в механическое раскладывание по полкам, абсолютно бездумное. И, в общем, на самом деле никакого отношения к инклюзии, конечно, это не имеет. То же самое для меня неясна роль по МПК. То есть я до сих пор не понимаю место этой структуры в развитии инклюзивного образования. Ряд вопросов, которые у меня возникают, я думаю, что вы здесь видите. То есть мы не понимаем, если оно защищает право, то право уже защищено законом. Можем ли мы диагностировать ребенка за 15 минут? Можем ли мы распознать образовательные потребности вне образования? Мы вывели куда-то ребенка и определили там образовательные потребности? Образовательные потребности – это то, что возникает в результате взаимодействия ученика с образовательной средой. Это результат трения с конкретной средой. Образовательные потребности мы можем только в процессе обучения выделять. И теми людьми, которые будут эти потребности решать. Дальше нет, естественно, государственной программы по проблеме травли, буллинга, кибербуллинга, хотя такое законодательство в принципе существует, то есть аналоги существуют. И у нас нет понятия индивидуализированный подход. Мы опять же крутим, вертим это как хотим, но у нас нет четкого определения, а что вообще составляет суть индивидуализации, когда мы говорим об индивидуализированном подходе. Еще одна черта – эффективные перемещения от одной образовательной фазы к другой. Мы все знаем, что по мере перехода детей от дошкольного образования к высшему или к профессиональному, дети теряются. В детском саду учатся много, в началке уже их меньше, в среднем еще меньше, в старше еще меньше, и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы дети не терялись от этапа к этапу, мы должны абсолютно точно иметь технологии вот этого перехода от этапа к этапу. Они существуют, и мы должны отдельно им образовываться. У нас даже нет преемственности в ГОСов на сегодня, по большому счету. И наши, допустим, специалисты, которые переводят детей в инклюзии изначально, в среднюю школу, уже ломают голову, каким образом обеспечить, в том числе легитимно этот переход. Нет гибкости и сутевой адаптивности аттестационных инструментов и процедур. Нет у нас вообще. То есть мы не знаем пока, каким образом нам модифицировать те же кимы при аттестации детей. В задержании образования нет функционально базируемого подхода, который бы обеспечил сквозной вектор на рынок труда. Школа и так мало связана с рынком труда, а образование детей с УВЗ вообще практически никак не связано. Нет отдельного направления на выработку навыков поддержки переходов у профессионального сообщества. Поэтому отдельно нужно обучать. Понимание принципов партнерства. Это тоже ключевая черта инклюзивного образования, которую выделяют эксперты. Что мы имеем? Даже в статье об образовании, посвященной сетевому взаимодействию, не указаны НКО и родительские организации. Родители рассматриваются системой либо как проблема, либо как клиенты услуг, и преимущество не рассматриваются как агента образовательного поля, образовательного процесса. А школы не рассматриваются как миссионеры инклюзии. Главные источники распространения ценностей инклюзии в обществе. Школы – главные источники, через которые в общество выходят ценности инклюзии. У нас нет более мощного ресурса. И если школы постоянно оглядываются на какие-то ограничения, в том числе формально несуществующие, то мы не сможем превратить школы в главных миссионеров этих инклюзивных ценностей. Школа должна быть в этом смысле гораздо свободнее. И последняя ключевая черта инклюзивного образования – это мониторинг, который требуется. Длительный процесс, в котором инклюзивное образование должно оцениваться и проверяться на регулярной основе, чтобы исключить возможности для проявления как сегрегации, так и интеграции вместо инклюзии. Это очень важный момент. Сейчас буквально пару слов еще об этом скажу. Какова реальность? Как это требование экспертов отражается, выглядит у нас сегодня, в нашей реальности? Функции мониторинга и исполнения требований инклюзии не входят в обязательный функционал Рособнадзора, как я уже говорила. Правительство практически не имеет целевых программ по статистической работе в области образования, потребности, качества, количество не обучающихся детей, количество детей, обучающихся на бумагах, под соусом дистанта, детей с УВЗ, особенно ментальной инвалидностью. Каким образом, если нет статистической работы, финансирование идет с потолка? Если нет четкого определения, дифференциации и дидактического наполнения понятия особой образовательной потребности, финансирование будет с потолка. Разные потребности должны стоить по-разному. Без методологии мониторинга достижения детей, то есть мы даже не умеем мониторить достижения локально отдельных детей, а если они у нас невербальные, а если они у нас не вписываются в те академические стандарты, которые нам предоставляют возможность их оценивать. У нас нет даже таких средств, как же мы можем мониторить вообще ситуацию в стране, и как мы можем мониторить разницу, то есть недопустимость путаницы между пониманием интеграции и инклюзии. В данном случае я хочу подчеркнуть то, что говорят нам эксперты. Мы, естественно, не будем с вами говорить, мы понимаем, что такое исключение, сегрегация, но нам очень важно понимать разницу между интеграцией и инклюзией. Интеграция – это процесс, которым людей с особенностями помещают в неадаптированную уже существующую образовательную среду, в случае если эти люди соответствуют стандартизированным требованиям такой среды. Инклюзия включает процесс системного реформирования такой среды, превращая ее в доступную для всех учеников процессы. Реформирование включает в себя изменение контента, обучающих методик, подходов, структуры, стратегий в образовании, с целью преодоления препятствий на пути к предоставлению базового права на образование для всех учеников всех возрастных групп. Включение учеников с особенностями в обычные классы без проведения соответствующих структурных изменений в области, к примеру, организации, расписания, обучающих стратегии и так далее, не является инклюзией. Посмотрите на эту замечательную картинку. Эта картинка замечательно иллюстрирует разницу между интеграцией и инклюзией, но она показывает, понятно, что вы видите здесь, что справедливость может выглядеть совершенно по-разному. Мне она нравится не только тем, что она показывает, что мы при разных стартовых условиях в случае интеграции бесконечно поддерживаем эту разницу. Мне она нравится тем, что когда мы распределяем ресурсы правильно в инклюзии, количество этих ресурсов не меняется. Вы видите, что три кубика там и три кубика здесь. То есть на самом деле это не вопрос увеличения объема ресурсов, а это вопрос правильного управления этими ресурсами. Эксперты говорят о четырех группах барьеров, которые мешают странам продвигать инклюзивное образование. Первое – это дискриминация, сочетающаяся с изоляцией людей с особенностями. Низкие ожидания по отношению к этим людям, подкрепление стереотипов. Всякие вот эти внешние диагностические комиссии, мне кажется, очень сильно работают на вот эти дискриминационные процессы. Недостаток знаний о природе, преимуществах инклюзивного образования, о том, как разнообразная среда благотворно влияет на людей с особенностями и без. Это действительно так. Я очень рада, что пришла Светлана Владимировна, с которой у нас, я не помню, чтобы у нас были когда-нибудь с Светланом Владимировной ценностные разногласия. На мой взгляд, это один из ведущих экспертов понимания действительно сутевых. Это не комплимент, это так. Это действительно всегда такая радость общения. И я думаю, что Светлана Владимировна прекрасно знает о том, как незнание, непонимание ценностей инклюзивного образования выстраивает барьеры на пути его развития. Недостаток исследований, информации, необходимой для разработки образовательных программ. Ситуация угрожает в судьбе эффективных разработок и вмешательств, продвигающих инклюзивное образование. До сих пор во многих средах сопротивляются научно-доказательным методикам, называют их заморской блажью и так далее. То есть мы должны, конечно, опираться на научно-доказанные методы, которые, безусловно, дают прогресс, дают эффективность. Обязательно не нужно хвататься за нашу, впадать в какой-то излишний, такой мнимый, квасной патриотизм в выборе методик. Это очень опасно. Тем более, что на самом деле Россия страна, где большинство этих методик, которые как бы пришли из Запада, собственно, и зародилось. Просто надо свою историю изучать еще к тому же. Неправильные, неподходящие механизмы финансирования – тоже барьер, который не позволяет создать условия для полной инклюзии детей с особенностями и проблемы в межмедовственной координации. Мы уже про это с вами говорили. И переходя к финалу, и все-таки отвечая на вопрос «право или закон», я хочу выделить еще один пункт из этого комментария к статье 24 об образовании Конвенции о правах инвалидов. Пункт 4, который говорит, что существуют чрезвычайно важные образовательные, социальные, экономические обстоятельства, привязанные к вопросу инклюзии. Инклюзия – это не локальная наша с вами проблема. Инклюзия вообще не равна инвалидскому образованию. Это очень неправильное понимание инклюзии. Тематическое исследование прав людей с инвалидностью подтверждает, что только инклюзивное образование способно предоставить одновременно качественные уровни обучения и социальное развитие людям с особенностями, обеспечивая также универсальное право на образование для всех. Это связанные вещи. Такой подход уничтожит дискриминацию в образовательной среде. Любой ребенок рождается с правом на образование. Образование – это базовое право, с которым рождается каждый человек. И он вообще-то включен по факту рождения. Все, что мы предпринимаем потом из благих намерений, вынимая его, как кажется, временно из естественной среды, приводит к тому, что мы в этот момент как бы отчуждаем его от этого права, с которым он родился. А затем нам нужно реинтегрировать этого ребенка. И реинтеграция строит стоит гораздо больших денег, чем поддержка в естественной среде без изымания его ребенка оттуда. И закон не может противоречить праву. Мы должны все направить свои усилия. То есть все противоречия, которые мы нашли в нормативной базе, у нас, естественно, будет отчет. Сегодня доклад такой, очень такой, ну как сказать, он скорее должен вдохновить нас всех и вывести на какую-то общую, ну как бы мировоззренческую платформу. Потому что никакие технологии включения без понимания вот этих базовых прав невозможно. Закон существует для права, то есть мы должны работать и в части, и подзаконных актов, вообще нормативной базы, которая бы обеспечивала это право, с которым любой ребенок рожден. И еще последние буквально несколько слов. Я хочу, когда мы говорим о мировоззрении, я хочу, чтобы мы с вами перестали смотреть на детей как исключительно на носителей проблем. Если мы с вами изменим и сразу будем рассматривать ребенка как носителя потенциала, это не значит, что у нас не будет проблем, это не значит, что эти дети не предоставят нам вызовы, это не значит, что дети не потребуют дополнительного педагогического креатива, дополнительных навыков, что эти дети не потребуют, в конце концов, дополнительных ресурсов. Это все будет. Но изначально мы должны стоять на позиции, что дети, дети носители потенциала, И мы должны сделать все, чтобы этот потенциал раскрыть. И делать это не только из гуманистических соображений, но и из самых прагматических. Иначе мы с вами захлебнемся очень скоро от необразованной или плохо обученной инвалидности. Поэтому давайте смотреть на это. Я не знаю, есть ли возможность, полторы минуты маленькое видео, оно по-настоящему полторы минуты, запустится оно или нет. Сейчас попробуем. Это Джек Ма, знаменитый китайский миллиардер, который тоже имел свои сложности в детстве, в школе. И он такой даже немножко, по-моему, по виду особенный, который на Всемирном экономическом форуме говорит о том, что мы должны делать в части образования. Это замечательная совершенно буквально вырезка с титрами, вырезка на полторы минуты. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, что мы обучаем, должны быть разными от машин. Если машина может сделать лучше, то нужно подумать о том. Это все вещи, которым инклюзивная среда невероятно располагает, и поэтому я, собственно, все, я хочу на этом закончить. Еще раз я очень благодарю вас всех за внимание и думаю, что мы с вами во многом сходимся в тех месседжах и в понимании того ландшафта, в котором мы находимся. Чем быстрее мы об этом договоримся, тем быстрее мы будем преодолевать те пока проблемы, которые в развитии инклюзивного образования у нас пока существуют. Еще раз спасибо огромное за внимание и за возможность выступить. Давайте проблему изменения задачи. Давайте проблему изменения задачи. Всем я согласна на 100%. Это то, что мы будем понимать, что мы не имеем системы, которая позволяла нам, если мы не решили, а особенно, я хочу в ответ, решать все цели, приходить в те цели, решать все задачи, которые необходимы. У нас действительно есть много уникальных находок, много адаптированных к нашим условиям существования в России, жизни, обучения, технологии, но они не связаны воедино. И, конечно, это тоже та задача, которая нам сегодня позволяет выстраивать систему и являться теми строителями, которые буквально-таки через 10 лет уже смогут сказать о том, что эта система есть и в ней отработаны многие механизмы и технологии. Хочу сказать про диагностику. Да, за 15 минут нельзя, но есть разные виды диагностика. Мы знаем, что 15-минутная диагностика позволяет нам просто выбрать направление, в котором мы дальше будем двигаться с этим ребенком. Но она не позволяет нам изучить тот функционал, который совершенно точно есть. И зная, обладая профессиональными компетенциями, мы должны действительно очень профессионально подходить к выстраиванию системы. А еще не останавливаться на достигнутом и постоянно расти. И наши дети, любой ребенок, каждый ребенок позволяет нам постоянно профессионально расти и совершенствоваться. И не сопротивляться тому, что происходит на сегодняшний момент. Мир изменчив. Человек тоже. Профессионал должен изменяться, несомненно. Так, уважаемые коллеги, мы просим прощения, мы немножко изменим порядок выступающих по просьбе Кибрик Анны Андреевны. Вот, подошла? А, еще и не подошла. Хорошо, значит, мы тогда... Давыдова Елизавета Юрьевна. Оценка жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Когда люди сосредоточены и со всей отдачей занимаются тем, чем они могут, случаются удивительные вещи. Вот одной из таких удивительных вещей, например, является связка двух докладов. Тот, который вы выставили, только что был, и тот, который сейчас будет. Никто, наверное, не поверит, что последнее видео – это не тщательно срежиссированный переход к тому, о чем я буду говорить, но на самом деле это действительно так. Спасибо вам огромное. Я прямо подумала, вот мне постелили дорожку рассказать о том, как же эти soft skills, которые сейчас привлекают такое внимание, и которые оказываются в фокусе внимания всех как с точки зрения практической, с точки зрения обучения, так и с точки зрения формальной. Потому что в ГОС наш, уже упомянутый ныне, как раз ориентирован на то, что мы будем в большей степени организовывать, формировать те самые жизненные компетенции. Однако здесь мы можем сказать, что случилась тоже еще одна удивительная вещь, которую можно назвать революцией сверху, причем революцией, которую многие не заметили. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, и не только начального, но я буду говорить именно об этом, с недавнего времени, хотя можно сказать, что уже и достаточно давно, опирается на системно-деятельный подход, что регламентировано, описано, и все вы можете в этом убедиться. В свою очередь, системно-деятельный подход основывается на теоретических положениях концепции Льва Семеновича Выгодского, Леонтьева, Льв Конина, Гальперина, всех известных и уважаемых наших психологов, что определяет вот какие положения. Все они дружно признают, каждый в своем ключе, со своими особенностями. Личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной. И именно эта организация учебной деятельности становится чрезвычайно важной для выполнения тех задач, которые ставятся. Какие же задачи ставятся, если мы посмотрим, как данный подход распространяется уже на образование детей сразу? Вы можете видеть тут цитату, которая гласит, что обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков в скобках академических результатов, но и прежде всего жизненной компетенцией, составляющей основу социальной успешности. Я прекрасно отдаю себе отчет, что сей текст трудно воспринимается как зрительно, так и со слуха. Однако мы можем с вами, еще раз прочитав его, абстрагироваться от некоторой канцелярской корявости формулировки и обратить свое внимание на то, что постулируется в конце жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. То есть жизненной компетенции каким-то образом стали во главу угла и предполагаются основной задачей, основной целью развития воспитания и обучения. Все это прописано у нас в стандарте. Однако, чье же место они заменяют и куда распространяются. Еще небольшая ремарка. Если мы будем смотреть варианты образовательной программы, то мы увидим, уже я не буду здесь зачитывать, вы сами можете убедиться, в каждой формулировке у нас опять присутствует формирование полноценной жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, в разных социальных сферах и так далее. Однако, что же такое эти социальные жизненные компетенции, четкого определения мы не находим. Более того, изучая эти документы, мы видим, что данное словосочетание встречается в разных контекстах и немножечко даже бывает противоречит. Кроме того, у нас есть такие устоявшиеся термины, к которым мы все привыкли, которые непонятно теперь в каком соотношении находятся с этими самыми жизненными компетенциями. И непонятный вопрос, новое это понятие или старое понятие. У нас есть жизненные навыки, теория и практика обучения, которым разработано, наверное, можно сказать, на самом высшем уровне. У нас есть конкретная практика, подразумевающая особенно в плане образования инклюзивного или, как раньше считалось, коррекционного образования, социально-бытовая ориентировка, те же ли это жизненные компетенции. Общение с преподавателями, с педагогами и с психологами в самом начале разработки того инструмента, о котором я сегодня вам буду говорить, показало, что никаких четких разграничений здесь нет. И в основном бытует представление о том, что жизненные компетенции – это новое название жизненных навыков. Однако требования, которые предъявляются к жизненным компетенциям, выглядят немножечко по-другому. По одному из наиболее, наверное, удачных определений, которое занимает меньше двух страниц, мы можем сказать, что компетенции – это способность осуществлять деятельность в соответствии с социальными требованиями и ожиданиями. Заменяет это предыдущие подходы или нет? Что такое социальные требования и ожидания? Казалось бы, навык же должен быть, безусловно. Никто не говорит о том, что навыки мы должны куда-то отменить и чем-то их заменить, без них ничего происходить у нас не будет. Однако применение навыков по назначению, выбор навыка, ориентирование в ситуации – все это вместе в совокупности и будет у нас представлять собой компетенцию. Эти подходы чрезвычайно разработаны в профессиональном образовании, потому что вопрос некомпетентности специалистов, наверное, является одним из самых остров. И надо сказать, что он настоит тем острее, чем выше уровень его рассмотрения. Больше всего претензий к уровню компетенции специалистов на самых высоких руководящих уровнях. Там требуются наиболее разветвленные компетенции, наиболее высокие возможности сочетания творческих, организационных и других возможностей. И оказывается, что дефицит компетентных специалистов чрезвычайно высок. Об этом даже существует целый ряд работ. И в том числе целые международные комиссии создаются по вопросам того, как повысить, как работать с профессиональными компетенциями на высоком уровне руководителей. Ну, нас интересует с вами совершенно другая сторона этого вопроса. Не вдаваясь в историю длительную, как это все трансформировалось, мы можем сказать, что, конечно же, жизненные компетенции, так как они должны пониматься, так как это предусматривает у нас государственный стандарт, это некие способности, которые включают и жизненный навык, и опыт, и то, что называется социально-бытовая ориентировка, и коммуникативные навыки. И вы видите здесь кружочки с вопросами, каждый из которых может заполнить еще своими формулировками о том, что же входит у нас в жизненные компетенции. Надо сказать, что измерение этого показателя, наверное, было бы чрезвычайно затруднительным, если бы мы остались в позиции перечисления, в позиции списков, которые существовало достаточно долгое время. Когда встал вопрос о том, как оценить эти самые жизненные компетенции, оценить их сформированность, возникло такое предположение. Давайте сделаем список структурированный, разветвленный, сложный список, и потом по этому списку будем оценить. Это абсолютно тупиковый, естественно, путь, потому что компетенция – это не статическая характеристика, а характеристика динамическая. Она требует реализации в конкретных условиях, в определенном контексте, и контекст имеет иногда решающее значение, а иногда просто очень важное. Реализация компетенции осуществляется в соответствии с каким-то конкретным запросом, социальные ожидания с учетом возраста мы это назвали. Ну и, конечно же, никуда не девается то, что вот даже я выделила более жирным шрифтом – это уровень актуального развития индивида, за которым скрылись все знакомые наши, известные всем знания, умения и навыки, которые, кстати, и остались в новом стандарте, но только теперь, если мы знаем, кто писал программы, знает, что Zoom заменился на Zoom, и знания, умения, навыки, теперь знать, уметь владеть, и я не видела еще человека, который может четко сказать, в чем, собственно, тут разница. Это, наверное, все-таки то же самое, только сбоку. И говорит оно о чем? Именно о том, что эта реформация, произошедшая сверху, она не, ну, пока еще не укоренилась, не нашла своего отклика в педагогической среде, и это совершенно понятно. На самом деле было бы очень интересно проследить и обсудить этот вопрос, но сейчас наша тема немножечко другая. Все это обусловливает саму деятельность, поскольку у нас системно-деятельность, и мы предполагаем оценивать именно деятельность. А вот уровень организации определяется уже с формированностью компетенции. Посмотрим, удастся ли нам это сделать. Известный всем пример нарочно взяла я пример из непедагогической, когда мы видим ситуацию, все, наверное, помнят эти замечательные опыты лаборатории Павлова, где шимпанзе по имени Рафаэль не смог потушить огонь с помощью воды, которая находилась вокруг. Он был научен делать это с помощью крана, из которого надо наливать, что само по себе представляет очень сложные навыки. Посмотрите, ведь для шимпанзе это колоссальный навык. Если мы попытаемся экстраполировать это на человеческую ситуацию, то это владение как минимум какими-то серьезными IT или еще какими-то более крутыми технологиями. Однако же не факт, что само владение этими технологиями позволит правильно решить задачу. Надо сказать, что в этой ситуации, как и во многих других, отойду немножечко в сторону, многие, наверное, педагоги встречали такую ситуацию, когда наши дети похожи именно на этого самого шимпанзе и обладая большим количеством знаний, опыт, опыт, даже умея что-то делать, они вдруг или не вдруг берут один алгоритм, применяют его к совершенно неподходящей для этого задаче. Тут, я думаю, что если каждый начнет приводить примеры, мы, наверное, с вами до вечера не закончим. Однако мы забываем еще вот о чем. Мы забываем о контексте. Казалось бы, этот самый Рафаэль не обязан, не должен, и вообще он шимпанзе. Однако, если мы посмотрим дневековые записи исследователей, то увидим, что компетенции именно этого существа были чрезвычайно высоки. Он делал такие вещи, что заставлял целый штат сотрудников не спать по ночам и беспокоиться очень и очень сильно, поскольку решал задачи, которые ставил себе сам. И вопрос о том, кто ставит задачу и кто ее решает, он чрезвычайно важный и, безусловно, отражается на результате. Если мы будем с вами говорить о том, как же нам подойти к вопросу измерения компетенции, то, конечно, нам придется их структурировать. И здесь более такую простую можно предложить схему – это восприятие запроса, понимать, что сейчас необходимо, соотнесение с контекстом деятельности, актуализация навыков, с чем очень часто бывает проблема без указания, нужна самостоятельная актуализация, планирование осуществления деятельности, ну и, конечно же, корректировка результатов и их контроль. Все эти показатели учесть можно только с помощью подхода, который называется многомерное шкалирование, позволяет нам оценивать самые различные параметры в различных комбинациях. Какие социальные запросы к сформированности компетенции мы выделили, и они всеми педагогами, так скажем, используются, мы выделили их из того, что уже существует, что предъявляется, какие требования предъявляются непосредственно детям. Конечно, необходимо, чтобы ребенок умел самостоятельно применять базовые навыки в знакомых, рутинных ситуациях. Они тут выстроены у нас, так скажем, по возрастанию, по усложнению. Следующий этап – гибкое посильное выполнение, гибкое выполнение посильной инструкции с применением навыков соответствующего уровня, выполнение действия, требующего самостоятельного анализа ситуации, адаптивное поведение вне стандартной ситуации. Вся выстроенная перед этим картина может разрушиться, если мы перешли в другое здание, пришел другой человек, и вообще что-то изменилось, мы знаем это на примере детей с расстройствами аутистического спектра, очень большая проблема. И, конечно же, всем хотелось бы, и это уже относится абсолютно ко всем уровням образования, чтобы была способность к внутренне мотивированной, познавательной и творческой деятельности, которая возможна на любых этапах образования. Мы можем увидеть ее в детском саду, и хотелось бы нам ее увидеть в вузах и выше. Все это рассматривается в различных контекстах, поскольку одновременно тоже рассмотреть это невозможно, и надо сказать, что именно вот этот контингент дети с расстройством аутистического спектра, они задают очень высокую планку для приспособления и функциональности такого инструмента, потому что именно различные контексты показывают, насколько меняется возможность и способность применения всех навыков, которые есть. То, что ребенок может сделать в учебном процессе, да, в своей индивидуальной учебной деятельности, иногда оказывается совершенно недоступным для него в свободном пространстве вне учебной деятельности и так далее. Я приведу один всего лишь пример диагностической таблицы, которая входит в тот инструмент, который был создан, и расскажу о том, какие некоторые результаты мы можем получить. Их гораздо больше, но регламент нам не позволяет об этом подробно рассказать. Один из примеров, это пример, относящийся к самому простому запросу применения рутинных навыков, да, мы предполагаем, что оценка готовых, да, существующих видов деятельности является наиболее правильным подходом, потому что не включает этап оценки. Мы не смотрим, должен ребенок сейчас это делать или не должен, этот вопрос определяется самим контекстом, уровнем образования. Если ребенок пришел в первый класс, по соответствующей программе обучается, то значит требования так или иначе предопределены, и мы можем рассматривать соответствие его этим требованиям. Таким образом, описание непосредственно форм поведения оказывается наименее уязвимым для различного вида трактовок. Мы можем оценить как в целом, да, сформированность того или иного уровня, так и отдельные его показатели, отдельные параметры. Если мы будем самым общим образом смотреть на полученные результаты, то мы получим так называемый общий профиль сформированности жизненных компетенций, который разделен у нас на три уже указанных области, три модуля посвящены этому исследованию. На самом деле, несмотря на такую скорость пулеметного изложения, могу сказать, что инструмент получился достаточно обширный, как вы понимаете, и задачи тоже немаленькие, и все это получается в результате обобщения большого количества информации, и таких диагностических таблиц в сумме получилось у нас 75. Если мы сравним две вот эти диаграммы, то мы увидим, что это два конкретных ребенка, мы увидим, что соотношение именно уровня сформированности этих самых жизненных компетенций чрезвычайно разное. Если один наиболее преуспевающий оказывается у нас в именно учебной деятельности, и учебная индивидуальная деятельность является основным его, так скажем, коньком, местом, где он наиболее успешен, наиболее адаптивен, то в плане социальной и особенно в плане внеучебной индивидуальной деятельности мы видим здесь значительное снижение. Вы можете представить себе и смоделировать обратно, ремоделировать поведение такого ребенка. Это такой знайка, который выучил достаточно большое количество правил, умеет их применять, хорошо ориентируется в вопросе, можно даже сказать, мотивирован, но теряется в непредвиденных ситуациях, с трудом завязывает социальные контакты и очень сложно регулирует поведение в ситуации свободы вне вот этой строгой урочной системы. Совершенно другая ситуация. Вот здесь мы видим, и это больше характерно как раз не для расстройства аутистического спектра, а для других нарушений развития, мы видим приоритет школьной внеучебной деятельности, когда ребенок все может прекрасно сделать, сам одеться, раздеться, все со всеми договориться, поесть, и, как говорится, никаких проблем с его школьной жизнью не составляет, а вот учебные навыки оказываются за отстающими, и надо сказать, что вот это вот его практические такие умения, они мало помогают формированию учебных навыков. Но это, опять же, ситуация, я взяла такие полярные ситуации из того, что мы на данный момент успели посмотреть, мы посмотрели уже около 100 человек, и оказывается, что есть ситуации достаточно типичные, но и что показывает нам, скажем, качество, не хотелось так хвастливое слово такое говорить, качество инструмента, вариантов получается очень и очень много. Если мы посмотрим детализированный профиль с учетом отдельных запросов, отдельных уровней сформированности и компетенции, это один из тех детишек, который был вот здесь вот выше, вы сами можете понять, какое это учебная индивидуальная деятельность на высоте, внеучебная оказывается самой низкоорганизованной, и мы видим, что все эти достижения в основном набраны за счет самостоятельного применения базовых навыков. То есть есть у нас вот этот фундамент, который нуждается в последующем развитии, и теперь уже даже глядя на вот такой детализированный профиль, мы понимаем, куда следует приложить силы. В первую очередь, это, конечно, выполнение действий, требующих самостоятельного анализа ситуаций и осознанного выбора навыка. Здесь, конечно, мы сталкиваемся с тем, что наша... Сколько? Ни сколько. Ладно. Закончить фразу, можно? Сталкиваемся с тем, что наша образовательная система не очень на данный момент представляет нам возможности для развития вот таких способностей. Но поскольку задача такая стоит, наверное, надо будет ее решать. Ну ладно, все так все. Спасибо. 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 stress. Это хорошо, что стоят задачи, которые необходимы решать, которые явно помогут нам. Следующий доклад Статников Алекс... Ну давайте, третий раз пробуем. Кибрик Анна Андреевна, Москва. Модель подготовки к школе детей с эмоционально-волевыми нарушениями. Уважаемые коллеги, очень просим держать регламент. Мы уже перешагнули ровно на одно выступление. Добрый день, коллеги. Я прошу прощения, я пришла позже. Оказывается, уже мой доклад назывался, а я про это не знала. Меня зовут Анна Кибрик, я работаю в Московском центре лечебной педагогики. И я хотела бы рассказать очень коротко... Так слышно? Да, хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Анна Кибрик, и я хотела бы рассказать про средовый подход применительно к группам подготовки к школе для детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Когда мы говорим про формирование и развитие личностной готовности к школьному обучению, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что нам необходимо сформировать позицию школьника, нам необходимо развить в достаточной степени эмоциональное взаимодействие и коммуникативные навыки для того, чтобы человек мог адаптироваться к школьной среде. И нам необходимо сформировать основные производные предприятия поведения. Если говорить о тем базовых системах и функциях, которые для этого необходимы, то они включаются в связи с точки зрения подхода к в центре лечебной педагогики. Среда называется как система устойчивых пространственных временных эмоциональных средств. социальных отношений, которые создаются людьми, с целью разработки для того или иного конкретного смысла. В данном случае мы говорим о разработке смысла обучения в школьной ситуации, в классе. Например, среды, которые очень отличаются друг от друга с точки зрения душевазборных отношений и смыслов, которые развиваются. Как мы можем описывать среды? В этом они включают в себя характеристики. Постранственные определенные, эмоциональные и социальные условия. Я сейчас чуть-чуть дороже, что я скажу. Во-вторых, у каждой среды есть определенная структура. И, наконец, среды отличаются друг от друга по уровню напряжения, которые необходимы для осваивания данной конкретной среды. Что мы понимаем под характеристиками пространственных временных отношений? Это то, насколько сенсорно-насыщенность среда, то, насколько она предметна. Насыщенность здесь мы вводим в моменте «бедная среда», то есть там, в которой нет для насыщенности предметами и к русскому способствию, что, например, способствует тому, чтобы изданное совершение производственного взимания мог лучше сконцентрироваться на предлагаемому заданию. Это насыщенность событий, то есть то, сколько событий происходит в единицу времени, в свой рамках группы подготовки в школе. Насколько часто эти события изменяют друг друга. Крупы событий, которые я имею в виду групповые и индивидуальные занятия. И это может отличаться по времени, то есть это может быть очень высокий темп смены событий, когда мы говорим про характеристики социальных отношений, то есть отношения учителей-учеников, то важно принимать внимание, что они завтра изменят, иерархические, и социальная иерархия отношений взрослых учеников. И именно так, что руководитель группы, на которой ориентируются родители, совсем не всегда выступает в качестве главного человека, человеку, на которого ориентируются дети, потому что у детей мы берем ариентацию на взрослого в нормальной ситуации, а также в ситуации индивидуальных занятий. Эти отношения постоянные, но и также очень важно, что они должны мотивировать, то есть учитель опирается на интересы ученика, когда они берут отношения. То есть, мы здесь предоставим пример того, очень важнее ждать социальной ариентальной трудной сцены, группы, которые приходят в будущем, которые будут в школе, иметь различные сервисы и, в частности, это может быть вредят животным, например, иметь различные виды транспорта, и тогда учитель будет устроить учебный процесс в обществе своего родного ребенка. Когда мы берем про структуру среды, что мы никогда не понимаем? Среды могут быть не структурированные, полу структурированные и структурированные. Предельно структурированная среда, условно-подготовка в школе, это среда урока, в которой есть очень четкая пространственная структура, что за все себя, за партами и партами, за свои партами, вся выберется в состояние место, и мы должны учить. Есть очень четкие требования, потому что мы сидим, мы не можем встать, мы не будем видеть, и спасибо за смешение. Или это ориентация на дозу, и правила того, когда можно выходить в доске. Таким образом, можно привлечь внимание. По полу структурированными средами мы можем подводить для пространства занятий по уроченной деятельности, например, в учебной фотографии, где также есть правила и пространственные опоры, например, на стол, в котором все сидят, или подвозки, или вести бумаги, которые все получают. Но эти правила мы не жесткие, и нет таких серьезных тем, что это не структурированные среды. Это среды, которые, как правило, организуются развитие инструментов, взаимодействия со сверстниками, то есть это поддерживающий руководство с решением различных задач, это могут быть декуидные, направленные на взаимодействие детей, чтобы они очень не замечали друг друга. Хотя эти среды не структурированы, у них тоже присутствуют правила и ориентация к будущему. И это происходит за таким ярким образом. И, наконец, последний критерий, если возвращаться только к этому флэнеру, мы поговорили про характеристики среза, про определенные структуры. Еще один очень важный критерий, я думаю, напряжение необходимо для освоения данной среды. И вот это, наверное, просто центральное положение насосредованных подходов, потому что среды делятся на комфортные, развивающиеся пособиями. Что это означает? Комфортная среда – это то, которое не требует запуску новых полезных предъявляций других людей. Очень часто оптичные дети, которые приходят на занятия, в частности, группы для доступных в школе, не имеют совсем никакого социального образа, а вот это не только приказ заметно, даже индивидуально, и находятся в ситуации в терапии, в связи с депрессивным состоянием мамы, полной здоровью социального образа, в общем-то приказ. Для них абсолютно приличное представление свободной среды, в которой по требовольствию не отпаляются без их участия зачастую, и очень важным является формирование способностей ребенка, поддерживающихся в таком-то движении. При этом в другом полюсе находятся так называемые стрессогенные среды. Это те, которые вызывают стольку из депрессивной среды, что проявляется в воспринимании нечастливых отношений со средой, но и впоследствии, которые будут привыкнуть сюда. Ну, в нашей стране, к сожалению, присутствуют в различные институты практики, которые, думаю, что можно их приводить, и не участвовать в странах, но их можно приводить, например, с простодельности детства, которые совсем не участвуют во время депрессивной среды и возвращаются в какую-то очень простую культуру, без учетов его мотивации. А, наконец, развивающие следы – это те, которые не являются комфортом, потому что они составят хоккористые напряжения, но очень важно, что динадаптация, которая происходит, она временна, потому что она провоцирует активное слабое движение в системе развивающихся людей. Если говорить о гонерахиологическом подходе, то это развитие аллухов, травмов, сопротивлений. Чуть подробнее про развивающую среду. Наша цель – условие необходимого и достаточного напряжения, развитие умные навыки, которые необходимы для добраться и ситуации обучения, и освоение школьной среды. Несколько не может быть помешком, потому что мы используем пространственный класс для проведения уроков, но это не настоящая школа, и очевидно, что все равно попадание в школу в большом количестве помещений, перемещение новых взрослых и котель, все равно вызывает много стресса. Мы всего лишь моделируем школы. Очень важно, что мы не просто создаем конкретного ребенка, молодежь в зоне охота, как сейчас можно назвать, но мы даем большое количество охота. Главное, я помню, дают отношения со взрослым, потому что визуальная и кровавая терапия основана на отношениях с конкретным взрослым, которые есть основой подхода к бюджетной педагогике, и эти отношения сохраняются в результате возведения ребенка, в группе, в группе готовки в школе. Постепенно эти отношения становятся более лидкими, ребенок готов договариваться не только с такими привычными педагогами, а с разными, и часто постепенно для него становятся настолько значимы учителями, его планируются в массе экспертизы, что уже сопровождающий, которым есть близкие предпринимательные отношения, не так нужно, и физически это проявляется в том, что спонтанная логия сопровождающая окаживается назад, потому что ребенок применяет физически, даже в речевой подсказке, может удерживаться за пространство урока, удерживаться собственной предпринимательской дробности просто со счет контакта с учительом. Сенсорные предметы обои имеют очень большое значение, любимые дружки, любые сенсорные предметы, которые значимы так называют дружбанных педагогов, и здесь очень важно, что вам разрезают подходы, структурированные полуструктурированные и не структурированные средства всегда чередуются. И когда они ставятся подряд нескольких предпринимательных занятий, в которых очень много нагрузки на безвольных ребят с учредением, без возможности опыта. Как правило, есть чередование, и это очень важный фактор при составлении подписаний, чтобы, конечно, осложнить заточу в составлении для отхода телегубов. Еще одно основное помещение, и также очень важные зрительные пространства и временные оплыки, это специальные планы, которые очень эффективно используются в работе. Ну и, наконец, правила поведения в данной среде, которые активно показывают пример взрослых. Иногда один из педагогов в группы подготовки в школе было не трожит хорошего человека, то есть того, кто показывает пример того, как нужно сделать это правило, и, например, выполнение структурирования. Пример такого родопор на следующем слайде. У него, например, расписание, индивидуальное расписание для ребенка, которое портретами обозначили индивидуальные занятия педагогами, а поскольку ребенок читает, то групповые занятия обозначены надписями. Внизу конвертик для сделанных дел, то есть при трудности в пространстве, если ребенок трудно сферентироваться в таком-то библиотеке, который здесь представлен в таком-то действительном доме можно сделать в конверте, потому что будет проводить следующее дело по окружающему верху. У нас здесь уже очень важный нейроскологический профиль и в зависимости от особенностей мы имеем решение по поводу того, как мы будем делать расписание. Ну, а справа представленный правильный урок, который я сделал в прошлом году для конкретных ребенка, это хороший пример. Мы имели вполне конкретное плохое поведение у кого-то, и был большой вопрос, перечисление плохого поведения, которое этот ребенок практиковал, способствует усилению или, наоборот, снимать необходимости, если будет очень четко и правильно. И это действительно сработало, то есть было волнение, потому что в ней не начнут ли человек больше отвечать активно и снимать опыт с аэксплотентами, жевать на содеи и так далее. Но нет, сама идея того, что можно, что нельзя так мотивировало, что при возможности прочесть сразу услуг в начале урока, мы сняли уже поведенческие проблемы, которые звучали. Это символы, которые для них представлены, если он в одном классе. Ну и наконец-то то, и вам очень важно сказать, что мы исходим из того, что развитие ребенка происходит в процессе постепенно освоения, что постепенно очень важно, различных, постепенно, опять же, все более осложняющихся средств, что связано с формированием новых адаптивных механизмов, и эти адаптивные механизмы проводятся в форме и в команде работают. Команды и нейропсихологические подходы очень важны. Это сочетается с средним подходом, поэтому всегда в команде работают специалисты, которые развивают этот тип механизмов. В первую очередь там не самая инновляция, а также знания, да, и знания и доставления в окружающем мире. Всегда в команде работают специалисты, которые занимаются в инновидуарии, которые работают все эти в инновидуарии. Здесь представлена литература, у которой основан этот доклад. Это пособия, написанные специалистами в соцсетях учебной педагогики. Первое – это выпуск в сборнике особо-ребенок, который у нас сталин в 2006 году, но его можно найти в сети на сайте особое детство. А второе – это учебник, посвященный в школе в учебник в детстве, в детстве. И это в учебнике в детстве в доступе. У него очень подробно разобраны и теоретические положения издательного подхода, и того, как можно на практике создать в основе по кругу с аутизмом для детей с аутизмом и национальным юнисом. И, наконец, заключение. я хотела бы показать вам фотографию женщин с аутизмом или с юнусом. Она так произложена, потому что она приходила уже когда-то в школе. И эта фотография, мне кажется, очень вдохновляющая, потому что она посмотрела на детей, которые обучались в группе. Видно было, что она была при чемпионат, потому что у нее детства не было. Такой учебной среды, которая могла расслабить все важные вещи, что она не хватала. С другой стороны, если прочесть юнусом, то можно увидеть, что ее отец в политической способе следовало подхода, сам пытаясь его реактивировать и это, мне кажется, довольно впечатляющий пример, если она должна быть детства для детей, потому что детства в особом плене. Это было для нас очень ценно и полезно. В общем, мне хотелось бы доверить эту ассистацию. Большое спасибо. Спасибо. Несомненно, есть вопросы? Несомненно, очень важно учитывать условия цветы и подстраивать цвету. Это совершенно верно. Когда мы используем муссификации, все же у меня возникает много вопросов. Есть комфортность, трассоген и развивающая. То есть развивающая не может быть комфортной, мы сразу из этого выходим. Наша задача сделать развивающую среду комфортной. Поэтому это разные принципы классификации среды, и это, наверное, очень сильно вычитывается. Я сам не согласна, потому что раздокладываю о том, как среда развивающая, то есть имеющая определенный стресс, становится похожей, но не может пообедать на самом деле развития при использовании другого населения. И стрессогенная смена не всегда ведет к распаду и эгрессу, а очень часто она ведет к развитию. Как раз в этом разница между развивающими и спросить. Спасибо. А можно мне позвольте еще полу секунды уходить, Анна Андреевна. Вообще, я считаю, что Ваше выступление очень важно для темы сообщества, секции, потому что средовый подход для включения очень нужен. Мне кажется, это базовое знание, которое вообще определяет во многом именно включение. Когда мы работаем не с однородной группой, а с группой очень разных детей. А можно я очень-очень примитивизирую все то, что Вы сказали, потому что вот представьте, что я учительница, которая никогда не была у Вас в ЦЛП и никогда не была и не может попасть на эту конференцию и даже понимать, что такое средовый подход и думает о теории вопроса. Но к ней пришел ребенок сразу. Назовите пять каких-то очень важных, базовых, безусловных, средовых элементов, без которых учительница не сможет обучать ребенка с расстройством атистического спектра. Обычная начальная школа, все как в жизни. Мне кажется, это очень интересный вопрос, который, наверное, мог бы создать интересное обсуждение, на которое очевидно нет времени. Мне кажется, что пять мне сложно назвать сходу, но то, что приходит сразу в голову, особенно, когда я разговариваю с учителями коррекционных школ, ресурсных классов, куда идут выпускники наших групп, мы стараемся устанавливать контакт с педагогами и спрашивать, что им сложно. Мы видим, что очень не хватает тьютерского сопровождения, поэтому, как первое, я назову сопровождение индивидуальное, во всяком случае, на этапе адаптации, и, слава богу, это стало по новым стандартам прописываться. это закреплено 6 месяцев. Да, во всяком случае, по-моему, 8384, по-моему, там это... Да, Санпино закрепили на 6 месяцев адаптационного сока. 6 месяцев это, в общем-то, адекватно, то есть, вот мы видим по нашим детям мальчик, фотографию которого вы видели, который сидит с веточкой на уроке, это там, я забыла рассказать про эту фотографию, но бог с ней, он как раз такой интересный и удивительный пример человека, которому нужно полгода для того, чтобы понять, где он находится и как себя вести. Вот, и понятно, что если не знать, если специалист про это не знает, и специалисты не... то до полгода можно снова много раздаться и, понимаете, это необычайно, когда это слово многих учителей еще говорили. Значит, это первое, а второе, это то, что невероятные оборы, я, честно, не могу, не смогла это конкретнее, да, не только, как много раз мы используем в нашей работе, но, в общем, поскольку понимание речи хороших практически всех, которые есть утипы, и все, у кого есть снижение интеллекта, обычное или столичное, и, знаете, длительное восприятие, как правило, разница лучше, чем страховое, я вижу эту подготовку сентер-организацию, то есть планы расписания на раздумку воруду. Если это 8-4, то есть регионы снижения нарушения на фону аутизма, то это предметное расписание, и здесь помощь поточку Бергенса, то я считаю, что сейчас не дарится любят эти пактинки, либо если высококом царе, не человек, но с дорожным продолжением не беременных, то это и еще что-то послушайте. А структурированность, о которой вы давно говорили, в чем она, платится, если нет рядом вот такого специалиста, или есть все педагоги, которые вы пользуетесь, то что нет? Ну, мне кажется, что в школе, если бы были на уровне смесла и на уровне пространства, недостаточно, а недостаточно, собственно говоря, у структурированных зрителей, поэтому мне кажется, что задачи предпринимания среды могут решаться на каждом расписании, потому что, знаете, я работаю, в том числе, с детьми и обычными, в том числе, я собрала сейчас, я работаю между школами, в школе, и я вижу, что дети высокой интеллектуальной, очень страдают, потому что все у нас нет. Ну, это главное, наверное, будет принадлежать долг на произвольную композицию, и всем, кто слушает, я как раз так верю, и они, кто-то все используют, сами его не замечают, но они помогают, и уж точно они должны быть, как он, идем с такими другими адаптацией, как он лично. Спасибо. Слово «дагога» представляется Станикова Александровича Санкевича и Качалова Едины Николаевны. Мы анализируем для программы групповой занятий в развитии социальных навыков и подростков с расстройственно-аутического спектра. Как я уже говорила, что в целом нет системы, но есть интересные находки на разных возрастных этапах, поэтому этот опыт действительно крайне интересен. Добрый день, уважаемые коллеги. Я буду говорить громко и быстро. Я прошу прощения у тех, кому трудно, когда быстрый темп речи, но обычно использование визуальных опор в виде презентации помогает. Мы сегодня... Меня зовут Статников Александрович... Немного потише, да? Попробуем вам немножко рассказать и поделиться неким образом. Я думаю, что это нарушение перспективности использования такого инструмента, как манализированные, то есть те программы, для которых мы лично руководством, программы по групповой занятии, по развитию социальных навыков и подростков с расстройственно-аутического спектра. Мы, конечно, не такое делаем высокого уровня, теоретический доклад, как вы уже встречали в начале работы, но я думаю, что вот эти вот программы могут занять какое-то место, как минимум маленький технический фундамент того, ну, не фундамент, а фундамент инклюзивного образования, которое мы все с вами, наверное, стараемся, определимся построить. Значит, чуть-чуть буквально рассказать, это самое проблеме, и все понимают, что социальные навыки это очень важно, что это широко используемый термин, в котором есть множество самых разных определений. Ну, одно из определений, которое нам немножко больше не нравится, сводит социальные навыки к репертуару специфических поведений, которые ведут положительным социальным взаимодействием. При этом, если брать в целом проблему, то очень часто выделяют, собственно, те поведения, которые есть, но и отдельно выделяется блок социального познания, который очень условно может быть определенные когнитивные особенности, то есть, это способность, например, в церновании выражения лиц эмоциональных, да, это способность давать точку зрения другого человека и тому подобное. И в социальном познании еще отдельно обычно выносит знание социальных норм, такое декларативное знание о том, в каких ситуациях, как себя в местном вести. Ну, я думаю, иныховое присутствие сюрпризов не является то, что подростковые социальные взаимодействия снова выходят на первый план в драме развития, да, и не является наиболее значимой сферой, это верно для многих людей рассмотренного физического инфектора, возможно для всех инфектора, это точно подкручено, я думаю, что это большой процент. В то же время данная литература нам говорит о том, что дефицит социальных налогов может, во-первых, приводить к тому, что подростки с процессами антифетического инфектора становятся объектом, ну, а подростковые зарядки становятся объектом травлия, есть основания по качеству дефицит социальных налогов подростков, в возрасте, вносит свой вклад в развитие коммерческих заболеваний, в первую очередь, различных эффективных расстройств и социально-тревожных расстройств, ну, и, наконец, все дали, которые свидетельствуют о том, что дефицит социальных налогов, я думаю, что директор предъявлял всех присутствующих, ведет к сложностям поиска работы на этапе перехода во взрослую жизнь, ну, как бы уже там, во взрослую жизнь. Значит, и один инструмент, про который мы с вами с вами говорим, является групповая программа групповых занятий по развитию социальных налогов. Это одна из наиболее вне распространенных форм работы над выполнением данных дефицитов, данных дружности, да. У этих программ, изумеется, есть свои плюсы, во-первых, есть связанные с которыми можно отрабатывать исключение науки, да, во-вторых, поскольку это некие руководства, то предполагается, что это руководство может взять даже человека, который не является экспертом в данной области, начать по нему работать, за счет этого потенциально увеличить оплату аудиторию, которой можно оказать помощь, но, в то же время, есть некие минусы, понятные предъявления, сложности. Это уменьшение шансов на индивидуальную постройку программы по дружной человеку, потому что вот оно руководство, и некоторые руководства прописаны очень интересными, на пошагу выбрать, что ты такой должен делать. Кроме того, еще одной из новостей является и ограничение то, что, как правило, участие программы приглашаются люди с достаточно высоким уровнем развития интеллекта, владеют южной речью, и, как правило, без какого-то выразованного проблемного, не желательного, как его еще назвать, поведения. Ну и, наконец, как бы, плюс в виде потенциального большого оплату аудитории, нет потенциальный риск в виде того, что программы могут начать реализовывать специалисты, которые очень хорошо обучены, и, возможно, не совсем компетентны. Кроме того, я хочу передать слово Юлий, который немножко рассказал вам конкретно про примеры довольно разных, но популярных и имеющих по повреждению эффективности программ, а потом я еще к вам вернусь и немножко расскажу про некие обобщения, которые можно сделать из того материала, который мы сегодня вам показывали. Да, спасибо, Александр. Таких программ по развитию социальных навыков достаточно много, но мы сегодня говорим о другом. Первая программа – это сенс-театр, она состоит из 10 занятий по 4 часа, и не факт, и не факт, и не факт. И вы включены на ступень и танцы. В данной программе есть свои отличительные особенности. Взаимодействие с верстниками означает, что в ходе реализации программы с каждым отбросным сразу, в паре состоит один обученный из верстников. Включение проходит в форме объединенного пункта. Вторая отличительная черта этого, что в ходе театральной составляющей включается владение базовыми объемами исполнительного мастерства и постановка музыкального пункта. В третьем здесь задействуется техника видеомодульного, то есть для каждого цикла занятий создается набор видеороллингов с каким-то цельным поведением, и в тех качествах моделей выступают сверстники, которые реализуют данную программу. Другими участниками сразу необходимо просматривать данную роль в каждом день в течение 15 минут. В коллективом в главе с автором программы было проведено контролируемое свидетельное с группой следствия и с группой сравнения. Для оценки эффективности используемые безразличные опросы для подростков и для родителей, также данные примопленного удовлетворения, заповедливаемые правоплощадки по структурированной сети со сверстниками. В целом данные ведут в пользу положительного влияния участия в данных программах, в развитии социальных новых, однако сам автор утверждает, что есть наличие определенных ограничений, исследования, которые можно отнести в достаточно небольшой объем выборки, всего 25 вопросов, риск, плацинный эффект, то есть опрашиваемые родители, и напитать издание по конкретному участку в данных программе, и ответственная информация о возможности приносных данных программах и в условиях. Следующая программа, о которой расскажем, это «Финерс». Она была ознакомлена в Грифомельском университете в Сараджевске. Программа ответила на развитие навыков необходимых же установлений и поддержек дружеских отношений, включающихся в их базовый навык коммуникаций, как ведение беседки, где у нас есть использование много. Также более специфические, для них как навык работы с плохой реакцией, и коллектива, и другие. Программа существует во многих видах, но сегодня мы поговорим о том виде, когда достаточно активно сотрудничают родители. Вместе с подростками, которые занимаются 90 минут на протяжении 14 недель, это родина работа с родителями, где родителям указывается, какое-то конкретное содержание для подростков, какие конкретные навыки обладают, и как помогать выполнению домашних заданий. Помимо приключения родителей, в данном программе зачискиваются, например, динаптические росты, формы сократической беседы, любые демонстрации, грандинические примеры, любополвая активность и домашние задания. В настоящий момент, то программа имеет достаточно обширную базу исследований, эффективности, как и у меня, в том числе исследований и москлюзионных адаптаций. На слайде представлены динаптические исследования и выполнены в медицинском уроке. Полученные свидетелями пользуются в положительном объединении программы на развитии социальных навыков, также снижением трудности, как у самих подростков, как у родителей. Одно из сильных сторон данных исследований является зависит от других методов наблюдения в виде информации по шказам против георгии. Тем не менее, присутствуют и ограничения при сравнении небольшого огромного выборки, и объем, и достаточный контор за оплатным эффектом, а также отсутствие оценки оскоченных последствий методами динаптических динаптических. Как можно видеть из этого слайда и предыдущих, то следующее про эффективность программы и выполнение тренировок по развитию социальных навыков мешают оттянутся. И мы сейчас разводим на примерный металлайзм, который расскажет вам о том. Спасибо. Смотрите, я немножко сейчас, может быть, вас загружу, тех, кто еще слушает. Потому что речь пойдет про механалий. Дело в том, что есть достаточно много программ. У некоторых программ действительно есть проведенные исследования более-менее соответствующие современным методологическим. Но, как правило, большая часть исследований выполнена на небольших выборках. У них есть некоторые другие потенциальные методологические ограничения. Ну и один из возможных способов в данной ситуации прояснить немножко все-таки является эффективным инструментом, если да, то для каких целей, какие там есть нюансы, это мета-анализ. Мета-анализ только-только начали появляться в отношении такого рода программ, потому что, собственно, исследования тоже не так давно начали публиковаться. И я вам скажу про результат одного из самых свежих мета-анализов, который был выполнен на издельшую группу фотоспособств от Ленгейтс в 2017 году. То есть, смотрите, первое, что они нашли, это то, что в целом все-таки такие программы, они работают. Но общий эффект один является умеем. Ну, такой там, как бы, ну, он средний. Не буду себе отдаваться в числовые подробности физически, но, собственно, с ЛГЭ. Что не очень удивительно, но все же довольно непопытно, это то, что оказалось, что на том, как бы, на таком работает программа или нет, каковы ее последствия, очень сильно влияет на то, какой источник информации выбирается в качестве основного. Так, если спрашивать самих подростков, которые участвуют в программе, то в целом человек получается не только фактически значимым, но и сильно выраженным. Однако, если детализировано анализировать те исследования, где этот источник информации использовался, оказывается, что речь идет о самоотчетных подростках, о приросте у них вот этого самого декоративного знания. То есть подростки сообщают о том, что да, они научились лучше разбираться, как в какой ситуации нужно было бы себя провести, но при этом нету такого же эффекта для самоотчетов, а о увеличении, собственно, получения качества из-за того, что да, они научились лучше знали, как в какой ситуации поступают, но это не значит, что они стали более оптимальным образом поступать в такой ситуации и что это привело к получению социальных жизней. Если используются в качестве ориентационных тестовых заданий, ну, то есть, например, подростки в ходе программы лучше бы осознавали выражение «Есть», потом им в конце дают тестовые задания, о том, что они осознавали «Есть», то оказывается, что да, что есть и такие тоже значимые статистические значения, при этом он в средней степени выражен. Но легко понять и предположить, что, возможно, это связано с тем, что тестовые задания, диагностический материал, диагностический материал и учебные задания оказываются схожими на собой. Наиболее популярные широко используемые источники это отчеты родителей о эффективности реализации программы. И здесь уже тоже в среднем получается статистический значение, но он уже не такой большой. Что хорошо, это то, что данные прямого наблюдения со спобедением тоже говорят о наличии статистически значимых эффектов. Такие исследования меньше, но они есть. И эффект этот тоже является небольшим. Что касается отчетов учителей, то таких исследований еще меньше. И в них, к сожалению, эффекты не выглядели, но это может быть рекомендованной ценой тем, что, во-первых, учителей очень большой процент выпадения из исследований, потому что им сложно заполнять граммовские опросики, как уже этим просит исследователя. А во-вторых, то, что у этих людей нужно в некоторой степени ограничить возможности наблюдать с вами, чтобы разнообразить ситуацию социального внимания. Второй момент, это тоже, она будет довольно любопытной, хотя еще немного более такой, заощренной. Это представление мета-анализа, который провели киевцы коллеги, с мета-анализами, другими мета-анализами эффективности реализации разных программ помощи действий с разными формами одного, например, с разными способами образовательных потребностей. Оказалось, что эффективность 解ка программ по развитию социальных навуков примерно сопоставила с эффективностью используя традиционной трехинопоръектированной терапии, которая плюс-минус является золотым стандартом в области работы именно с подростками в основе гноморитетического для алкогенитра. В мире. Также оказалось, что в целом программ по развитию социальных навуков ove achievement для спецификаRC программ по развитию социальных навуков вы пачачаны гнодотерский успех когда это не сопоставило с программой про развитие социальных науков у людей, например, синдром нефтистративного внимания или шизо-древи. При этом эффект от таких программ развития социальных науков подробно с аутизмом увеличен, чем программы геологических средств. Наверное, понятно, почему это происходит. И что самое любопытное, хотя и самое дискуссионное в том метаанализе, это то, что существуют другие метаанализы, которые пытаются привести некий итог общей эффективности применения различных групповых программ для преодоления различных трудностей у детей и подробных людей с аутизмом, но и с некоторыми другими видами сложностей, с которыми они столкнутся. И вот оказалось, что средний эффект от применения программ по развитию социальных навыков подробных аутизмом примерно похож по своей величине на средний эффект вообще разных программ, групповых занятий по преодолению каких-то конкретных сложностей у детей и подробных. О чем это может говорить? Первый – это то, что это просто какие-то методомагические изъяны в процедуре метаанализа, которые проводятся, в которых чересчур сильно усредняют данные. Но в целом, конечно, хочется тут не верить, потому что эти метаанализы – это процедура метаанализа, которыми вы руководствуете коллеги, – это процедура в настоящий момент, считающаяся имеющими большую доказательную силу и в общих ритмах генералного эсенциала. Поэтому, если все же предположить, что данные и интерпретации верны, то нужно искать какие-то объяснения того, почему общий эффект примерно одинаков. Он средний и он не очень большой. И одна же возможность подъяснения заключается в том, что свою роль играют неспецифические факторы, которые возникают в ходе реализации подобных групповых программ. Такие именно – это тоже можно долго обсуждать. Сегодня мы это точно не успеем сделать. Но одна из популярных в ходе заключается в том, что происходит некое организовое исполчение и исполчение, как замодельцы, обусловлено тем, что вместе в структурированном среде и повторяющихся условиях собираются люди со схожими проблемами и начинают каким-то образом в сторону попыток решения этой проблемы умойти действовать. То есть, речь идет о том, что, возможно, значительную роль играют не, собственно, те педагогические процедуры, которые применяются в такую заложенную программу, а то, что происходит некая организованная деятельность у людей со схожими сложностями, эта деятельность направлена в сторону решения тех проблем, которые у них существуют, и в том, что все возможные развития социальных навыков. Это очень дискуссионно, но в то же время очень интересно. Каким выводам мы хотели бы озвучить, то, что нам сегодня больше сказано. Во-первых, мы тоже думаем, что программа групповой финансии в развитии социальных навыков является перспективным инструментом при помощи подробных устройств ангетического субъекта. Что касается исследований и эффективности, то большинство исследований действительно предполагают некоторые методологические улучшения, в числе которых, кстати, более активно задействованы методы прямого наведения за поведением, в основном все же используются опросники и в основном, в дальнейшем для дорогих людей. Это задействованы принципами инфецентровых исследований и задействованы активной контрольной группы. Это очень громоздкие, я уже знаю, очень громоздкие исследования в плане реализации, но это позволяет ей надежно показать и отсечь некоторые возможные факторы, которые могут подсказать данные. Также, поскольку мы с вами в результате анализ видели о том, что общая текст, судя по всему, является в ходе положительным, но умеренным, не очень ярко выраженным, мы можем думать, что возможно какие-то еще же увеличения эффективности подобных программ. Здесь можно наметить такие, как индивидуальные оценки уровня на выпуск на этапе входа в программу, возможно реализация принципа модульности с учетом тех данных, как индивидуальные оценки наук, которые были получены, привлечение исследований у родителей. Есть программы, где привлекают исследований, которые программы, где привлекают родители, программы, которые включают в себя и то и другое, но пока не однажды уже. То есть, наконец, это отключение различных собственных содержания программы, различных методов, которые относится к группе преподобного анализа поведения, у которых уже эндограммы доказали свою эффективность, сформирование социальных навыков по подругу УГИИ и подробностям, с расстройством амбиотического спектра. Собственно, исходя из этих выводов, наша организация городскубского педагогического центра департамента образования города Москвы в настоящий момент поставила в себя следующие планы и движение к их реализации. Это перевод программы ГЛИКС, про которую немного рассказывал сегодня, и адаптация этой программы, проведение масштабного обучения специалистов реализации этой программы, и ваказность, следом, эффективность ее применения. В случае получения положительных результатов мы надеемся расширить эффективность реализации программы, а также расширить спектр применяемых методов, включив программу большее число методов в подготовке группы преподобного анализа поведения. На этом у нас все. Большое вам спасибо за внимание. Я уверен, что мы не успеем все сейчас с вами обсудить, но о какими-то я здесь точно буду заметить. На перерывах, пожалуйста, проходите во время культуры, я буду рад ответить на вопросы, и вы можете связать по рекламной почте с нами, и я думаю, что вы должны брать мне все информации. Есть предложения, пожалуйста, по поводу обсуждения результатов, апробации программ. Вы когда все переведете, когда программу адаптируете, модифицируете, когда заведете апробационные исследования, получите хотя бы какие-то черновые результаты, очень было бы интересно от имени Федерального ресурсного центра бы обсуждать результаты вашего передалтажа. Это может пилот сначала проявить. Ну вот, результаты вашего пилота, потому что вообще все, что касается программных инструментов, это очень интересный сюжет. Это же будут подростки? Да. Это еще вдвойне интересно, да. Поэтому, как только вы будете готовы к какому-то научному симпозиуму, куда мы пригласим исследователей, да, и, может быть, социальных психологов, которые могли бы отнестись к этому, не только людей, которые изучают природу аутизма, а которые работают, действительно, с грузовыми программами и как с инструментами, и знают, как развивается групповая динамика и все эти социальные психологические обменные процессы. Поэтому я с большим удовольствием, если вы в свой план внесете такую симпозиу, мы можем хоть на городском центре, хоть у себя в Федеральном ресурском центре, пригласим тех людей, которые действительно могут вступать в коммуникацию и обсуждать то, о чем вы говорите. И, действительно, это даст некоторый шаг и дополнительный ресурс для всех, кто в стране работает с подростками, у кого есть такие особенности. Как вы к этому относитесь? Здесь условные положения. Очень просто. Это очень важно, потому что ваша мотивация базовая, но все организационные усилия мы, наверное, тогда продумываем на университетском учреждении. Спасибо вам за выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тело и практика крайне важны. В взаимосвязи и, конечно, практические идеи, они тоже тогда хороши и тогда правильно, скорее всего, когда они базируются на хороших исследованиях, и тогда имеют определенную прогрессионную статистику. Сегодня мы еще поговорим про наставление коллекционной помощи детям в зависимости от варианта расстройства аутистического спектра. Наша программа была заедана Наталья Яковлевна, но, к сожалению, она прибавила. Михаил Михайлович в полной мере на сегодняшний момент озвучит доклад. А как же у нас тут небольшой кофе-брейк и кофе-брейк, Олеги? Это вот последнее наступление в первом периоде? Как всегда. Мы не поедем в самом конце, потому что все же настроились на кофе-брейк. Они готовы на кофе-брейк объявлять, да? Наша работа, как вы видите, сделана тремя специалистами. Я, на самом деле, хочу чуть-чуть возвратиться к вчерашнему дню к словам Артару Олеговича о том, что в ближайшее время будет проведен анализ различных коррекционных тактик управления программ с появлением возможностей эффективности. Как вы заметили, на самом деле, большинство специалистов, которые выступали сегодня, вчера, это вообще общая интенсивная. Все сводит к людям с расстройством артистического успеха. Я не могу говорить о подростковом возрасте, в целом несколько задних пределах наших возможностей. Вот. То есть, раз, и все. Да? И вот, на самом деле, и дальше идут уже исследования программ, данных, подходов, динамизированных или каких-то, и оказывается, что что-то усреднено, что-то работает как-то, как для всех. Почему это происходит? Кстати, западные специалисты тоже отличаются. Почему с одними детьми? То же самое есть, птичь или еще работают, а почему-то на других уровне действуют. В чем здесь дело? И вот наша удача как раз показать, а в чем здесь дело. А дело в том, что эта группа, при данном таких понятиях спектра, чрезвычайно неоднородна. И несмотря на то, что огромное количество проходит различных тераписиологических, умных, обменных, генетических, других теорий, не менее, где-то говорят, что-то есть общее, где-то, так сказать, различие, но, тем не менее, на настоящий момент ни одной из этих, со всем уважением к данным исследованиям, работ летеотропной терапии не нашло. А родителям, и семьям, и детям помощь нужна здесь и сейчас. Поэтому мы, собственно говоря, и говорим о некоторой психо-психологической классификации расстройства артистического инспектора, о совершенно четких, ясных, непонятных специалистов критерий, которые должны лежать по ее основе. Для чего? Для того, чтобы определить логистику, направленность, эффективность в некоторых случаях и противопоказания и ограничения тем или иным коррекционным практикам. То есть, вся помощь должна быть в случае кондиференцированной. Вот тогда мы сможем оценивать какую-то эффективность тех или иных практик, потому что она будет совершенно друг друга. И вот это я сегодня как раз вам хочу показать. Ситуация, на самом деле, в данный момент сложная. Как вы видите, представлена МКБ-10, в которой сейчас работаете, вы получаете какую-то дефиленциацию от детского аутизма, от синдрома Асперга или атипичного аутизма. Но в ближайшее время, поскольку наша страна в 22-м году принял МКБ-11, построенный на ДСМ-5 на Американской классификации, все это многообразие, даже неполный термин, которое есть, ведется к одному расстройству аутистического спектра с умственно остался без, с нарушениями речи без нарушений, с кататомией без кататомии, и так далее. То есть, на самом деле, возникли какой-то обобщающий принцип. Единственное, о чем можно будет говорить, только о наличии и отсутствии некоторых проблем и определении уровня помощи, или, по сути, тяжести состояния. То есть, это причем за собой либо абсолютно уникальную логистику коррекционную логическую помощь, либо какую-то некую обобщенную схему, ну, на самом деле, мы сейчас это подскудно убираем правку антинастанализма и видим, да? Общенности мы с подросткой СРАС, с детей СРАС, и с добавлением там логопедической, технологической каких-то программ и прочих компаний. Поэтому мы предлагаем более идентифицированное деление этих групп. Но, естественно, что любая трансфикация, любая исполнитель строится на определенных критериях. Здесь, на этом слайде, я не буду их перечислять. Выставленные те критерии, которые все три специалисты включают одному из ведущих психиатров страны, в течение 25-30 лет прорабатывали. Обращу ваше внимание, что чрезвычайно важным критерием разделения различных вариантов сбору расстройства российского спектра является то, что здесь выявлено. Это ранний анамнус, чрезвычайный программин. Поведенческие феномены в первую очередь и в том числе моторные. Особенно сенсорные сферы, о которых много говорят. Но для строительной программы, для выстраивания ограничений, а может быть даже показаний, важны пороги чувствительности. Тем более, как мы знаем, в 20-25% случаев, а сейчас становится больше, действие расстройства аналитического спектра имеет домогнитное нарушение в виде плевси, или знаков, и всего прочего. Что, на самом деле, полностью снимает возможность некоторых коррекционных тактин. И чрезвычайно важный момент – это динамика изменения состояния ребенка с возрастом. Ну и наличие различных дополнительных сопутствующих заболеваний, неврологических, соматических, в том числе, очень затрудняет это отнесение. И тогда мы получаем вот такую психолого-педагогическую классификацию, которая, как нам кажется, более будет понятна психологом и всем специалистам педагогического профиля, хотя здесь много и медицинских обозначений. Самое главное, на кто мы потендуем, и что мы ставим в голову угла. Существует вариант искажения развития по типу раннего детского аутизма в статологической методологии Школы Регидинской Никольской, то есть эволютивный эволютивный аутизм, когда эволютивное состояние развития превышает дезинтокинетическое состояние развития. И существует искажение развития это клиническое определение аутизмических расстройств, поскольку по клинической психологии мы хотим уйти, во-первых, весь мир уходит на такого грубого и неадекватного термина, как живоприния, но мы хотим уйти даже термина аутизмических расстройств, поскольку как только войдет МКВ-11 в практике не станут иметь возможность пользоваться термином аутизмических расстройств, то есть медицинскую физиологическую классификацию. И существует искажение развития регрессивного характера. Вот поэтому динамик развития ранний анализ в различных катастрофы оказываются совершенно важными для выявления этих разнообразий. Как вы видите? В 1922 году? А как? Мы не знаем, по крайней мере, Смарко говорил, что мы можем оставить свою национальную составляющую, где нельзя топиться. Но если она обойдет как расстройство аутизмического спектра с этими дополнениями, то это будет на самом деле как определенная степень катастрофа. Это будет обобщающий вариант без такого черного стратегии. Как вы видите, здесь достаточно большое количество порт. Четыре варианта и огромное количество порт. Для каждого из них существуют свои реальные подходы, существует свое описание. На следующей неделе мы сдаем печать новый том, как раз посвященный историческому развитию. Там все будет написано, я думаю, что он выиграл. И для каждого из этих вариантов будет представлена логистика той коррекционной помощи, которая на настоящий момент имеется в нашей стране, которая обрагирована либо нами, либо нашими коллегами. в нашей стране я вам их покажу. Вот, вот. Это все виды коррекционных решательств мы разделили на три категории. Первая это психологопедагогические, ну понятно, что условные категоризации. Это психологопедагогические технологии. Здесь они так сказать все перечислены. Начиная с смыслового подхода и заканчивая такими способами анималотерапии, эстетотерапии. Кстати, в некоторых случаях они уходят на первое место. Вот сейчас стерилизованная деятельность относится к эстетотерапии. Она, действительно, иногда бывает очень полезна. Программа работы с семьей. Вот здесь вот все причислено. То, что в той или иной степени имеет хранение в нашей стране, в той или иной степени адаптирована к деятельности нашей стране. Конечно, мы приводили массу совершенно экзотических вариантов, которых мы мало что знаем и которые то есть хоть как-то не пощупаны нашим специалистам. Вот здесь представлено все. Обращаю ваше внимание, что здесь как отдельное направление представлена адаптированная логопедическая и технологическая коллекция. это очень очень важное направление. Оно и стоит изотечественное представление. Это не обычная логопедическая коррекция, а именно ориентированная на разные категории физ-рас, разные цели, разные задачи и так далее. есть такие методы. Это методы работы с телесностью сенсорной сферой. Здесь достаточно много представлено. Появляется совсем последний момент. Появилась метода сенсорной коррекцией в этом году книга «Горячка» Никитиной «Комплексная нагровательная терапия», модификация Игоря Леонидовича Шпицберга «Как одрать модификацию с органом интегративной терапии». А да, кстати, адаптивная лечебная физическая культура тоже оказывает хорошие виды. И биомедицинские вмешательства. От медикаментозной терапии до что сейчас разные назвали, называется биомедицинской коррекцией. Здесь и диетотерапии совершенно разнообразные, причем в последнее время появляются еще новые в ротоверности опробеженные методоматизма и артистическая коррекция транспориальная микрополарализация. Но все они проанализированы, то есть их были на микроскоп степени. Я могу показать, понятно, что описать все показания, противопоказания, выходы, в зависимости от состояния детей невозможно. Я попробую, если ей будет возможность, показать, какова логистика этой коррекционной помощи на тех выделенных элементах. То есть на этих с выраженным нарушением поведения степи это вторая группа по классификации Никольской и на двух группах искаженного развития с ранним регрессом, политическим возбуждением организации. Причем отмечу, что, во-первых, эти коррекционные тактики и подходы будут различными в зависимости от возраста ребенка. То, что можно делать начиная от полутора-двух лет до четырех, уже не совсем приемлемо в более старших возрастах пять, шесть и далее, и тем более с подростками. И это будет совершенно разглядеть другая парка. Вот. И вот здесь представлен просто набор тех коррекционных тактик, начиная с эмоционально-смыслового поколения, и чрезвычайно близкого к нему Dear for Time. Как мы вчера увидели, это практически одно и то, только с красивыми американскими словами. То, что мы давным-давно, вот о чем здесь как раз в начале говорили наши педагоги и дефектологи сделали, я в нем говоря, слойности мозга, которая была представлена значительно набором Александра Романовича Луи со своим простым подходом. Да? Соответствующая у этого ребенка уже возможно адаптирована полдит терапия квалификации Любин. Вполне возможно при определенных показаниях, естественно показания диета-терапия, понятно, работать с ними ребенком всегда. В определенных случаях, возможно медикаментозной терапии для того, чтобы снять вот это возбуждение и открыть ресурсы ребенка для образовательной ситуации, хотя у нас ходит очень много миру, потому что дети с ранним детским аутизмом или заболеваниями не нуждаются в лечении в этом праве, в других случаях они не нуждаются в лечении, но в данном случае это группа и они подобраны определенные на практике вещи. вполне возможно не для того, чтобы лечить, а для того, чтобы открыть ресурсы ребенка для психологических воздействий. Анимао-терапия в данном случае тоже может быть показана, в ситуации, если у ребенка нет эпизнаги, противопоказаний эпилепсии, потому что, например, кинезотерапия очень сильное воздействие, оно не применимое для детей, у которых имеется это состояние и хотя бы недостаточно несколько времени ремиссий. А вот для этой группы методоматизма, микропорализация, кинезотерапия и сенсорная интеграция во всех видах будут небезопасны. А в некоторых случаях могут быть противопоказаний. То есть, мы пытаемся уйти, вот я думаю, что в дисциплиционном клубе, который у нас сегодня второе поле дня, половине дня, это тоже будет звучать, уйти от каких-то моно-методов, может быть даже так широчайших, как MBA и как Dear 4 Time, действительно широчайшие, включающие в себя вообще все, что только можно включить, а перейти вот к этому тонкому подбору и аккуратному подбору разных коррекционных тактик с включениями конкретной помощи в цель максимальной эффективности собственно говоря поведения ребенка из довольного состояния. А вот уже то же самое в 4-6 лет коррекционные практики меняются. И если на первом месте действительно так остается 3-4 time эмоционально-самысловой базу, адаптированные технологические коррекции, ВИЭ технологии, которые очень хороши для этого, то холтинг-терапия уже уходит, ребенок уже вырос, он уже большой, и родители не могут так удерживать его, как положено в холтинг-терапии. Она уже оказывается не совсем безопасна. Более старшего возраста это еще менее безопасно, и в тот момент он остается у детей с практически у всех детей, большинства детей, я говорю, с расстройством артистического спектра очень ранее наступают ингредиенты головой согревания, и оказывается, что вообще все сенсорные методы, тем более полный терапия, оказывается небезопасны в этой ситуации. Вот такая логистика. вот можно быстро посмотреть, я не буду здесь так подробно трактовать. У логистики коррекционной помощи детям, у которых возник ранний регресс с хаотическим возбуждением одна из форм. Здесь почти все точно то же самое, но как вы видите, применение большинства биомедицинских методов, которые в основном используют стимулирующий эффект. Ну вот, и как это показывает практика, так оно и есть, еще более углубить и утяжелить состояние ребенка. Ну и вот ранее регресс с организацией колевым поведением, как вы видите, метод Томатиса микрополилизации, которая, как ни странно, по примеру метод Томатиса в некоторых случаях оказывает позитивное влияние, еще не понятные эти механизмы, многие не совсем те, которые описывают сами специалисты, ну а парни есть позитивное влияние, его нельзя снимать со счетов. Но в этой ситуации эти методы тоже в результате могут быть небезопасны. Для чего мы это еще делаем? Ведь на самом деле родители бросаются как угодно для поиска любого чинодейственного средства. Возник инфилирование, бросить, а уже известно в случае смерти по инфилированию за счет обновлевания определенных, так сказать, элементов. Услышали об микрокравлизации, бросились. Туда бросились. То есть это их право. Но специалисты, которые работают с родителями, во-первых, Сергей Никольский говорил в 90-х годах. Мы с ними много об этом говорили. Должны знать все эти методы и очень аккуратно в теоретической манере показать положительные стороны, отрицательные. То есть дать родителям весь спектр возможностей и выходов для конкретно их ребенка. А уже тогда принимать решение будут родители сами. Эта вся ситуация действительно делается именно для того, чтобы, с одной стороны, более детально, более эффективно, более мишенно проработать все эти коррекционные системы, кстати, я бы не сказал, образовательные территории, для каждых из этих вариантов прикинуты те образовательные территории, те ну даже варианты вопрос или какие-то особенности образования, которые могли бы быть. Вот это тоже используется для того, что самое главное, чтобы максимально эффективно помочь данному конкретному ребенку, но в то же время отнеся его в той или иной категории, в общем-то уникальность работы с каждым отдельным конкретным ребенком в рамках нашего образования, нашей психологической практики, невозможно. Но в любом случае ориентируемся на какую-то вариативность того или ного расстройства, будь это просто аутистического успеха, будь это интеллектуальная физика и все что угодно. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо вам большое. Маленький перерыв. А, 15 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как это АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 был сам последний, сам последний, но было в моментах очень тяжело, то есть, было не плохо называть, было тяжело в ситуации, потому что детей очень много, у меня как-то человек больше, и у меня ребенок просто терялся в группе, но он не слышал занятия, но он ходит в садянку, в своих местах, но в садянку расставил. Но потом, у Вангук появился свой человек, посадок, который сопровождают. Вангук в течение всего дня, и у вас люди разрабатывают для него интеллектуальные образовательные технологии. Опытный психолог взялся за основу стандартной методики и классических методов, адаптируют их под нужды своей работы печи. Чем-то не просто личный сопровождающий, а своеобразный проводник между ребенком, заседателями и другими детинами. Его сверхзадача – полная социализация аутистов и общества свежего. Моя аспектная задача – это наблюдение взаимодействия, то есть аспекты наблюдения, объявления новых особенностей индивидуальных, объявления особенностей, которые возникают в процессе дня, объявления, наоборот, какие-то возможностей, то есть то, на чем можно строить дальнейшее взаимодействие. Основная задача – это делать для чего, что ребенок может сделать сам. И основная цель – это стать не нужным при этом, чтобы он был темнотным, самым советским, чтобы был бы хотел на самочушительные шеи. Грумпы детского зала, Антон практически не отличается от средств. Спокойный и дисциплинированный. Это может вести запреждение, непосвященное зрителям. Алдерфикаме – важно, не тихо с этой стороны, а по возможности активно участвовать в жизни социума. И по обвечению общения, пожалуй, самая трудная задача. Это хорошо, потому что спокойно хожу на два нуждаются в жизни и в жизни. Но на другой стороне нужно, чтобы он все-таки был более самостоятельным, и пополнялся в сознание с вами. То есть это тоже самое и у себя. Когда мы ездили, и мы приходили к стремлению, и здесь нет, и мы находимся в жизни, и мы начинаем будем стереть. И мы начинаем все это в сердце. Хождение по кругу, подпрыгивание, звонки на файл, и перейти в коммене на файл. То есть, у меня задача заключается в общение и изменения. Говорить о успехах этой школы вокруг инклюзивного образования можно только спустя какое-то время. Установление тонкого, доверительного контакта с чувством, только без души. Потом психолог попытается отбелить индивидуальные болезни подопечного, и через них озвучить аутистов. Позвучить. Позвучить. Потому что у вас есть какие-то способности, которые нужно делать, и наступить. Российское законодательство дает равные пропа всем детям на получение среднего образования. Причем вне зависимости от важности здоровья самого ребенка. И мы не знаем, родители сами могут участвовать, куда ждать учиться маленького рода. Если мы считаем домашнего подчинения, как способом крайне нежелательным для таких ребят, основной вариант всего права. Причем, вне зависимости от того, что на redundancy от стабилизации вhеков, а здание Властей. Продолжение следует... Продолжение следует... Ярким и достаточно успешным примером инклюзивного образования может стать история Антона Назарова. Обычная сочинская школа, обычный класс. Антон за первый парень рядом и в очереди. Всего через полгода после начала обучения он участвует в жизни класса. На уроках в Кодековске она переменна практически не отличается от сердца. За этими, казалось бы, простыми для обычного ребенка социальными данными кто-нибудь заработает в Кодековске. Во-первых, для того, чтобы Антон доверял своим людям работу начать. Центр возле получился. Когда вы? Ну, первый раз я только познакомилась в центре инструктивного образования. Он там занимался индивидуально с какими-то педагогами. Сначала я смотрела, как они работают, принимала какие-то методы и смотрела, как ребенок вообще ведет себя. И потом уже начала пробовать сама индивидуально с ними заниматься. И, получается, в течение лета, с прошлого, я регулярно занималась. И в результате получилось так, что у меня прожаток. Назвально полностью мой язык отрозит. То есть он слушает мои инструкции и узнает, как уже это для мамы. Ни для кого не следует, что, как обычно, косой перед детям, смешники относятся мягко говоря на сторонку. Но только не в этой школе. И хотя инклюзивное образование здесь в коллекции нет, чем обычная практика. И директор школы и учитель с готовностью взялись по очень полной информации. Я очень рада, что наша учитель, она этот метод приняла, что когда к ней пришли сюда, она тут же спросила у меня в 25 книжек. И за очень городский срок, чуть ли не за два дня, основную литературу прочитала. И она меня, конечно, просто поразировала. Своих концов, как раз так и так далее. Я не знаю, кого же это было. Ну, Геннадий, ну, должен быть. Какой-то старший был. Когда нам сказали, что он будет быть в нашем классе, я сказала, что вот ребят, у нас в классе будет учиться какой-то стандартный. Я бы хотела, чтобы вы приняли его как своего стандартного класса, чтобы вы помогали мне, и они уже ждали. На самом деле они не волновались, они первые ждали, когда же он придет, когда он придет. И когда Аня впервые в класс зашла, мы все вдохнули, начали улыбаться. И даже на первое перемене, мы рассказали примерно, что можно делать, что можно играть. Первая игра, которая играет, она называлась «Антон, привет». Они подходили, здоровались с ним и абсолютно не боялись, как-то к нему подходить. Относились к ним изначально, как к своему однокласснику. Самые первые месяцы мы пришли в класс и сели за парку. У Антона очень часто проявлялись ауто-стимуляции. Он часто вскакивал с места, прыгнул, кричал, шепал пальцы. А потом, что эти поведения уменьшилось. И вот сейчас мы наблюдаем людей, которые совершенно спокойно сидят в классе. И не желают нам поведения держать в механизме. Для каждого аутиста инклюзива своего. Разработана и выстроенная картинка на кнопку. Оригинальный прием – много. К примеру. Память и стухая. Это так называемая «патч-тепель». Стима для аутиста для сухого муцаря. Ютро-катон использует в голове небольшие карточки. Это виртуальная подсказь. Помогающие панк под улучши и быстрее подметные поводочки. Все эти нюансы складываются в индивидуальных программах «Патч-тепель». Он понимает, что они улучшят. И выполняется. То есть, таким образом, мы помогаем сориентироваться в классе. Посмотреть на дозу. И знать, что это зависит. Мы должны просто ожидать, пока учитель даст. Тоже в группе. Спасибо. Мы праздничаем какую-то вещь. То есть, нам дадим все ощущения. Он приходил. Должен придется сказать вам. Соня дает сон мандарит. Я это пишу. Соня дает мандарит. Он дает мандарит. Спасибо. Ну и приходит он в другого ребенка. Собственно. То есть, в первых. Извините, кстати, право. Сразу просто. Наши же знания, но кто. Я не вижаю. Я не вижаю. Я вижаю. Я не вижаю. Я не вижаю. Я не вижаю. Продолжение следует... 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 Пожалуйста. И поэтому, как вы сталкивались ежедневно проводить с детьми разными, мы вынуждены создавать им особо образовательные условия. Значит, группы ресурсов у нас в городе, в районе семидесятых садов, то ресурсов у нас тоже у нас один, а именно для этих садов. В нашем детском саду 5 групп с тяжелыми нарушениями речи, которые посвящают детей расстройством онлайн-фактического аспекта. Так как в рамках воспитания и обучения в обычной группе и комбинированного вида, и тяжелыми нарушениями речи, нужно понимать, что эти дети нуждаются в особо образовательных условиях, из-за усвоения обычной образовательной программы, и деятельности по вниманию, и стандартный подход к коллекционным занятиям, так моим, как учителя локопеда, так и воспитателей, и педагога-психолога. И обычный подход может отрицательно стататься на динаме развития деток, и поэтому мы вынуждены новые какие-то подходы считать. И когда ребенок с расстройством онлайн-фактического аспекта наступает в группу детских сад, очень часто в педагоге сталкиваются с тем, очень часто в педагоге сталкиваются с тем, что ребенок просто не приспособлен к жизни в свой сон. И зачастую большинство родителей, они пытаются привить первых детей в январь из самообслуживания, а в остальном они остаются не самостоятельными. Отсутствие взаимодействия с окружающим миром, с людьми, негативно другое взаимодействие всего в психологическом развитии ребенка, препятствуя его социальной адаптациям. И здесь позиционная работа в нашем детском саду, она предполагает взаимодействие, как логатый, как издательный психолог, воспитательный, вообще всех специалистов, в принципе, и музыкальных руководителей, и инструкторов фактической культуры. И наши педагоги, мы хотим предложить, вот, немножко похоже, сейчас у нас коллега подъехала именно за комиксами, с которыми мы работаем, и потом мы вам назовем, чтобы вы ознакомились, что именно мы создали. И именно педагогами нашего тела предлагается эффективный способ коррекционной работы, эффективный, по нашему мнению, и доказанный нами же на абрамированный, да, нашим пациентам муниципального областного банка данных. Вот, его нашли в Сочи Актуарном, и мы предлагаем эффективный способ коррекционной помощи при расстройстве физического спектра. Это эссоциативная продуктовая адаптация, развитие речи, моторики, внимание, память, мышление. И мы предлагаем использовать комикс на занятия. Комикс, если помогают детям, по нашему мнению, сделают процесс обучения, более понятных. Существует очень много определения комиксов, которые можно свести к тому, что комикс представляет собой себе изображение, которое рассказывает какая-либо история. И главным достоинством комикса является то, что он предлагает предельно сжатую, но эмоционально насыщенную информацию, в которой нет ничего лишнего. Система работы предложена, законами нашей дошкольной учреждены, доступна не только специалистам, но и родителям, ведь, которым именем развитие физического спектра. Она поможет обратить внимание на отклонение ребенка той или иной сферы. Использование предложенной методики позволяет выстроить последовательные сферационные работы в зависимости от особенностей развития детей. Нами были разработаны серии комиксов-историй с рисованными геронами, которые направлены на конкретно данные темы, только на социальную годовую адаптацию. Комикс – это хорошая форма для того, чтобы обозначить проблему и пути ее решения. И мы все знаем, что рисунок – это очень мощный инструмент в коммуникации. Детям, страдающим аутизмом, он помогает упорядочить действительность и сделать ее более понятной. Педагогу, работающим с детьми с расстройствами физического спектра, очень важно понимать, что нужно найти с ребенком все эти контакты. И педагогу необходимо обозначить в пространстве для того, чтобы ребенка не организовать никакую дебоактивность, то есть другую тендра, общение, коммуникация, что-нибудь. Так, в которой соотношение для дальнейшего успешного обучения. И комикс обращает внимание ребенка на то, что делает другой человек. Он перемещается, создает как раз-за новую, другую ситуацию, ищет из-за этой ситуации только. У детей с аутизмом в большинстве случаев написается задержка пищевого родственника. Если педагог все время будет использовать вещи, то ребенок не будет его слушать и понимать, о чем он говорит, и, скорее всего, он полностью выключится из образовательного процесса. А все мы знаем, что для детей, страдающих аутизмом, очень важна наглядность, визуальность, стимулы родственников. При помощи комиксов, не говорящие дети, могут показать тактикум, на который изображены определенные предметы или действия, и таким образом, кстати, они могут сообщить, что они хотят сделать, или попросить о помощи, или то, что они чувствуют. Так же, используя комиксы, дети могут задавать вопросы. Комиксы помогут сформировать скалат на запасных дел, выстроить, возделывать их из своих действий, а также запределить знания о своем образовательном. Подражать женому человечеству очень сложно. но подражать устроенному персонажа, которые его действия не составляют в запасных дел. Детям, в расстройстве гранатизического спектра, легче воспринимать сфотографирование, если их комикс направлен на то, чтобы если действия будут зарегрешены, будем сделать, если действия будут зарегрешены в виде комикса, и будут состоять в результатах. Разработанный комикс направлен на то, чтобы ребенок не справляться с родными другими для него ситуациями, чтобы он чувствовал себя очень комфортно, чтобы у него были сфотографированные социальные навыки и навыки своего действия. Логопедическая работа с руководством аутиста является необычной частью проекционной работы. И комиксы являются наглядным в посуде, в котором в образах отражены объекты. Изображение, увиденное в комиксе и определенное логопедо-причевыми символами, ребенок учится путем контора, потом определить сам. Открываясь на комиксе, педагог просит ребенка, что изображено на картинке. Это приводит к появлению собственной, экспрессивной речи. И педагоги, осуществляющие образовательную деятельность с детьми с расстройством аутистического спектра, должны добавляться использовать новые современные формы, методы, технологии. Мы все с вами ищем их все время и понимаем, что все у нас получится. Если мы будем работать сообща, любить детей, активно привлекать родителям, и им спасли большое внимание. Комиксе похожи, а единственное, что сейчас, когда ребенок, в прошлом году, я скинулась. Слава Большой. Видите, с вопросом аутистического спектра, имеет действительно специфическое речевое развитие. И, конечно, работа логопеда еще нуждается в систематизации определенной и в поиске новых технологий, среди которых много людей у нас. Ваши вопросы. Ваши вопросы. я не помню, на какую тему. И тогда мы все проходили, придумали дайвити-персонажи. Вот пациент, и господин. Да-да-да. И вот по типу этого, но он и не ух, этот персонаж. И эти девочки, и эти мальчики, чтобы смотреть на ситуацию, даже тот же сам походу в коже, он проходит по-равному. И вот в комиксах, которые выкинуты на адаптации к детскому школе, они… То есть роман как по человечному образу приближен? Да, приближен. На самом деле, жаль, что мы не видим эти слова, и жаль, что вы уже уезжаете. Так бы у нас был повод для того, чтобы обсудить некоторые вопросы. Коллега, вы хотели бы это сделать? Да. Просто желаю, что не видим эти слова, поэтому вопросы. А там построены ситуации, типа, в косметологии со стороны, или там похоже на социальные истории? Да, это социальные истории, но они, когда начали работать, я сначала начала работать только на своей теме, чтобы у ребенка появилась экспрессивная речь. И потом, когда… Экспрессивная речь для общения, не просто ради речи. И когда педагоги обратили внимание, другие педагоги, это и воспитатели, и политики, и психологи, они обратили внимание, что они какие-то начинаются сдвиги в этом отношении, то они заинтересовались, как это вообще, и происходит вспоминание. И после этого мы сделали именно эти социальные истории. Начиная от входа в туалетку, вообще, прихода в детский сад, раздевалка, туалет, все вот эти мелочи, все… А комиксы – это одна картинка, в которой уже рассказываете какой-то сюжет. И они небольшие комиксы, они состоят из 5-6 слайдов, где история какая-то показывается. Вы зарегистрированы в Фейсбуке? Да. Коллеги. Вы знаете, как зовут коллег, вы найдете их в Фейсбуке, и дальше развернется красивая дискуссия. Спасибо вам. И обмену вам. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, имена Синья Петрина. Очень понятно. Синья Петрина расскажет нам про формирование навыков самостоятельности в рамках групповой занятий у детей с раз возрастом от 8 лет. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Всем добрый день. Хочу на это назвать историю такой небольшой. Группа, которая была нами сформирована в Центре «Чудеса-2» моего мастерства, начала вложился в начале год назад. Тогда это собрались деталисты, чьи дети занимались в нашем Центре, и решили, что нам это просто нужно и детям это тоже необходимо. Мы еще попробуем. У нас нет таких ресурсов, как помещение, которое, располагая в себе дырку, в ванную комнату, в спальню. У нас есть кабинет 25 квадратных метров, грубо говоря. Но это не значит, что эти детей не нужно учить. Тем более, в этом году случилось, наверное, одно из того страшных для родителей, что могло с ними случиться и детей. И так же, в августе этого года, школа, в которой учились эти дети в первом классе, объявила родителям, что класс превращается в будущих глобальных. И рассказать о состоянии родителей просто невозможно. И помимо того, что мы решили, что наши дети будут обучать навыкам боковых, мы открыли класс для этих детей. Мы ничего не знаем о том, как это правильно сделать и к чему учить и как учить. Поэтому, под поддержкой нашего супервизора, Марина Азимова, и мы создали этот проект. Наши дети находятся в центре восемь шестовых денег. И, наверное, отчасти это сыграло очень большую роль, потому что дети пришли после лета абсолютно не гиблибо навыкам. То есть все, что у них было, это коммуникация. Разрушилось абсолютно все. Но мы хотим, чтобы они учились. Мы хотим, чтобы наши дети приобретали, помимо академических навыков, еще очень важные для них годовые и специальные навыки. Потому что очень большой стресс родители испытывают, когда приходят в магазин, и ребенок падает навык криками. И, естественно, как реагируют общество, показывают пальцами, говорят своим нормотипичным детям «Отойдите, отойдите, посмотрите, какой невозгибельный ребенок». И, наверное, одна из вот этих всех проблем была основа создания этого глобального проекта. И сегодня я вам расскажу, наверное, больше о том, не как формировать эти навыки, потому что, наверное, каждый специалист, который здесь сидит, и так знает, как это формировать. А о том, как же формировать группу таких детей, имея такую небольшую площадь, имея невеликие большие ресурсы, в центре, который организовали знания родителей детей. И с чего же нужно начать, когда вы создаете такую группу? Конечно, в подобную группу не рекомендуется набирать более 5 детей. Но, конечно, если у вас, наверное, есть ресурсы, как тьютер на каждого ребенка, как-то достаточно большое помещение. Это все возможно. Но, поверьте, опыт тут. 4-5 ребенка для такой группы – это рассвет того, что вы сможете сделать, потому что, чтобы давать качественную терапию на таких детей, необходимо не только понимать, что вы будете учить, но и как, но и как вы будете отделять ресурсы, которые у вас имеются. И, естественно, разница таких учеников не должна отвечать на то же, чем на 3 года, потому что при каждом подрастном этапе есть разная цель, которые будут приватны для каждого ребенка. Группа должна быть спочтой в этот вопрос у родителей. Если один родитель хочет, чтобы в этой группе его научили писать прописи, я только хочу, чтобы ребенок самостоятельно посещал туалет, имея не такие глобальные ресурсы, вы просто не сможете это сделать. Вы будете распыляться на абсолютно разные сферы, и это не приведет к успешности данного ребенка. А мы все хотим, чтобы в первую очередь дети не просто учились ради того, чтобы учиться, а дети учились ради того, чтобы стать подприятельными людьми и умение находиться в этом столе. Дети, имеющие нежелательное поведение, как агрессия и самоповреждающие, но вот здесь вы включены в группы только после коррекции. Здесь палка от двух контактов на самом деле, потому что мы работали с людьми и включали группы, которые имели и агрессивное поведение, и самая агрессивность. И поэтому, наверное, это зависит от того, насколько подготовлен ваш педагогический достав, насколько вы умеете регулировать все быстрые процессы, которые происходят в группе. Насколько вы можете отслеживать динамику детей, и отслеживать их нежелательное поведение, и работать по планам коррекции. Потому что если педагогический достав не будет готовый, когда нужно поработать с нежелательным поведением, ничего сделать это практически невозможно. Вам и самому придется там находиться на постоянной основе, что тоже невозможно для агенталистов, которые курируют, привозят, кучат не только в одной группе. Как мы все знаем, естественно, это задача, это развитие самостоятельности, решение повседневных задач. Я не могу вам сказать, что это наши дети, которые не виртуальные, которые владеют только начальными навыками виртуального сопоставления. Вот прямо завтра, после пары группы занятий, пойдут в социумы, и будут себя нам прилично вести. Нет. Это работа не одного года. Но на детях, которые уже достаточно взрослые, крест давить нельзя. Мы столкнулись с тем, что нам сказали все, заберите этих детей отсюда, мы не хотим с ними работать. Мы сказали, а почему? На что ни одного каких-то ответов мы не получили? Только потому, что он мешает. Мы всем мешаем. И, естественно, у нас есть задача, как формирование доступной бытовой. Почему доступной? Потому что родители, на самом деле, не приходят к тому, что научите моего ребенка стирать. Я не буду этим руководить, потому что мне некогда. Все родители работают, и работают достаточно много, чтобы обеспечить достаточно хорошее образование их детям. Потому что их тоже помощь. И большинство родителей просто не может себе позволить контролировать своего ребенка каждую секунду. поэтому они хотят, чтобы когда просто они сказали своему ребенку, одевайся мы идем, он хотя бы отделся. И социально-коммуникативные доступные деятельности, когда, особенно люди, которые работают в констиле организма, естественно, у них есть разные встречи, они вечно заняты, и проводят онлайн какие-то конференции. И им это сделать невозможно, и ребенок просто не может себя дома занять. Он не может пойти, и взять как-то влиятельную игрушку, и поиграть. Мамы и папы, и все члены семьи, которые находятся там, очень... не знаю, что волнуются, но они их начинают разгрожать. Они не могут заниматься тем, чем они хотят, потому что вот он себя так ведет. И организация сотрудничества с семьей, на самом деле наше сотрудничество заключается в постоянной обратной связи 24 на 7 с помощью современных планов. Есть такие технологии, как WhatsApp, мессенджеры и так далее, и если родители... Если у родителей случилась какая-то проблема здесь и сейчас, мы ее и будем решать здесь и сейчас, а не тогда, когда пройдет неделя, мы бы наблюдаем за них и так далее и тому подобное. Если у ребенка агрессивное поведение, самоповреждающая жизнь нам пишет о том, что вот сейчас это произошло, мы сейчас будем это решать, а не тогда, когда мы посмотрим, что уже там мы делаем в течение недели. Нет, нас их не будет интересовать. То же самое в рамках группового занятия. нас не будет интересовать количество эпизодов, например, сколько он себя показал, сколько он себя пощипал. Да какая разница, сколько раз он уже начал это сделать. Значит, именно сейчас нужно что-то решать. И, естественно, построение обучающего процесса, исходя из индивидуальных дефицитов. Я думаю, здесь все понятно. И при создании группы, только люди со сложностями. Эти сложности исходя из нашего опыта. Что лимитация количества профессионалов, это когда у вас отпускают тьютеры для каждого ребенка. И ваши тьютеры будут работать в максимальном формате 1-2. Один тьютер для двоих детей. Я еще раз повторю, что у нас дети 8-4. И необходимости быть такими участниками группы, особенно тем детям, которые очень тяжело переносят большое количество людей в одном помещении. Особенно представьте, что оно такое маленькое. И если мы говорим об инфлюзии, когда ребенка сразу постепенно инфлюзирует в лучшую образовательную среду, то здесь у нас наоборот. Здесь ребенка в драм иногда приходит рекомендуализировать в эту же среду, где обучаются такие же сверстки, как нахуй. Только потому, что он не может зайти в эту дверь. Он придет заниматься в этом кабинете и все. Вы не сможете с ним пройти даже и одного метра по коридору, потому что в виде перемещения появляется нежелательное проведение. И, естественно, это уменьшенное количество групп. В нашем случае занятие группа и хро проходят 3 раз на пути по 2 шеста. Вот представьте, что у нас есть дети, которые чтобы перейти от одного уровня подсказки до другого уровня подсказки, необходимых 500-про. 500-про в руках-руке, 500-про, когда мы уменьшаем эту физическую подсказку в этой сделке, скажем, что это невозможно. Здесь, конечно, вам поможет себя. Здесь очень поможет вам квалифицированный персонал, но все равно, если у ребенка требуется один взорвок, вам нужно какую-то взять. И здесь семья вам может помочь, а может сказать, что нет, я не хочу этим заниматься. Я хочу, чтобы он это сделал, вот здесь вы его учите, и все. Это недостаточно. Такое тоже бывает. И у нас, если родители отказываются с нами сотрудничать, мы уберем эту ребенку из глуха. Нет, это очень критические меры, которые мы принимаем таким детям. Это когда, наверное, у ребенка, ребенок настолько агрессивен, что мы не можем справиться вот этими, там, тремя часами, например, неделю, или там, восьми часами, потому что есть какие-то иные причины, почему он так себя ждет. Конечно, это связано с тем, что вот ему восемь лет, и он никогда не учится. Он это не умеет делать. Такое тоже бывает. У нас есть ребенок, который пришел к нам после того, как в течение четырех лет его оказали везде. Они сначала брали его в терапию, а когда он начинал инстанции, говорили, нет, 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 мы не будем с ним работать. И в итоге ребенок восемь лет. У него нет навыков инсталинства. У него есть только нежелательное поведение. И здесь, конечно, в поддержке семьи мы, например, не можем обладать. Да, иногда есть какие-то условия, которые мы можем поставить родителю, что нам очень нужна ваша помощь, пожалуйста, помогите, мы же сделаем это навладывать вашему ребенку, вам с ним жить. Мы делаем все, что от нас занесет. Но и вы должны нас понять, что мы не боги, которые завтра отдадим вам нормальному ребенку, и вы пойдете в нормальную школу. И так как такого ребенка очень сложно включить в данную группу, потому что существуют угрозы для других участников образовательного процесса, вы прекрасно понимаете, что когда ребенок приходит в группу, и другие родители знают о том, что он ударил ребенку, он упустил ребенка, они будут очень категорично настроены. Сам же так, да, почему, почему вы допустили до этого? Просто те дети, которые были включены изначально в эту группу, они занимались в течение, там, идти лет этой терапии, а вот он пришел. И, конечно, мы работаем с родителями, мы говорим им о том, что все когда-то начинали. Мы не запускаем это в ребенку здесь и сейчас в группу. Мы это делаем постепенно. Сейчас уже ребенок находит 30 секунд в этой группе под абсолютным контролем. И вот, например, распределение педагогического состава в рамках группового занятия. У кого-то это понятно, что тьютер это ребенок. У нас было 5 детей, небольшое пространство. У нас было 3 ребенка 8-4 и пришли 2 ребенка 8-3. И мы сделали так, чтобы нагрузка тьютеров была, чтобы тьютеры были везде, но и чтобы они могли уделять внимание не только детям 8-4. Потому что, когда дети пришли 8-3, они тоже были в своей желательной поведении. Эти навыки были более высокими, чем у тех, которые были изначально в этой группе. Поэтому тьютеры перемещаются постоянно вокруг этих детей. Они могут дать самостоятельное задание. Они могут попросить учителя другого тьютера, сказать, вот ты видишь, посмотри, здесь другого ребенка проблема, мне нужно сюда. И тьютеры в течение двух часов постоянно перемещаются вокруг этих детей. И благодаря этому мы сделали такой конфеер. Что это значит? У нас есть блок, который занимается... Экологический блок — это блок белья. И получается, что один ребенок запускает этот блок. Что он делает? У него есть картина, в которой лежит грязное белье. Грязное, или просто, которое не было, например, использовано. И вот дальше я сортирую. Одна коробка уходит из грязного белья, ну, как одному ребенку. Коробка с чистым уходит к другому ребенку. И из коробки грязного белья ребенок будет... Естественно, в стиральную машину, и, встать ее в эфирном воду, и чистое белье будет гардертировать на глаженное и мятое. Глаженное белье оно будет переходить в ребенку, который будет учиться вешать это белье, вкладывать это белье. А когда вы родили будут влажки, передаст ребенку, ребенок будет учиться в пользу другим другим. И вот так вот вся их деятельность в течение двух часов, она настолько максимально дополняет весь этот процент, что, например, вот этот блок белья, он снимается около часа, потому что это требует достаточно больших перемещений детей в пространстве. Это все виртуальная поддержка, рутина, которую мы пользуемся. Дети приходят, начинают с двух дней с круга, с календаря, кто пришел, какое у нас расписание надо, у них есть у каждого папки, в которых расположена схема того, что мы сейчас будем делать. Ну, как уже говорили, о том, что наглядность, это то, что нам, нашим детям необходимо. И вот наши ребята. Когда мы переехали в другой центр, у нас сначала не было такой возможности, чтобы, например, дети могли находиться в паралетной комнате достаточно продолжительное время, чтобы заниматься гигиеническими процедурами. Мы учили цепочки приметения, находясь в классе. И на самом деле, когда мы переметились в туалет, им уже не потребовалось повторное обучение, кроме того, что просто нужно было показать, где что находится. То же самое с нитьем посуды, то же самое с приготовлением пищи. Помимо этого всего наши дети занимаются соответствующей деятельностью, они играют в настольные игры, они учатся ходить в магазин внутри нашего центра. Потому что мы сделали так, что у нас есть по всему центру различные фотографии отделов, там лежат какие-либо предметы относительные к этому отделу. У детей есть визуальная подсказка, которая представляет собой карточки, что нужно купить и в каком количестве. Те дети, которые, конечно, владеют навыком поставления числа на количество, поэтому им это дается просто тем, кто этим не владеет. Конечно, это очень трудно. Но начинали мы с того, что мы просто искали, что нам надо. Плали этот пакет, носили на кассу, давали деньги, получали чек, убирали это все обратно в струнку. И постоянно-постоянно это все было у них в работе. То же самое со статетами и так далее и тому подобное. Это групповая работа. Мы не можем выгрузить наших детей только готовыми навыками. Мы хотим, чтобы детям тоже нравилось учиться, помимо того, что им необходимо научиться. Им нужно уметь взаимодействовать с другими участниками группы. Как минимум, уметь передавать очередность, учиться ждать. Это тоже очень важно нам. И, например, благодаря вот этим всем эстапетам родителям стало проще ходить с детьми в какие-либо магазины, потому что ждать они уже научились. И здесь я только расскажу про тематический блок. Первый блок этого полувода, если можно так назвать, это началось житье. Дальше это будет выборка помещений и кулинарная мастерская. Конечно, мы не подразумеваем то, что, например, за три месяца ребенок так стоит ручное шитье. Нет. Что-то мы отдадим домой, что-то мы будем продолжать, возможно, в следующем году. Но учиться к тела-блутшипу мы тоже не будем. Потому что у нас ограниченность по времени, у нас ограниченность по персоналу, и так далее и тому подобное, и дети. Ну, это будет катастрофа. Здесь целый год будет жить. Но это никому не интересно. Им это через пару месяцев также надоедет, и вы столкнетесь с большим количеством нежелательных людей. Это наш Милуша. И Милуша учится вставлять нитку в узловку. Сейчас она уже этому научилась. Это буквально работа месяц назад. Милуша учится в узловку. И вот это наш Милуша. И на сегодняшний момент Милуша шивать будет. Милуша учится в узловку. И вот так мы примерно распределили по времени наши тематические блоки. Милуша учится в узловку. И когда мама учится с Мариной Азимовой, мы выбирали то, что возможно сделать в рамках центра. И мы поняли, что мы можем обучить ручному шитью, можем обучить их упорки. И мы откроем родительскую бинарную мастерскую, когда дети будут приглашать в себе родителей, других детей из этого центра. И угощать их тем, что они приготовили. Потому что, например, мы готовили тем, что обучать их готовы, что они едят, практически невозможно. Потому что они не едят какие-либо салаты, они не едят судьбы. В основном это котлеты, картошки и так далее и тому подобное. То есть очень ограничено в живой репертуар. Сейчас, да, они учатся работать со своими поощрениями. То есть кто-то делает эти уроки, где он его выкрепляет, кто-то режет банан и так далее и тому подобное. И в завершении я хочу вам показать небольшой ролик. На самом деле, как все это начиналось и как это происходит сейчас в нашем центре. Объяснили! На сайте, можноued Indo analyze. Да. Как все это начиналось. Какие золотоы сейчас готовы. Значит, нам нужно достаточно понравиться? Например,alf Przyкат decades. Все это начиналось. Ну и мы оставляемómoze storamund. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» на этом моменте. Правда, я вот слушала выступление до конца, я думаю, сейчас я остановлюсь и буду 10 минут говорить про одно и то же, чтобы вам надоело слышать это и чтобы вы это запомнили. Вот сюда, в экран, вот в камеру я говорю еще раз, повторю, держу пальцем. И всем, кто слышит, коллеги, так делать нельзя. Давайте мы с вами в профессиональном сообществе договоримся. Договоримся жестко, потребуем от себя и от друг друга. Вы поддерживаете это или у кого-то есть оппозиция? Просто это акция, это чистая акция. Давайте мы будем говорить о детях, как о детях, а не как о диагнозах или о вариантах программы. Спасибо вам большое, что вы поняли такую сложную тему. Я хочу отметить, что нельзя говорить о том, что дети были выброшены из школы. Вот я как директор школы, и когда школа, которая осуществляется образовательный процесс по адаптивному основному образовательному программу, я просто не могу это тоже слышать, когда говорят о том, что из школы выбросили детей. Я думаю, что дети все-таки в школе, они осуществляют образовательный процесс для этих детей в рамках своих трудноучий. Но дополнительное образование, которое было сегодня представлено, это замечательно. Это еще один из этапов развития ребенка, когда он может получить вот это дополнительное образование. Но все-таки основной образовательный процесс это в школе, и у нас в Яновске такого вообще нельзя слышать, что у нас не обучаются дети. Будь то дети с расстройствами аутистического спектра, с другими зоологиями. Просто такое вообще слышать, даже если мы в Москве почему-то это слышим. Нет, сейчас позабыла образование, все дети обучают, и вот даже наша школа учит детей, когда они уходятся от козняки. Мы так накинулись, вообще не замечательный центр, я хочу защиту сказать, нехорошо мы так прямо накинулись, да, на лектора. Поэтому это, если есть проблема, я хочу с моей стороны сказать, что на самом деле люди хотят определенные планки, они представляют себе, как это делать, они хотят работать на определенных методиках, и школа могла это реально отвергнуть. Поэтому мне кажется, что здесь просто сказала Светлана Владимировна, здесь не нужна помощь медиации просто. И это важный фактор, который провалит, и все. А так на самом деле, я сядю, никто не плох, понимаете, но что-то где-то не срослось. Вот. Но эти деньги надо называть по номерам, мне это по всем. Коллеги, согласно статье Закуна, образование в Северной Федерации, школа, в которой было сказано, как контингент, у которой относятся эти дети, должна была бы выйти с инициативой к этому центру. И не важно, государственный он, как написано в законе, или не государственный. образовательный, вот сейчас бы хорошо, чтобы центр слышал, потому что это связи, они всегда двухсторонние. Потому что государственная или не государственная, образовательная или не образовательная организация не имеет значения. Закон позволяет образовательной организации, у которой нет любого вида ресурса для того, чтобы обучать детей, выйти с инициативой организации, которая находится рядом со школой, заключить договор о сетевой форме реализации адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с расстройством пластического спектра. Буквально в таком развороте. И если это частная школа или не государственный центр, или центр дополнительного образования, который умеет, знает как и готов, мне как директору школы не мешает ничего заключить такой договор и реализовывать адаптированную основную программу для таких детей посредством этой сетевой связи. То есть только в том, что ответственность все равно лежит на школе. Не финансирование идет на школу. И лицея абсолютно точная. И лицея должна быть на образовательной деятельности в детстве в школе. Нам нужны и осетеваются в школе. Они пользуются кадровыми ресурсами, средовыми ресурсами. А программные ресурсы, все программные ресурсы подлежат школе. А аккредитация это форма, когда мы определяем соответствие программ, стандартных результатов. Что не стыкуется? Дети с ТМНР стали тяжелым не аккредитуют в учебном заведении. Столько получают людей на образовательной деятельности. Спасибо. Значит, дискуссия пошла, я тоже не могу остаться в стороне. Я представляю Новосибирский государственный университет, я в нем работаю, научным сотрудником, и я тоже занимаюсь тебе, я дешу детям программы, и мы работаем, и в том числе я поверю ресурсный класс, и хорошо знаю, что такое школа, и как это все. И я хочу продолжить то, что сказала Светлана Владимировна сейчас. Девушки дорогие, синие темпельные. Отнеситесь к коллегам как к педагоге. Вы поработаете с их поведением. Два с половиной месяца это не самая большая латентность. Просто вам нужно проявить и сделать шаг на встречу школе, которая еще пока растерялась немножко. Но это и день. Спасибо. Спасибо. Давайте сделаем шаг еще к следующему докладчику, а потом, думаю, если останется время, поговорим на те острые вопросы, которые нас всех волнуют. Без дискуссии нам никак нельзя сегодня разойтись, но все-таки эти вопросы требуют. Тема телесной конференции, тем, что мы получаем новую информацию, имеем возможность осмыслить ее критически, и, собственно говоря, высказать свое мнение, дискутировать, и, может быть, в этих дискуссиях мы найдем именно тот посыл, который нам поможет дальше выстраивать систему. Гребова Екатерина Евгеньевна. Представляет город Новосибирск. Формирование социально-водовых навыков у учащихся с в работе ресурсного класса. Спасибо большое. Я пробовала всем путем продолжать, потому что работа, о которой я сейчас поговорю. Работа была, проделана вами очень плачая, я понимаю, сколько это сложно, и поэтому мне немножко так за вас печально стало, что так вас помогали. Мне понравилось, вы коротким делом занимаетесь, я считаю. Ну, это так, величинское отступление. Значит, наша работа, как гласит Лайд, называется «Формирование социально-водовых навыков у учащихся с раз, как вам приспособствующих инклюзий в общий образовательный класс». Я представляю наследство государственного университета, а именно международный центр рекламного анализа поведения и ресурсный класс генназии генназии. Особенность нашего класса, наверное, можно назвать то, что включение наших идей постоянно исследуется, находится под научной поддержкой наследства государственного университета. Класс генназии 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 создан по модели, которая описана на генназии генназии, но, в общем-то, я думаю, что многие с ней знакомы или неудобно на это восстанавливаться. Ну, скажем так, что мы не полностью ее поддерживаем. Поддерживаем индивидуальное образовательное, создание индивидуальных образовательных условий и работаем мы в одном анализе. В этом году мы будем изучать. Немного расскажу о классе. У нас шесть детей построят коммунистического спектра. Второе из них включены в большом объеме общий класс. И один ребенок посещает примерно 20% занятий и двое включены в инвестиционный тренинг. Генназий 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 Чита zeigSHI. Очень крупный образовательный центр, в котором обучаются более полутора тысяч детей и, ну, очень большое количество учителей, специалистов и сотрудников. И то количество, которая причинных я указала Grande у вас на слайде, это те, кто каждый день принимает участие в жении наших детей. И в контексте этогоbijмо Важно, прежде чем включить детей, подготовить специалистов, подготовить учителей и родителей. И что касается работы непосредственно с нашими детьми, это сформировать учебное поведение и скорректировать нежелательное поведение. В том числе санкционное поведение, о котором я сегодня буду говорить больше. Те поведения, о которых я буду говорить, это не обязательно поведение агрессивной направленности других. Это поведение, которое мешает работе учителя. Например, это тромки негакравируемой локализации, какие-то опасные поведения, резкие или интенсивно повторяющиеся движения, или, например, нефункционально используемые предметы. Что же делать, чтобы смесить санкционную дезодоптивность? Безусловно, необходимо обучать санкопуляции и рекламентировать то нежелательное поведение, с которым мы работаем. Но особенно важно расширять досуговое интересы ребенка и формировать результат функциональных действий с предметами. И в том числе формировать социально-годовые навыки. В нашем исследовании было участие три ребенка, мальчики, 8, 9 лет, с диагностированным настройством акустического спектра и со следующими формами нежелательного поведения. Это громкие крикки, размахивание руками и ударь у первого ребенка, многократно повторяющиеся интенсивные хлопки в ладони у второго, и некоммуникативная речь и некоммуникативный смех у третьего. Мы предположили, что расширение поведенческого репертуара за счет занятости освоения в инвесторе и годовых навыков позволит значимо изместить проведение сатона стимуляции. Ну и с этого не представляло собой составление параметров нежелательного поведения до начала программы, то есть у нас будет в ходе программы и на этапе решения. Я хочу показать вам большой ролик о том, как эти нежуальные поведения выглядели. Здесь будут очень хорошо представлены все три наших молодых человека. Звук будет, да? 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 В течение 6 недель наши дети осваивали разные виды составительного деятельности, они были числены на слайде. Кроме того, эта программа обходила в обученный день нашего ребенка, который состоял из утреннего ритуала приветствия, зарядки, завтрака, индивидуальных и групповых занятий. И кроме того, наши дети принимают участие в групповых творческих занятиях, как с учителем ресурсного класса, так и с педагогами, называемым Артем Игнатием. Мы использовали неодетные патологические занятия поведения, такие как формирование обычной последовательности действий, в групповом она называется цепочка. В группе цепочки мы использовали шейфинг, то есть приближение к лучшему, к лучшему варианту действия. В большом объеме использовали визуальные поддержки, и кроме того, дети в большом объеме били те, как приступить к своим именам, осваивали лексику. То есть, чтобы научиться стирать, то есть, значит, в какой-то раз, чтобы было, чтобы подрядно. Уметь это выбирать и выбрать. Небольшой слайд, посвященный визуальной поддержке, в которой сегодня было бы очень много сказано. Перед тем, как посвятить свои науки, дети, как в ассоциальной истории, для кого-то из детей мы делали списки текстов, кто умеет читать, а деклата – это только картинки, сражающие исследовательные действия, и как он называется, по-моему, изображено. Ну, собственно, цепочка поведения выглядит следующим образом. Учитель дает первую инструкцию, и мы здесь примерски закажем с приготовлением салата. Далее он замедлительно отговаривает следующий шаг, получите ее дощечку на стол. Ученик повторяет эту инструкцию, проговаривает ее, и за этим он замедлительно следует подкрепление. Ну, замечу, что все наши дети, они на основной системе поршения. Если допущена ошибка на этом шаге, то учитель дает обратную связь, умеет, потому что ты не сделал, нет, и ребенок приделывает шаг с помощью... Очень важно подкреплять каждое действие, каждое каждое действие ребенка. И если на начальном этапе мы будем подкреплять ребенка на сальпой действия, то далее мы будем использовать шейкинг, то я, почему я вам немножко сказала, да? И будем подкреплять ребенку не просто за то, что он положил дощечку, а за то, что он сделал быстро и положил, например, правильно. Мы собираем данные во время работы тьютера, заполняет его на кончик в лист. Надеюсь, видно, что там написано, но я прочитаю в этот случай. Необходимо отметить тот столбец для каждого шага, который соответствует актуальному уровню выполнения сегодня. И из перечисленных подсказки, это полная физическая подсказка, которая делает определенные походы для рукавуки, частичная физическая подсказка, это нескольковое уровне может быть, это жестовое подсказка и самостоятельное выполнение. И когда я на руку приходила, что она в уровне самостоятельного выполнения, мы еще видим, что это уже как жить, это уже о чем я. И хочу вам показать, как, собственно, это выглядит. Откройте мыльцу. Может, как-то? Попробуйте. Откройте мыльцу. Откройте мыльцу. Я вам скажу, что это был главный учитель. Вы говорили, что вы можете сделать. Откройте мыльцу. Откройте мыльцу. Откройте мыльцину. Откройте мыльцу. И еще. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Говоря о преподобном искусстве, самое то, что вызвало у ребят интерес, это игра с игрушками народными, это всегда природные материалы, это всегда движение. Для нас было важно, что ребят приходят с педагогами, с которыми они учатся в школе, это сопровождение всегда, это родители, которые нам очень помогают и которые, на самом деле, одни из участников этого процесса, соответственно, вместе мы играем, вместе работаем в мастерской. Два занятия у нас прошли сейчас в музее. Для нас очень важно развивать это семейное самовестие, это проявляет спокойный обстановку, мы сильно атмосферу создаем, себя хорошо ощущали, комфортно. И вот мы рассчитываем в конце года, где-то в мае, завершить этот аппетит, общаться с ребятами, провести меня и она, если мы сейчас собирать уже, пытаемся анализировать практическую методику, что у нас получается, что нет, корректируйтесь с специалистами. Мы очень надеемся, что это станет постоянной программой, мы будем приглашать ее, уже ее адаптировать. Я сейчас хочу просто передать буквально, да, по несколько слов нашим сотрудникам, которые каждая, вот, да, сотрудник в истории музея скажет о своей части, потому что, действительно, это очень, ну, такой уникальный, на самом деле, новый проект, который, на самом деле, передат с разными видами искусства, с разными разными мастерами, очень, на самом деле, действительно, перспективный, как на базе. Спасибо. 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 Спасибо большое, что вы все здесь, что там, действительно, наше развитие педагоги и твои проекты с совместной. Такой, да, очень. Спасибо вам, Каня. Ну, в целом, я хочу сказать, что очень радостно, потому что социокультурное пространство города, социокультурное пространство города, это как раз тот ресурс, который нам позволяет адаптировать, социализировать, включать ребенка и включать каждого человека в более активную жизнь, в более активный отдых, досуг. Это, действительно, очень большое достижение сегодняшнего современного пространства города. Я думаю, что любого. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что у нас есть практикующие специалисты, которые идут сейчас как раз на работу с детьми, прошу возможность представить трактуру Светлану Анатольевну «Игровые технологии как ресурс для социализации детей с расстройствами аутистического спектра». Спасибо. 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 И, на самом деле, действительно, каждый учебный предмет, несомненно, может дать очень большой ресурс, впоследствии, для овладения профессией. Поэтому каждый учебный предмет мы можем преломить через те навыки, которые мы можем формировать у ребенка, необходимые конкретному ребенку. Это очень важно. Спасибо большое. Далее слово предоставляем Осипова и Елена Андреевна. Социально-творческая реализация людей с расстройствами анастического спектра. Спасибо. И мы работаем очень другом. Мы с помощью неизборжались. Это выделенная реализация. И там стоят твои дочери, хотя бы не отспомнили, но замечательные версии. Именно потому, что они начинают реабилитации, и вообще не было ни разу про аутизм, я начинаю про творчество, но они начинают занимать сестра жизни, занимаются с моей коллегой в интервьюном театре студии Круглайс, что вы знаете в театре, и в то, что мы нашли на Кругл. Почему я буду говорить про аутизм? Потому что когда мы двоего человека, мы говорим о его сути, о его жизни, и мы говорим о гармонии, мы прекрасно слышим, что действительно, мы говорим про цифры, диагнозы, мы говорим о том, как нам вместе в жизни, чем заниматься. В какой-то момент мы все с вами учили в школе, когда мы закончили, потому что у нас студенты закончили, а дальше началась наша жизнь. И там закончилось наше образовательное поле, и мы начали реализовываться. И в жизни каждого человека, независимо от того, есть у него особенности развития, нет, наступает тот момент, когда он попадает в свою группу, в поток с другими людьми, и это его поле жизни. Вот этим мы и занимаемся, потому что реабилитация, реабилитация – это конечный процесс, она не может быть за счет, и в какой-то момент можно сказать, и в какой-то момент. Дальше мы будем просто жить. А как просто жить, если мы человек со своими своими, если, в принципе, человек, то это дело… в какой-то момент процесс, и мы все стараемся друг друга макать. Так вот, немножечко про то, что такое реабилитация. Я только размышляла, из-за того, что у меня сильно было это… Я только размышляла о том, что такое реабилитация, и я подумала про то, что главное для того, что мы должны реализовывать в деятельности, и для нашего совершенно очевидно, мы все чем-то занимаемся, и это важно для нас – эта тесница должна быть важна для людей нашего сообщества, для людей большого сообщества и для этого сообщества, и для большого сообщества. И про то, что это должно, каким-то образом, затравить нас и принимать нас на следующем уровне, и это должно быть постоянно процессом. Наша реализация, процесс меняется, И он постоянно домогняется. Я говорю, почему мы в себе знаете такие условия и не требуем процесс реализации. И не говорим о том, что человек с особенностями тоже нужен процесс реализации. Я считаю, что не знаю, если бы это было, если бы это не было. И все равно реализуемся. И в нашем театре и, собственно, этим мы занимаемся. Предлагаем людям сравнивать свои истины и реализовать свои реализации творчества сферы. Творчество – это сфера, где ты можешь максимально заняться созиданием и реализовать свои потребности в созидании. И наши театры, которые мы делаем, у нас с самого шесть предметов, по-моему, в смысле. Кроме того, врачи выложите золотую маску, это обычная государственная карта, она не дается за особенности развития, она дается просто нарушить. Я считаю, что на самом деле это довольно-таки. И там уже получили актерсы, собственно, врачи – это просто хороший актер, для которого люди приезжают в Россию учиться, умеют быть актерами. И даже у нас есть программа образовать, где «Особый театр в России», «Особый театр в России», называется «Школа особого театра», и мы научим создавать «Особый театр» в Москве. Вот, ну, собственно, художественные мастерские и местные мероприятия и цель создать художественную продукцию, которая будет интересен внешнему созданному. Так вот, да, так, как поменится, реализуется человек с особенностями или нет? Если на спектакль приходит 200 человек с улицы, и потом они сообщают о том, что это действительно искусство, и они пришли посмотреть на искусство, они на другом инвалиде пытаются преодолеть себя. Нет, они пришли на искусство, когда они говорят, что они его видели, я считаю, что это реализация. Это реализация огромных мастерских людей. Это реализация огромных мастерских людей. Ну, и, кроме всего прочего, в том, в обществе проекта мы пытаемся организовать людям другим инвестициями, которые не оставаются в обществе, а занимаются другими вещами. И у нас есть, ну, сейчас совместный проект со защитой, в котором мы выставляем исключительно стёрку, дадут место для неосудованности, усташе 17 лет. Часть из них заходят в обществе, часть из них работают у нас актёры, и мы получаем зарплату, приблизительно 40 лет, мы плачем зарплату сейчас. Вот. Также мы занимаемся детьми в возрасте от 8 лет, и, естественно, когда мы говорим о детях, они обидуют старшим смотреть, вопрос их поддержки, я не буду говорить о реализации вообще. Я не буду говорить о том, что эти ребятам надо больше отдавать для того, чтобы они могли потом отдавать, потому что процесс реализации включает в себя дальше. И поэтому всё, о чем мы занимаемся, это огромное, что он высокотехотеатральный, он удивительно театральный, несмотря на то, что он очень здоровый день, когда к нам приходят и говорят. И вижу бесконечные дискультраты в жизни, и сложно взять, как послушать сейчас кучу-канал про гимнозы и сортировки, чего-то, и потом думать про театр, потому что кажется, что на самом деле это огромный и очень далекий, потому что у нас нет никаких сортировок, мы занимаемся в театре, но при этом это так же классно работает, и другие начинают быть состоятельственными, активными, продуктивными, ответственными, заботящиеся на подруге, о своем деле, отвечающие в целом его от людей, и это очень важно. Что ещё хотелось бы сказать? Да, в общем, собственно, чем мы занимаемся в театре, на самом деле, наверное, нужно вызывать вопросы, потому что мы ставим бесконечный театральный, из-за этого, мы занимаемся в театре, но на самом деле, на нас можно сходить, и мы играем раз в неделю в день, в театре, У нас отдельный механизм коллектива, который пишет музыку. У нас куча людей с особенностями, с разными подростками, которые сами пишут музыку в Александре, пишут тексты на экране, у нас сейчас айбонку. Еще у нас перегореческая история, и она своеобразна, потому что мы ценим свое тело, и особенности нашего тела, и реаграфы нашего тела, и участвуют в спектакле. Мы очень рады, если вы учите на соцсетях, и вы были очень рады, если вы посмотрите на нас, не как на людей с инвалидностью, а на жизнь, на развитие жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть методологии инклюзивного образования. Может быть, не нужно, думают некоторые, причаясь от особых детей в образовании, может быть, достаточно будет или программ дополнительного образования, или социальных практик. И встает очень серьезный вопрос вообще о значении образования в жизни человека и так далее. Вот это такой большой разворот. Я сейчас не буду, я просто хочу сказать спасибо еще раз за выступление, потому что круг 2 – это феномен. Это то, что вы делаете, это феноменальная практика. Абсолютно точно. Да, с одной стороны, можно, конечно, гордиться тем, что это феноменология, а с другой стороны, вот Россия – очень большая страна, и в ней очень много людей, которые, наверное, хотели бы приобрести такой же жизненный и личный опыт, который приобретаете вы. И, конечно же, встает очень большой вопрос именно к вам, потому что никто, кроме вас, этого не сделает, коли вы феномен. Мы обучаем. Да, да, да. Каким образом это сделать системной практикой, потому что это надо просто умело переносить на другие среды, ментальности, условия и так далее. Поэтому, если вы обучаете, вот это самое важное, да, действительно, потому что вашу уникальность мы все уже осознали, а теперь важно понять, каким образом вас можно этот опыт перенять. Потому что, поверьте мне, что хороших людей в мире очень много, и все хотели бы говорить о том, о чем вы говорите, потому что многие вас понимают. Спасибо большое еще раз. Ну что, вы последние? Крайние? Или первые с конца? А, еще есть? Окей. Ну да, значит, первые с конца ждет своего еще 10 минут. Всем добрый день, меня зовут Гила. Я представляю федеральную сеть потокных ватров в небо. И перед нами стоит вопрос. Адаптивный спорт – это развлечение и необходимо для ребенка сразу. Я хочу подзаметить, что медическая нагрузка – это физический спорт, адаптивный спорт – это один из научно-кратных эффективных методик. Здесь я подняла помощь к исследованию и сразу подняла, кто, откуда я взяла эти подтверждения. Во-первых, адаптивный спорт – превышать состояние организма, сокращать конкуративное и скреативное поведение, улучшать пищевой баланс, улучшать назовные навыки, то есть приручное внимание, взгляд сеть и коммуникации, улучшать акритмическое успеваемости. Все это шлифы приведены. Здесь приведена статистика медоанализа геологических занятий на подростках страз. Дальше. Немного, к примеру, к нам и нашей практике адаптивный латун для детей с инструкцией аутистического спектра. Это две программы. Программа «НЕБО-1» и «НЕБО-2». Программа акцентована и начнем с «НЕБО-1». Начнем с «НЕБО-1». «НЕБО-1» мы ее называем программой в периодом адаптации ребенка к латунку, к среде, в котором находится, и к инструктору, и по маку-занятию. То есть это блог из 12 занятий, когда ребенок с проведения детей приходит на разминку, дальше переходит на батут, и все это время он с родителем. Родитель для нас, для инструктора, для проводения наших инструкций. Как только ребенок освоил всю программу, освоил структуру занятия, мы переходим к самостоятельным занятиям. Занятия могут быть, опять же, как в группе, где нужно отметить, что группы небольшие, это опять же детей, именно говоря, про адаптивную батут, либо индивидуально. Почему я часто говорю о группах, да, хотя, ни для того не секрет, что это одно, даже приходя по мере, люди говорят «нет, нет, нет», но нам индивидуально, да. Но я настаиваю, хотя бы на одном, групповом презентации. Отработка на англоимитации очень важна лично для меня, как для инструктора и для ребенка в целом, не говоря о спорте, а в целом о других, либо о космических, либо о других каких-либо занятиях. Вот. В группе, соответственно, это прокачивается, прорабатывается гораздо лучше, нежели на индивидуальных занятиях. Программа «Нима-2» — это уже более сложный, более координационно сложный вариант программы. Это тот вариант, когда дети делают такие элементы, как круглый рог. Это особо сложно для детей и предчувствительно, да. Ну, вообще, в целом, даже прыжок на батуте, один прыжок без поворота, без каких-либо координационных элементов, он уже сложен. Вот. Мы можем, мы достигаем того уровня, когда мы можем прийти кувыргам в вращении на 360 градусов, что, безусловно, сложно для нас, для ребенка с расстройством аутистического спектра зачастую сложнее вдвойне, вдвойне. Вот. Ну, вот о формате занятия я уже проговорила, что это обязательно разминка. Разминка нас предостерегает вов-траву, так как батута, автоматика и все складно служат координационными элементами зачастую травмоопасны в виде спорта. Разминка нас подгодавляет и дисциплинирует. Дальше, комплекс упражнений на батуте, растяжка. Опять же, в целях развития и в целях техники, даже техники безопасности, почему я не часто говорю. Да, опять же, потому что нам важно, чтобы ребенок, во-первых, будет быть вирма во время снятия, во-вторых, не наблюдить ребенку, и в-третьих реализовать его потенциал. Говоря о потенциале, мы выходим немножко за рамки адаптивного спорта, и я с радостью и гордостью говорю о том, что завтра в батутном парке «Небо» пройдут соревнования в трех категориях. Первая категория – это прыжки на батуте, вторая категория – это акробатика, и третья категория – это адаптивный спорт. Помимо адаптивного спорта, мы вывели ребят, у нас два мальчика, которые будут сейчас в олимпийских прыжках. То есть это, ну, есть прыжки на батуте, олимпийские бить-спорты, и у них есть определенные требования, что, допустим, ребенок должен выплатить 10 элементов определенной сложности, соответствующей возрасту. Так вот, такие ребятки есть, и мы вышли вот в этом, в целях адаптивного спорта, и я считаю, что это дорого, для родителей, так считаю, дорого реализовать потенциал ребенка в спорте. Так, ну, в общем, расскажу немножко, как это все начиналось. Начиналось с того, что к нам, какие-то ребятки, а вот эти прыжки на батуте, да, мы понимали, что, мы понимали чисто интуитивно, как это работает и как это делать, но мы не могли точно утверждать о том, что вот это вот мы делаем правильно, а здесь мы выпускаем ошибки, и нам должны были экспертные мнения. Помимо экспертных мнений в медикам, реабилитологам и так далее, мы провели небольшое собственное тестирование. Тестирование пяти учеников, в ходе которого каждое занятие родители заполняли в дневник. Мы спрашивали о том, имитировал ли ребенок упражнения за инструктором, получать ли его координацию со временем, как сказать, ли его внимание, физическая выносливость и в целом, как он себя чувствует после тренировки, во время занятий и изучения академики, и улучшения академических навыков. Тут много центра, я примерно подведу итог. Ребята были совершенно разные, пять учеников, пять разных учеников, но первый ученик, я его так вывела, он первый не по успеваемости, а просто чтобы не против менять имена. Мы дошли до того, что мы начали, первый у нас это инвентация упражнений, в конечном итоге, он проработал 40 минут напротив меня, делая все, что делаю я. Я спросила, а на других занятиях, он говорит, что на других занятиях теперь практически так. Конечно, это успех для ребенка, для меня как инструктора и родителей, это тоже замечает. Что касается... Вот, комментарии. Я просто выбрала самые частые комментарии, на самом деле комментарии были очень длинными, очень интересными. Самый частый комментарий, это улучшение социальных навыков. О чем я говорю? После занятия, они вам говорят, представляете, мальчика, допустим, Иван прошел к мальчику и тоже начал прыгать как кот. Но это здорово. Другие говорят, что вы представляете, что 4 занятия у вас не замечали, что он к нас еще прыгает в ребятки, а теперь мы повторим, как было к Машу. Ибо дали 5 марш. Вот, уменьшение страхов. О чем речь здесь? Помимо вопросов, ребята выходят в реальную жизнь и родители стали замечать, что, допустим, комментарии одно, то есть мама звучала следующим образом. Мы пошли на детскую площадку, до этого никогда не забирались на эту сетку, после ребенка не было никаких других новых занятий, кроме мазута. И тут он залез на эту сетку, где он достаточно высоко, и слез с нее самостоятельно. Улучшение интеллектуальных занятий, улучшение поведения и концентрации. Ну, это как работает наш организм. Если у нас крутая моторика в море, если мы чувствуем свое тело в пространстве, к счастью, мы лучше концентрируемся на школьных уроках, на лекциях и так далее. А если мы, как сказать, если мы в состоянии такого подбуждения и еще не вывести свою энергию, то нам, детям, особенно сложно сконцентрироваться. Так, это у нас в родителей. Что еще, кроме ботута, есть? Я просто покажу слайды, чтобы вы примерно представляли. Ботутная арена это свыше стало только в каждом парке. В России у нас 7 парков. В Лимоноскве это еще Белгород, Волгоград и Тула. Скалодром, Веревочный парк и семейный центр Туса Джуса. Это, как правило, такая мотивация для детей, которые у нас встали на последний план, чтобы он проработал весь комплекс, а потом он идет играть. Вот. Что такое ботут здесь? И хочу показать небольшие видео, чтобы вы представляете, как понятно. Сейчас я покажу маму, мальчик, который из группы Адаптивный Ботут перешел в спортивную школу. в Болгоград, я бы хотел, чтобы очень мало к Greenwood занимать сразу же меняет в hå nonebun. Мой сын Валерий уже полтора года занимается паркутами. Начали мы с адаптивного паркута, а в данный момент он посещает спортивную штуку в подобном парке Минга. Начинаем с того, что вы делали очень горкие прыжки. И еще в данный момент выходит очень бешно, можно выполнять сложные упражнения с уроротами, с переворотами, с руками и так далее. То есть все это всего лишь дорого. Начинали мы с занятий 50 минут, а в данный момент занимались уже целых 2 часа. Причем для него это не на пляжные минуты нисколько, очень даже хорошо. Выполняются все упражнения, слушаются видео. Тренировки проходят по 3 раза в неделю, по 2 часа. Я рекомендую всем занятия на матрудах, именно еще и потому, что для ребятишек очень важен национальный настрой. И чтобы это были, наверное, даже маленький ребенок не воспринимает это как спорт. Скорее как развлечение. А в процессе этого всего еще и путируем с лучшим своим. И второе видео это... Здравствуйте. Здравствуйте. Это папа... Изначально, это папа мальчика, который изначально очень представал и очень боялся в целом стабильной уверенности. У меня есть сын Яша. Тренировки, которые сделали настройство акустического спектра. Хотя, в принципе, я же продвигал, как я раньше не был. В качестве программы реабилитации мы пошли заниматься в потоке «Парк неба» на специальные журновые занятия. На данный момент ходим чуть меньше года. С прошлой осенью мы начали ходить. Ну и, в принципе, кроме того, что Яше очень нравится. Нам нравится результат, потому что в плане сенсорной интеграции по началу, когда мы начали ходить, Яша очень боялся неустойчивых поверхностей, боялся нажиться на поток. Сейчас все это прошло, все эти шерсти выходят с радостью воспринимаются. Научился твой класс, самостоятельно, совершенно пропали страхи, как мы называем, и научился ездить на велосипеде. Что интересно, раньше не получалось, у него будет комбинация, вот теперь далее. После того, как в хоккей-это модель получился и на велосипеде, наверное, она серийством. Да, в плане плане общего физического развития, конечно, задачи простого контакта. Ну и, в целом, координация явно повышает координацию. Все, спасибо большое. Все, у меня все, спасибо. Мы можем перейти в ближайшие полчаса, чтобы не выключать все вопросы. Приходите к нам. Спасибо вам. Уважаемые, какие у нас есть вопросы? Здравствуйте. Думаю, что очень интересный доктор. Я так понимаю, что только смотрятся, правильно? Нет? Доктор давайте Татьяну Сергеевну. Правильно? Да. Бубасова Татьяна Сергеевна. Восторожности естественного научного музея для детей с разработками аукустического спектра. Добрый день. Тем, кто кто-то сидел и оттанцев. Я думаю, что это, наверное, судьба. Что я поспеваю вас с премьерной армииторией. Потому что музей включает в себя все. Действительно, все. И в нашем музее работа с разными мстителями. Мы не определяем кого-то отдельно. Не белых, не сын, не красных. Мы ждем у себя всех всегда. Длится уже достаточно дольное время. И я хотела бы просто ответить, что делается в нашем музее для посетителей с разработками аукустического спектра и членов их семей. Потому что у себя в музее мы ждем посетителей с семьей. И наша основная задача, чтобы приходили не только сами дети, у которых есть разные братья и сестры, бабушки, дедушки, те мянецы, которые сидят. Эти дети и так далее, и так далее. Также в нашем музее работают сотрудники с данным расстройством. Я считаю, что музей это настолько демократическая и инклюзивная сочетка сама по себе, что сложно найти сейчас на данный момент более удобный формат развития и адаптирования действительно в окружающую среду. Что мы можем сделать? Мы предоставляем возможность познакомиться с основной экспозицией. И она состоит из нескольких элементов, что помогает как взрослым, так и детям ближе узнать окружающие животные. В частности, это и навигация по музею, которая сделана в социальных картинках. Это адаптивные предметы и интерактивные экспонаты, которые можно попробовать. Специальные обучающие гиды, которые адаптированы для разных возрастов, с помощью которых можно смотреть экспозицию. Это и тематические занятия. Они будут перечислять, чтобы не отнимать время, в том числе живыми насекомыми травами. В нашем музее есть интерактивные экспозиции, где можно трогать, нюхать, слушать, в том числе взаимописывать с различными запахами. Также у нас есть отдельный экологический образовательный центр «Москва», где проходят занятия по изучению природы Москвы и Катмосковья. Мы у себя на площадке проводим выставки творческих работ и дискуссии по этим выставкам. Мы адаптируем свои выставки, чтобы они были доступны для всех воспитателей без заключения. И проводим тематические мероприятия в рамках выставок. Хочу обратить на этот слайд только ваше внимание. Это у нашего музея было высвеченное ЮОР. Если вы знаете, у него тоже были особенности. И здесь с профессиональной точки зрения очень важно показать людям, в первую очередь даже не самим детям, а взрослым, членам музея, что возможно быть профессиональная самореализация в этой жизни. И в музее есть как раз такие площадки, где можно найти домоправление в жизни, с помощью которого человек сможет реализоваться. И мы с вами узнаем о том же, что скрывается у него внутри. Также различные методические мероприятия проходят на нашей площадке. И с 2012 года в музее реализуется программа «Другие» для посетителей с расстройством физического спектра и членов их семей. Оно включает в себя и циклотематические занятия времена года, и птицы, и звери мосты в Подмосковье. И также на нашей площадке действует семейный клуб, где мы работаем с конкретной небольшой группой участников – это и взрослые, и дети. И важная задача семейного клуба – включить в процесс всю семью. И то, что родители где-то зарабатывают, да, прекрасно они зарабатывают. Хорошо бы было образование у ребенка, да, прекрасно. Но мы помним о том, что рано или поздно дети вырастают, взрослые уходят. И если ребенок не сможет коммунизировать, уже достаточно взрослый человек с окружающим миром, ему будет очень сложно. И я хочу представить в конце своего доклада наш ближайший проект – это Дарвинский музей для малышей или дошкольная академия для всех. Вместе с Федеральным ресурсным центром мы запланировали адаптацию нашей программы дошкольной академии для детей с расстройки юнистического спектра. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько много информации мы получили. Я еще раз радуюсь тем, что ресурсы города вообще полностью к нашим нагам, к нашей деятельности. Они обращены и на систему образования, и обращены к семьям, и поэтому это действительно очень здорово, что у нас есть такое. Уважаемые коллеги, конечно, мы ничего не противопоставляем друг другу. Сегодня мы делились своим опытом. Опыты бывают разные, мы опять же к нему относимся. Школа выполняет свои функции, город выполняет свои функции, конференции выполняет функции обобщения и трансляции того, что на сегодняшний момент наработано. Поставить с собой одну очень важную задачу систематизировать этот опыт, сделать систему поддержки, помощи, социальной иллюзии именно системой, а не просто разрозненными факторами. Это та задача, которая стоит перед каждым из нас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего не скажу. Скажу, что очень рада, что есть сообщество, которое думает и делает вот это включение. Это очень важно. Включаются сами и включают других. И вообще все, что связано со связями, это ценно, потому что мы с вами в этом мире не одиноки. Желаю вам профессионального удовлетворения и личного успеха. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие коллеги. Мы приветствуем вашу правовой гостиной. Это площадка, которая создавалась силами трех организаций, занимающихся довольно плотно политической поддержкой и обзывательным в проектах и родителей. Это центр медицинской педагогики, это центр проблем аутизма и реальная общественная организация с помощью действий СРАС КАНТА. Я представлю наших символичных экспертов и потом немножко расскажу о задумке, как мы задумывали эту площадку, почему круговая гостиная, почему она так называется, сочетая их закон о образовании. Слева отменяется Павел Канта, я думаю, что тоже человек очень естественный в нашей семье, юрист в Центре лечебной педагогики. Справа отменяется две замечательные очаровательные барышни. Это Валерия Ермакова, юрист Центра проблем аутизма «Лавантер» и исполнительный директор Центра проблем аутизма «Пиара Заварова». Меня зовут Валагонина, я заменяю Елену Вячеславову Богородникову, которая всем спасибо и привет. Я представляю региональную общественную организацию КАНТА. Итак, почему мы назвали правовая гостиная, почему мы хотим вам предложить сегодня такой, ну, мы надеемся, что это будет в какой-то степени интерактивный формат под названием «Коллективное чтение закона о образовании». Ну, потому что, на наш взгляд, очень важно иметь опыт чтения юридических документов, это одна сверхзадача, да, и юридические документы такого уровня, потому что закон об образовании, конечно же, является основополагающим документом, который обеспечивает детям с аутизмом возможность учиться в школе, в обычной школе, в общеобразовательной школе. И этот документ в свое время в этой части был, конечно же, большим шагом вперед, большим, можно сказать, что это был очень прогрессивный документ. Мы сегодня с вами попытаемся понять, что же в нем написано. Павел и Павел, да, подготовили некоторые цитаты из этого самого документа, которые мы вместе с вами попытаемся прочитать и прокомментировать, что же эти цитаты значат и что из них следует. Наверное, вот так, да? Что-то еще кто-то хочет добавить? Да, да. Мы просто хотели отойти от такого традиционного формата, когда выходит ректор и излагает свою точку зрения, а все с ней создастся и не соглашаются, и отойти от формата простого ответного вопроса, который все время скатывается в обсуждении каких-то частных ситуаций, да, практически. Это не значит, во-первых, что если у вас какие-то будут вопросы или сомнения, особенно относящиеся к тому моменту, который мы сейчас обсуждаем, то и что их не надо задавать. Наоборот, может быть, наша теоретическая точка зрения, она внезапно поступит в какое-то взаимодействие физическое с вашими практическими ситуациями. Ну и, кроме того, мы часто спалкиваемся с тем, что мы, там, даже те, кто вариваются в одной и той же среде, на самом деле, никогда сами друг другу не обсуждали, что, собственно говоря, означают эти нормы и какие-то их последствия. И поэтому мы так решили использовать нашу следующую встречу для того, чтобы обсудить, в том числе, друг с другом, и как-то взаимобогатить себе представление, да. Спасибо большое, да. Наверное, тогда я попрошу включить первый слайд. Первый слайд посвящен статье номер два, в которой, как напомним, зафиксированы или определены основные понятия, использующиеся в законе оба образования. Да, хорошо. Вот, собственно говоря, прошу обратить внимание. Понятно, что текстов, юридических документов всегда очень много. Наверное, не надо читать вслух. Да? Да. Итак, вопрос, собственно, к аудитории. О чем здесь, да? Ну, я даже не знаю, как бы там было дело, потому что там кто-то из нас позаботился, что бы сказать, прокомментировать или как, да? Да. Ну, вот. Что... У вас разные слова. Да. Что, мне кажется, тут важно отметить, да, с самого начала, что закон говорит о том, что обучающийся в СВЗ, это, ну, понятно, что вы имеете в виду недостатки, да, плохое слово, кстати, да, то есть это язык ненависти, да, который, вообще говоря, международное сообщество призывает нас, как бы, отходить и говорить про недостатки, да, и так далее, говорить про особенности, потребности и так далее. Но суть даже не в этом, да. Закон сразу связывает понятие СВЗ с подтверждением психолокомедико-пеканической комиссии. Часто возникает вопрос в практике, да, и это мы должны очень четко аффиксировать, что, с точки зрения закона, любые конструкторы, касающиеся ребенка СВЗ, запускаются только с того момента, когда он призван в таком качестве психолокомедико-пеканической комиссии. И при этом это всегда выбор родителя, да, ставить этот вопрос о вызывании ОСОЗ или не ставить. И если родители этот вопрос по каким-то причинам не ставят, значит все те положения закона, которые говорят о рекламе СВЗ, да, они не отстраняются. Практически беспрямо возникает этот вопрос. Нам нужно то и то, и то, и то, но хотим показаться психиатром в том числе, да, мы не хотим. Это как бы вот законодатель сразу аффиксирует этот момент, да. Дальше вот, что касается, ну, я не знаю, да, будет. Можно я расскажу? Ну, я могу пора. Я признаю. У меня лично всегда возникает вопрос, по первым же нашим строчкам, да, почему ребенку с твалидностью надо подтверждать свой статус ОСОЗ, да, на ПК. У меня вот это некая коллизия права возникает, да, то есть ребенок, который уже болезненным ребенком, с особенностью здоровья, у него есть как самый главный инструмент, да, игра и почему-то тут возникает ответственность. Я могу, да, правильно ответить на этот вопрос, поскольку действительно довольно частый вопрос, который возникает, особенно в педагогической среде. Я довольно часто держу семинары с разными, не связанными в основном с проблемами клизинного образования, но проблемы клизинного образования просто входят туда частью. И у очень многих педагогов возникает вопрос, когда ребенок с инвалидностью, ребенок с возраста одно и то же, нет, не одно и то же. Потому что, да, значит, почему, потому что разные статусы. Одно касается медицины, а другое касается его потребности в образовании. И если бы, собственно, здесь мы акцентировали внимание на образовательной части, то действительно проще было бы говорить ребенку с особыми образовательными потребностями, хотя это понятие «живее», чем ребенок, имеющий особые образовательные потребности, в силу особенностей здоровья. Потому что дети с особыми образовательными потребностями, это не только дети с ОВЗ, это дети, которые требуются на языковой среде, в которой нужно адаптироваться, и для этого можно создавать специальные условия. Это дети особо одаренные, которые выбиваются из стандарта. Все, что требует специальной дополнительной работы, является предметом, к которым можно встречаться с людьми. И ведущий традиционный вопрос жизни, почему этого уничтожили. И, впрочем, вы это вообще не защищаете, и все не поддерживаете. А все, в общем, отзывания, в основном. Да, две спортсмены, например. Пропорное общество и на полюноте, в общем, именно генеральную обучение, в частности, в частности. А вот эта проблема, в частности, в частности, в частности, в частности, в том числе, в частности. Я желаю agradecer. Ну, прошу вас. Да, он что-то вообще скажет. Да. Просто на самом деле законодатель входит из того, что ну, во-первых, мы понимаем, что родитель может не оправдать инвалиду хотя бы без соображения, и какой-нибудь нелегкий случай, да, но при этом иметь, правда, удовольствие потребности, когда мы имеем у ребенка с ОВЗ без инвалидности, и это нелегкий случай, таких мы много знаем, а более редкий случай, да, это тот человек, который имеет инвалидность, но не имеет статус ОВЗ. Такое тоже бывает, когда человек, когда человек не реализирован, но в особом потребности в сфере образования это не приводит. Да, чисто соматические, да, диагет, там, какие-то обменные вещи, там, как-то, что нет, рекоментированные, там, и подобные вещи, да, они, в общем, с точки зрения законодателя, хотя на самом деле специалисты могут все равно не согласиться, да, но с точки зрения специалисты говорят, что это может не приводить к собственному образовательному потребностям, да. Хотя, специалисты говорят, что на самом деле любой ребенок это говорит, всегда это не может не давать для него, как в национальной ситуации, в национальной сфере, никакого воздвига не требования, но в том, что Здесь я, наверное, тоже, может быть, прогмотирую, потому что действительно инвалидность, таковая, это всё-таки медицинские термины, но по большей части это медицинские различения, из которых следуют все возможные другие вещи, а, вот, конечно, возникает путаница, потому что используем термины, использующие слово «здоровье», да, Да, это другой статус, и отсюда даже у педагогов возникает вопрос, почему это выжать. Да, вы правите, что нуждается или нуждается. У нас стоит гадочка, нуждается или не нуждается. Те, кто говорит о том, что законодатель, кто забывает, что есть человек, которые не нуждаются в создании этого государства. Мы работаем в такой сфере, что для нас, и многие школи в возрасте аутизмом нуждаются. И у всех наших детей автоматом стоят, но у учебы это, и у учебы это. А обратный случай как раз очень частый, как раз в среде родителей детей с аутизмом, особенно высокофункциональный аутизм, нередко просто даже не дают статусом больного ребенка, очевидно, он нуждается в особых образовательных потребностях. Это, в общем, раз и раз, с которыми тоже очень часто работаем и сталкиваемся. И в этом смысле эти два понятия разлетены, безусловно. Хотя вот это смешение или эта непонятность инвалиды ОГУЗ, она приводит в том числе и к особенностям финансирования, потому что далеко не во всех регионах есть коэффициент, заложенный на детей с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, они, да, да, как правило, вот опять-таки развлечение, то есть это развлечение в этих двух вещей, оно приводит и к финансированию в разной степени по-разному. Есть еще какие-то вопросы, соображения из аудитории? Да, конечно. А в силе деятельности 1 является 2? Нет. Еще раз, нет. Нет? Нет, далеко нет. Олеся, да? Может прокомментируете? Нет. 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 Ну, не во всех, а? Ну, это, смотри, когда ты не можешь водить, а потом будет. Да, ВР, имеется ввиду, который во входе заложен, дети с ЗПР. А, ну, и без эволюции. А, ну, и без эволюции. Ну, и без эволюции. ЗПР, ЗПР, аутизм плюс ЗПР. Это я имею в виду. Ну, как правило, собственно, такие дети, в общем, либо имеют эволюции, хотя, я еще раз повторяю, даже родители детей с ЗПР, им очень интеллируют. Иногда и не обращаются за инвалидным статусом, потому что процедура получения инвалидности у нас довольно сложная. Скажем так. Ну, да. Наверное, тяжелое, я бы сказала. ВРАД. Идет по-разному. У нас законодательный труд. Ну, совершенно логично, что дети с программой так спрашивали, а 8.1, 8.2, скорее, не имеют эволюции? А 8.1, 8.2, скорее, не имеют эволюции? Нет. Нет. Нет, это есть. Я не могу сказать, что они с нами эволюции, да? Да, есть, да, но это меньший процесс, чем здесь. Да. Да. Инклюзивное образование, да? Да. Давайте мы подробнее. Нет, нет, слайд, слайд оставляйте, да? Да, да, да. Слайд тут первый фрагмент. Инклюзивное образование, да. Инклюзивное образование, да? Всего хочется. Потому что я все хочу. Понятно? Хорошо. Если мы начинаем инклюзивное образование, то первое, что у нас, конечно, впечатляет, что определение инклюзивного образования неправильное, да? Мы их все прекрасно понимаем, да? В нашем законе инклюзивное образование, в революции веры, да? Все рассказывают, что такое инклюзивное образование мы не будем стоять. У нас оно говорится о том, что инклюзивное образование обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся, с учетом вознообразия обсловательных партнерских и индивидуальных возможностей. То есть, получается, что те сети, которые вам будут, будет, как в определенном законе, что те сети, что возможно инклюзивное образование, как вариант, да? Это правильная точка зрения, да? В том числе, да, в условиях инклюзивного, да? Получается, что те, которые не инклюзивные, они, значит, без учета разнообразия обсловательств, без учета индивидуальных возможностей, значит, без напряженного доступа. Это, конечно, неправильно. Законодатель тут, я не могу вводить в логику, да? В чем он, как, зафиксировал, да? Во все деле инклюзивное, как бы, разговаривается как интернативным коррекционом, да? То есть, если коррекционом, то мы его называем коррекционным, да? То есть, коррекционная организация, где все. И инклюзивная, где человек совмещает образовательный процесс. У нас, как бы, вот законодатель, то есть, определим такое определение, которое фактически означает инклюзивное образование – это образование для детей с ОССР. А дальше, значит, условия детей с ОССР может быть также инклюзивным, да? Может быть. Логики никакой нет, поэтому это определение нам ничего не дает, и мы, наверное, если нас просят, то есть, когда мы будем делать, то есть, когда мы будем писать новое образование. Можно править? Дело в том, что, спасибо закону, где-то, о том, что вообще мы там не забыли, потому что до этого нужно вообще такого понятия. Да, происходит такое ощущение, что они просто хотели ввести термин, но при этом сами не понимали или боялись всегда знать, что это такое, да? Потому что, может быть, и опасения были, да? То есть, если мы писать в основе, что инклюзивное организованное на основании, ну, как принципы инклюзивного образования, образование, когда основное на принципе включение ребёнок с ОССР, то это вызвало бы в обществу очень большую сразу бы реакцию. Но я думаю, что… Я думаю, что это глобально, это же разумно. Знаете, как будто это когда принималось, а сейчас как-то все в вопросе ставят. Могу сказать, что вот эта нервность, связанная с инклюзивным образованием, она на самом деле и приводит и к работанице, и к принятию совсем корректных документов. Ну, например, когда написали всякие жалобы, связанные с некорректным, на наш взгляд, неправильным сампином, вот, ссылаясь на то, что дети отказаны к инклюзивному образованию, хотя закон это предусматривает, хотя нет, в инклюзивном образовании не отказано. Это же просто образование с учебными образовательными потребностями – пожалуйста, пустое все коллекционных классов. Это просто инклюзия детей в образовательном институте. То есть инклюзивное образование, видимо, в законе, это тендер, который предусматривает раскрытие принципа того, что у нас нет необучаемых детей, и дети должны учиться. В этой трактовке мне кажется, видимо, такая воля у законодателя, поэтому с этим действительно термин довольно нечеткий. У вас есть по всем мнению, инклюзивное образование, обучение детей, где применить, например, детей с психологическими особенностями, то здесь, конечно, просто говорится о том, что у нас образовательная система доступна для всех. Следующий слайд. Адаптированная программа. Может, ты тогда прокомментируешь? Слушай, тут как бы это понятно, но на мой взгляд, что почему-то, когда составляется адаптированная программа, очень мало внимания уделяется тому, что написано прямо в законе про социальную адаптацию детей. Когда мы говорим об образовании, сразу возникают, да, какие-то академические навыки стоят вперед. Но прямо в законе указывающей про социальную адаптацию, просто хотел обратить на это внимание, что это очень часто забывается в школах, что на самом деле вообще очень часто забыто, что школа несет функцию не только образования, но и воспитания, а это сейчас все больше поднимается, дает эмоциональные стратегии, политики. Ну да. Я бы просто ответил, что фраза о том, что адаптированная программа, значит, с учетом особенностей индивидуальных возможностей, вот эта фраза индивидуальных возможностей, я расскажу вам правду о том, что не обязательно должна быть одна адаптированная программа для детей, с данными особенностями физического развития, да, что кроме особенностей физического развития, ну точно можно сказать, особенностей физического развития, это что, сверху, другой, там, аутично и так далее, да. Кроме этого, мы должны учесть индивидуальные возможности, а это значит, что программа может различаться даже внутри детей с одними и теми же особенностями физического развития, но имеющие разные индивидуальные возможности, для них могут существовать разные адаптированные программы, да, и когда принимали стандарты, да, стандарты, это вписано для начальной школы, или для УПЗ, стандарты прямо вписали, да, что образовательная организация может иметь одну или нескольких программ у каждого варианта курса, да, например, да, для детей как в стандарты выражены физическими нарушениями, для детей, о которых осуждено, возможно ли там проблематизм, которые не осуждено, возможно ли проблематизм, да, и так как это мы сейчас, конечно, говорим о каком-то цветном саде, Я думаю, что, если мы не берем передовые школы, если мы не берем передовые школы, которые здесь рассказывают, что мы берем массовую школу, то я, в общем, в ячем, скажу, я мечтаю этого не одну, где они пытались бы реализовать программу. Я встречал такие школы, те, кто дали самостоятельно, как мы видим. Это бывает, да, что они, по-русски, вяшут, что-то придумывают, и учатся, и читают. Это бывает. Используется. Но вот такое, чтобы школа взяла программу и сказала, «Так, значит, какие у нас тут коррекционные курсы? Какие коррекционные курсы? Давайте выкупить коррекционные курсы этого товарища. Так, какая у нас урочиня здесь какая-то? Давайте, и часов, и урочин, и так далее». Вот такие школы я просто не встречал, не отдельно. Такие школы есть. Идеально, все, и сюда. Ну, не сюда, а вот сюда. Да, ну, завтра будет возможность как раз посетить разные площадки, и посмотреть, можно задать вопрос на этих площадках, как организовано дело с адаптированными программами. Окей, давайте на следующий слайд тогда, да. Я думаю, что разобраться с понятиями – это всегда очень полезно, поэтому потратили на это очень много времени, потому что от того, как определены понятия, зависит все остальное, как мы, собственно, остальное понимаем. Так, статья номер пять. Вера. Следующий слайд. Следующий слайд. Право на образование, собственно говоря, вот эта статья, да, скорее исходит как раз из того же самого принципа равенства, который заложен в принципе по всю концепцию и заложен в нашу любимую конституцию. Эта статья пять, она конкретизирует применение этого принципа конституционного обеспечения равенства прав всех граждан, независимо в том числе от наличия и отсутствия психологических особенностей. Вот, собственно говоря, прав на образование. Плюс здесь есть еще очень важный пункт, о котором мы говорим. Это пункт, связанный с необходимыми условиями. То есть мы не говорим, что мы просто запускаем идти в школу, да, мы говорим о том, что дети разные могут влить, разные, опять-таки, потребности, для них должны быть созданы условия, и в том числе мы говорим о том, что среди этих условий это специальная педагогическая помощь, насколько я понимаю. Плюс мы еще, то есть фактически для того, чтобы дети с психо-физическими особенностями могли выключить образование, им нужно дополнительно создавать подушку безопасности. Ну, в этом смысле они подвергаются действительности. Используем юридический или правозащитный термин позитивной дискриминации, потому что остальным детям это не особенно нужно. Есть общие условия. Понятно. А я бы хотел бы обратить внимание, во-первых, на правом наиболее подходящем для этих педагогических языков, да, это, видимо, старалость в обе других, да, мы это понимаем, да, да, потому что в том числе есть определенная мелодия, которая все время проталкивает развитие русского государства в разных вещах, да, при том, что там инспециалисты, которые меня убедили, считают, что вообще говоря, это отмирающая вещь, которую не надо фиксировать, потому что, скажу, что вы язык сам себе изолимающий, да, но они это все испикивают. И, так, и значит, я вот хотел обратить внимание на фразу в том числе, посредством организации инклюзивного образования. То есть тут, когда писали «в том числе, посредством инклюзивного образования», они имели в виду правильное, скорее всего, понимание инклюзии, потому что иначе эта фраза не имела смысла. То есть здесь они, между второй и пятой статьей, они переработались в прыжке и поменяли название. Там присоединилась Елена Завонская, с другой юрисцентром учебной педагогики, которая, может, нужна, если это очень. А, ну, она, да, она, как бы, ну, как у Дома работы в миссии, она, значит, если она захочет, она может сыграть очень важную роль, она может меня просто обрывать, если меня будут заносить нахуй. Есть по этому поводу вопросы. Я думаю, что это действительно… Вопрос уже пора. На самом деле, просто это действительно одна из основных статей, на которую следуют операции, которые можно использовать в разных работах жалобы. На нарушении правды. Упомянуть ее можно обязательно, потому что у нас равные права на образование для всех. То есть это конституционный принцип, который раскрыт в этой статье. Приведительно к образовательной системе. Давайте следующий слайд, Вера. Статья номер восемь. Полномочия органов государственной власти, субъектов Российской Федерации в сфере образования. Ого. Кто прокрутирует? Вера. Да, это тоже наша такая фишка, которая, вообще говоря, имеет большое значение. Она связана с нашими пенсационными принципами, которые у нас заключаются в разделении предметов, и субъекты. И благодаря этому у нас в общем образование всё, как во всяком случае школьное и дошкольное, оно находится в ленте субъекта, что приводит к чему? Что? Ну, это сложный вопрос. Нет, это сложный вопрос, потому что те, кто считают, что социальная сфера должна передаваться даже не на уровень субъектов, а вообще на уровень местных сообществ, они имеют свою сильную аргументацию, да, и в том числе имеют международный опыт. Но у нас как бы, да, у нас это вот приводит к тому, что у нас действительно оказывается это всё на уровне субъектов и, ну, например, классическая сложность, связанная с переездом субъектов в субъектов. Да, это то, что, например, едим полной ложкой москвичи, да, не Московскую область, поскольку это нормальная ситуация, когда человек живёт в Москве, подписан в области, это наоборот, или, там, перемещается из Москвы в область регулярно в течение дня, и попытки тут, как бы, часто бывают большие проблемы с международным взаимодействием, да, то есть, ну, например, Московская область, если я правильно понимаю, всегда настаивает на том, что заключение НПК должен быть московное, ни в коем случае не московское, да, Москва ставит? Это же не те, а Москва отдать, это почему так? Ну, вот мы говорим, мы в статье 8 говорим, потому что полномочия у организации, вот это в том числе психолога и энергетической социальной помощи, они присоединены к субъекту, субъекту, и Московская область говорит, мы субъект, это наша полномочия, мы субъект, другой субъект, и ей в нашем субъекте полномочия что-то организовывать, что-то регулировать, и так далее, мы сами все регулируем. И статья 8, и в этом как бы мы поддерживаем. Москва как разпринимает. Да, и в первой район, область не принимает Москву, Москва принимает область, и... И в районах принимает деньги. Да, в области, а, ну, в Московской области есть еще большая проблема взаимопринятия районов в области, между друг другом, да, то есть... Да, 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 конечно. Я считаю, что, допустим, Московская область имеет такие миллиональные документы в соответствии с статьей... Ну, конечно, конечно, понятно. Начнем с того, что практически, по-моему, в любом субъекте федерации, кроме Москвы, есть свое собственное законное образование. В Москве есть действующий закон о образовании НИЦОВЗ, общего закона образования в Москве нету. Ну, он... Ну, он старый очень, скажем так. Это было одно из требований как раз после введения вот большой компании, которая была в 2014-2015 году, в которой мы там принимали участие в свое время, сделать новый закон под новый закон федеральный. То есть, этот закон, то есть, его исправили в каких-то частях противоречащих, но, в принципе, в Москве есть свой собственный закон о образовании НИЦОВЗ. Например, это специфический региональный законодательный акт, в котором, по идее, прописана вся процедура организации специальных условий и прочего для НИЦОВЗ. Поэтому, да, региональный, ну, опять-таки, в соответствии с этим законом, любой субъект федерации принимает норму финансирования, о чем мы дальше будем говорить, да? То есть, свою собственную норму финансирования. И, опять-таки, даже определяет порядок индексации этой нормы финансирования. Насколько я помню, как раз в Московской области эта норма подушевого финансирования принимается чуть ли не ежегодно. И она может быть сделана по-разному. Где-то субъект федерации принимает эту норму финансирования, в смысле, представительный орган субъекта федерации, например, законательное собрание. А где-то это будет, соответственно, исполнительный орган, как в Москве. Подушевое финансирование определяется постановлениями департаментного образования и правительства Москвы. Да, то есть, исполнительным органом. Это отдано на откуп, собственно, субъекту, как у него все это будет сделано. Поэтому, конечно, есть общий закон о образовании, но, в соответствии с принципом федерализма и в соответствии с тем, что это совместное ведение, региональные нормы не должны противоречить федеральному закону. А, по-разному, в зависимости от взаимодействия на табораторию. Ну, во всяком случае, поскольку есть претенция какой-то организации предоставления помощи, то это только отсутствие зависит, например, как программировать эту табуру. Делать коррекционные школы отдельные, делать коррекционные классы, сколько делать этих школ, какие и не делать их вообще. В Москве, как вы знаете, может кто-то не знает, да, вот принято решение создания этих образований духовных объединений, и начинают по школе выкачать дополнительным образованием по программной организации, да, есть плюсы и минусы, там, что угодно, что угодно, но, как бы, вот Москва приняла решение так организовать, да, в других регионах нет такого принципа, да, то есть, и это... Ну, здесь тоже ПМПК, там, например, медицинская составляющая, как бы, выведена, а у многих регионов нет, в случае, нет, есть ПМПК. В Москве состав комиссии, и там, в обязательном порядке, прописано наличие врачей. Смотрите, врачебная комиссию проходит отдельно московскую деятельность. Врачебная комиссия – это другая? Нет, у нас в Москве заключение этих врачей принимается во внимание психологи-педагогической комиссии. Есть, да, естественно, есть. Соответственно, в этом есть большой плюс, связанный с тем, что врачи, которые дают это заключение, и вы можете пойти к своему ищущему врачу, и он напишет вам в соответствии с тем, что он знает про вашего ребенка, и он, допустим, он ведет это на протяжении нескольких лет, а не как врач, который испекает ПМПК, который любит его 15 минут. Особенно для наших детей это вообще огромная проблема, да? Ну, к тому, что принимает целое внимание, ну, мы понимаем, как раз положение ПМПК, порядок везде московский, предписывает, что для того, чтобы записаться на ПМПК, тогда надо принести заключение медицинских организаций, по перечню этих организаций, установленных в форме, то есть это обязательный элемент для отражения ПМПК. Врачи не просто выведены, а чисто организационно выведены, а не медицинское составляющее. Есть еще комментарии или вопросы, соображения по этой статье? Давайте следующий слайд. Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Соответственно, я думаю, что эта статья, в общем, интуитивно понятна всем педагогам. Кто хочет прокомментировать? Нет? Я бы хотела уже послушать за мной. Послушать, Даш, да. Просто мы так все перетянули, а у нас все изначально… Хорошо. Интерактивная форма. Да, это не так. Есть какие-то, мы, кто не слушает, да, мы просто взяли документировать эту… Можно микрофон. Микрофон, да, можно без микрофона. Хорошо. Кто-нибудь знал? Да, давайте пару раз тут. Есть желающие документировать? Нет, лучше мы здесь документировать. Лучше вы здесь программите. Давайте я буду поговорить. На самом деле, все просто. Законодательworks может установить, принять два отдельных стандарта, вот как приехав федеральный стандарт начального образования для обучающихся СОВЗ и федеральный стандарт для обучающихся СОВЗ. Это считается отдельной федеральной стандартом. Можно включить в общий стандарт специальные требования. Например, у нас в общем стандарте для нормы есть отдельный норм, например, составление коррекционной программы, какие требования к кадрам, если обучаются дети с ограниченными возможностями. Есть мнение, что, может быть, следующий стандарт для обучающихся СОВЗ, который будет охватывать уже основную среднюю школу, он как раз не будет отдельным, а это будет специальные требования в общем стандарте. То есть это, в общем, такая вариация для законодателя, если идти по тому потере этого, исходя из социальности. А вот я, когда по этому поводу хочу сказать, не столько мнений, а столько фактов, да, что, как вы знаете, сейчас у нас приняты отдельные стандарты для обучающихся СОВЗ в начале школы, это всем известно. И вот я, причем от специалистов очень высокого уровня, как чиновников, я слышал два взаимосвещающих утверждения. Одно утверждение, то следующее. В ближайшее время необходимо принять аналогичные 8 стандартов для средней школы. Одно мнение. Другое мнение, а тоже очень местный человек, я слышал, что нет, принятие этих стандартов не планируется, его не будет, потому что в момент окончания начальной школы станет ясно, кто пойдет по общему стандарту, а кто пойдет по стандарту для обученной отсталости. И после окончания начальной школы все обучающие должны стать перед развивкой. Массовая школа, русская старая, или туда, или сюда. И как бы, а каких-то этих вариантов там для словарического слышащих нет, будут либо это, либо это. Вот это тоже был, я не хочу называть мобиль, это тоже был человек, которому, естественно, играет там роль. Да, поэтому я не знаю, в самом деле. Если у кого-то есть более интересный формат, то мне кажется, что очень интересно смотрю. При этом надо учить, что санпины, это санпины для организации обучения действий сгруза, они это аж стоят из того, что стандарты будут разные. Потому что уже сейчас они для средних и старших школы точно так же станают конкретацию или групп, в зависимости от здравой зоологии, а в всем этом учебном салоне, и всё так далее. Да, это еще один косяк группы выражающих, которые есть у санпинов. потому что непонятно, что делать, действительно, в средней школе с дополняемостью классов, в том числе. Ну, мы слышали от представителей, как представители службы главного санитарного врача, как занимались эти санпины, и нам много раз обещали обменить вот это самое положение номер один, но пока оно действует. Давайте, может быть, следующий, да? 79-я статья, одна из более важных, наверное, статей, которую мы имеем. Как раз она специализирована, она посвящена организации получения образования и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И в ней есть два важных пункта, как раз проекрат. Лерка, проекрат. Да, вот в первом пункте, что содержание образования условий организации обучения, в состоянии обучающихся граническими возможностями здоровья определяется активной образовательной программой, а телеволюция также в соответствии с индивидуальной программой реактивации и реактивации инвалидов. Ну, тут, по-моему, тоже все понятно. Идем на... Понятно! Понятно! Да, у меня вопрос тут еще такой, да. Опять-таки то же, что я уже понимала, да, про соответствия с индивидуальной программой реактивации. Да, мы знаем, что инвалиды потеряются с накладывающим документом, но если буквально еще три года назад, когда была ИП, в УКИА, там можно было расписать весь путь образовательный, да, с указанием школы, инвалидские классы, сопровождение, то сейчас все изменено и вывезено просто где-то. Ну, тут я как бы хочу сказать некой философской информации, да, я его все-таки почувствую, да, потому что я считаю, что когда писался закон о государстве защиты инвалидов, свободный механизм ВЗС, то тогда у церковь надателем была такая мысль, да, что мы создаем СЭЭ как некий координирующий орган, который координирует усилия всех ведомств, приспосабливает нуждам конкретного инвалида, всех их координирует и контролирует исполнение мероприятий по конкретному инвалиду, по всем направлениям, для чего и нужна была и правда эти мероприятия вписываться и координироваться. И, как бы, это была концепция, да, идея. Но стало ясно, что эту идею мы не потянули, мы не потянули. Органы СЭ таким органом не стали и становиться не хотят. И поэтому, как бы, когда это было осознанно, когда это все-таки стало ясно, то тогда включили обратный отсчет и, как бы, сначала мнение, а потом все более-более явно, в настоящий момент, вот в последних правилах разработки и создания ЛИБРА, они очень четко, я бы, зафиксируют, что орган СЭ теперь имеет функцию исключительно диспетчерски контрольную. Он просто должен поставить галочку и проинформировать в ягодном направлении, что есть инвалид и делайте с ним хоть что-нибудь. Да? Да. И, соответственно, образовательный раздел СЭ, кусок до галочки нуждается и не нуждается, и, как бы, постановка галочки нуждается и не причет ничего другого, кроме как передачи информации об этом органе образования, поскольку органы СЭ разумно говорят, что для того, чтобы поставить галочку на нужное заключение про плакаты, на правил себе инвалиды проходят... Ну, нюансы бывают, но, в принципе, по общему замыску эти инвалиды проходят сначала ППК, а потом с этого заключения ППК будет на цепь. И, таким образом, ИПРА, никаких ВПР, вот, кстати, тут еще написано МПР, да, сейчас объявлено ВПРА, что сейчас ВПР вообще никакой информации, которая позволила бы, так сказать, определить содержание образования ребенка инвалидов, вообще не соотечества. Ну, правда, что если не рассматривать, то, конечно, вторую вопросу о предоставлении объекта социальной инфраструктуры с точки зрения доступности всяких подъемников и правиле и прочих способах переводчиков, да? Можно я остановлюсь... Ты можешь продолжить эти рассуждения, но я хотела остановиться на том, что... Затом это важный вопрос, что мы можем констатировать, что отсутствует полностью понимание вообще, зачем заключение ППК для прохождения медико-социальных экспертов. Например, когда не к труду предстоит не к труда, я спросила, зачем вообще ВПРА раздел психолого-педагогической помощи, да, где стоит галочка, что нуждаются в особых условиях, когда это компетенция ППК. Боюсь, что чиновники не очень поняли даже, зачем. Это вопрос... Нет, вопрос... Ну и вопрос не поняли. Я не буду это обсуждать, потому что, может, обстановка не позволяла выгнуть, да, как бы вопрос был неожиданным. Но на самом деле, скорее всего, у него проанализировано, зачем вот этот раздел, то есть он должен ввести какую-то функцию, но эта функция не используется. Ну, потому что... Всем родителям я всегда говорю, если вам не нужно в данный момент проходить ППК, вам нужно идти на МСЭ, вы всегда можете письменно отказаться от этого дополнительного обследования. Никаких последствий для вас не будет. Но если инвалидность устанавливается по психиатрии, и не явно понятно, как я говорю, чей у ребенка, насколько имеется достаточно основания для установления инвалидности, то есть это, как бы, поведенческий ребенок, да, когда не видно, или уже мы зря так условно скажем, то заключение ППК становится единственным зачастую помощником доказывания того, что у ребенка существенное ограничение каких-то категорий женедеятельности. При этом, опять же, констатируют, что когда прокуратура проводит проверку опознавательных организаций, всем пишут замечания о том, что отсутствует и право. То есть даже в прокуратуре нет внимания того, что ИПРАТа – это документ для определенных целей, и если родители не хотят предоставлять ИПРАТ в школу, то это их право, и никто их не может принудить. Вот, к сожалению, это в непонимании разного участников и правоотношения, значения ИПРАТ, и заключение ППК, заключение ППК – это основной документ, который дает право на особые условия обучения, ничего больше требует не обязанно. И даже если потребовали, родители могут не предоставить, в школе разрешить даже медицинскую карту не предоставлять, в чем есть ИПРАТ. Но, как бы вот… А, еще плюс к тому, что в Москве, например, дополнительное финансирование идет именно на ребенка инвалидов, опять же, достаточно справки об инвалидности, и не надо поносить ИПРАТ. То есть, вот этот клубок это понимание, он рождает очень много излишних требований, зачастую к родителям. Ну, что, можно только советовать, четко знать свои права, да, и оценивать, не просто упираться, допустим, не хочу на лесу, а просто взвешивать, насколько это плохо для школ, детского сада, и насколько это выгодно семье. Да. Тут можно сказать, что этот клубок ура носит сейчас рудиктитарный характер, типа отмирающий, и фактически у него смысл в прошлом, раздражение с управлением между существующими правами и мягкими, да, самым в себе уже в неправильном значении и эффективном, как бы, товарищу сказать. Но, в любимом лице, скажите, с нижним угодом. Смотрите, о законном образовании в некоторых статьях написано. Да, 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 да. И у меня было обращение от родителей из детского сада, когда ему было отказано в создании специальных условий, потому что, сказали, и на основании выбора у вас написано по такому образованию, написано в ответе письменно, раз мамочки не предоставили прав, ну, не может ее быть, потому что и то, да, 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 конечно, нужно. Да, тут же мы вспоминаем закон о соцзащите инвалидов, и сказано, что и правность рекомендации на характере родителей имеет обязательность только когда оно представлено орган или организация, которую должен ее исполнить. Поэтому при роде родителей никто не имеет прав. Я бы сказала, что здесь, в Корее, это такая логическая ошибка, которая довольно часто бывает в документах, потому что логическая ошибка, логическая неточность. Я сейчас не буду давать информальную логику, но, тем не менее, это как с безбилетным проездом, если будет написано, что безбилетный проезд штрафуется в соответствии, если человек едет без билета и везет багаж без соответствующего долога, тогда штрафовать будут только тех, кто и едет без билета, и у кого, собственно говоря, не оплачиваем багаж. Потому что с чистой логической точки зрения должно быть его признак. Вот, видимо, здесь такая же история, хотя, очевидно, законодатель не имел в виду именно этого. Законодатель имел в виду, что все-таки образователи, если в другом месте написано, что по МВК, если есть требования по МВК, то, соответственно, обязаны школы обязаны создать эти самые специальные школы. И никакой убрать здесь собственно. Законодатель прислался, когда была другая форма. Да. Да. Здесь все-таки существует некоторая еще оставшаяся правовая коллизия, которая, видимо, будет касаться людей таких, как я, у которого ребенок программа реабилитации была сделана пять лет назад. И мы не ходили больше на МСЭС, поскольку у меня на восемнадцать лет ребенок подали инвалидность. То есть мы только еще старого образца этого, где прописаны образовательные условия, и они могут не соответствовать заключению по МВК, что в таком случае делают школы. Это вот как раз такая интересная история, которой мы, в частности, общественные организации очень активно пользовались, когда у нас была одна из МСЭС, которая всем прописывала тьютера, а по МВК еще мы не добили, чтобы они прописывали тьютер, и кому не нужно делать. И это, наверное, означало, что это только одна ступень образования. И мы говорили, что на МСЭС тьютер предоставляется на весь путь обучения. Поэтому мы этой лазейкой активно пользуемся. в том, что это и в том, что может быть полезен в разделе ТСР. Почему? Потому что у нас до сих пор налишен вопрос, как школа должна обеспечивать обучающихся кресла какими-то специальными столами и так далее. То есть это может быть раздел полезен в этом плане? Ну да, это, кстати, важный вопрос, потому что сейчас мы видим, что, кстати, у второго пункта, тоже очень важный пункт, который здесь устроен. Здесь как-то не написано, что общее образование учащихся с ОВЗ осуществляется только в организациях, вернее, не то, что только, а здесь написано, что в организациях осуществляющих обзывающих деятельность по адаптированным программам. Значит, что не обязательно она должна реализовывать только адаптивные 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 программы. То есть это как бы норма, которая нас опять приводит и в кризис. То есть как бы из этой нормы мы можем сказать, что в школе значит школа да, обычная масса создавая специальные регулированных программ. у нас нет адаптивных программ. Мы реализуем только общие массовые адаптивные адаптивные программы. и будем говорить позже. И таким образом, если в массовом школе, которая не реализует адаптивные программы, неадаптивные программы, появляется ребенок с отключением только адаптивной программы, тем самым, школа была превращается в организацию реализующую осуществляющую образовательную программу. Тут возникает очень часто наши собственные педагогы и прочие родители вопрос. Особенно касающийся детей с умственной отсталостью. А должна ли школа и соответствующая вот есть специальное разъяснение министерства на эту тему. Школа не должна ничего аккредитовывать, скажем так, она просто делает эту программу в соответствии со стандартом. Вот и все. Но этот вопрос возникает довольно часто. Почему может возникнуть этот вопрос? Я совершенно не понимаю, потому что стандартизированы первые деятельности. А что еще им надо разъяснять, как давайте в школу? Вы это разъясняли. Нет, это не школа дело. Вот в регионах этот вопрос трактуется очень двоякно. Хочу сказать, по аккредитации программы. Я вот совершенно с вами согласна, аккредитуются уровни и государственные государственные образы, чем не является свидетельство. Но у них почему? Они говорят, что стандартизирована деятельность. Поэтому, скорее всего, вам придется его кредитовать. Вот мы пришли к третьему году обучения по программе детей с нарушением интеллекта. И к четвертому году, то есть на следующем году, мы должны задуматься как-то, нужно ли нам все-таки аккредитация или нет. Пока склоняемся во всем законам. Вот правило, что она не нужна, потому что она общая задача, она должна. Она вам не нужна для того, чтобы учить детей. но для того, чтобы организовать и именовать документы. А вот для того, чтобы организовать сами себя, нужно помнить каждое именование. А таким образом, если результаты не единые, а индивидуальные у каждого ребенка. там же приятные там. А, куда? Да. Не нужна. Не нужна. Есть специальные из ней и из тех, на ней теперь, есть специальные соединительные с 2000-м оборудования. Разрешение по личному оборудованию. Вот. Давайте, наверное, перейдем к следующему. Кстати, 70 лет, а на вся посвящена нашей теме. Она является основной особылой. Считает следующий флайк. Собственно говоря, да, он мы сейчас будем так по статье в виде поразбирать. Давайте, может быть, все-таки как-то более менее быстро. Под специальными условиями. Вот это очень важный фунт. Везде указывается, что дети с ОВЗ получают образование в адаптированной программе, они создают специальные условия. Что включено в эти специальные условия перечислено в этом фунте. И то, что падает, собственно, взгляд людей, которые предметно занимаются образованием детей с субтитом, здесь не указано, например, тьютор в качестве специального услуга, которая нужна. Вот это помощь, сопровождение, она есть, да, ассистент-помощник технический, да, тьютора здесь нет, министерство обещает, что в новой редакции закона об образовании будет тьютор. операторов такая ives окончается. Она уже обсуждается но в новой редакции тьютор должен быть, пока же мы опираемся в данном случае на подзаконный акт. Вы там говорили в этой секции, что в Санкт-Пене принял информацию, о которой Дмитрий пользуется. Да, конечно. Это очень важная информация, что здесь перечи специальных условий нет, а в других нормативных документах Дмитрий упоминается для разных категорий ОВЗ, для разных образовательных организаций, из чего мы делаем уверенность, что перечить таким образом не исчерпывающий. И это как бы пример перечить. Я очень хочу перейти в Вашу, потому что мы не вывод делаем, а это норме, что читайте, и другие условия, без которых невозможно. Это открытый перечень, что дает возможность все органам власти, субъектов и непосредственно образовательным организациям создавать все эти условия, которые они только могут создать и придумать. И, соответственно, если мы обратимся в первую очередь в порядок организации общеобразовательной деятельности в номер 1015, мы увидим, что в штатах это списание образовательных организаций, реализующих адаптированную организационную программу, должен возникнуть тьютер. Причем он возникает, даже если есть один ребенок, который нуждается в тьютерском сопровождении. Ну, соответственно, уже дальше эта норма, в том числе, воспринята и стандартами. Но, например, в дошкольном стандарте вы не найдете тьютера, это большая беда. Опять же, обещают, что он появится. Ну, был принят профстандарт, да, воспитатели, да, где уже практически непосредственно такая профессия, как тьютер, с полным обсуждением позиционала. Уже приняты, да, профстандарт. Но тьютер не называется так. Профстандарт называется специалист по воспитательной работе. Среди там множества функций вы увидите и такое, как бы, реализация образовательной программы адаптированной для детей в СУГЗ. И про стандарт ассистента помощника. Уточню, что в число функций трудовых ассистента помощника входит смена бамперсов, сопровождение туалет и так далее. Часто на местах возникает вопрос отказываться образовательной организации, какие он все-таки предоставляет. Это противоречит требования профстандартам. Ну, конечно, с другой стороны, этот список был привел к такой, как бы, участник проблеме, что его сознание людей... ...это, что сплошь и ряда родители говорят о том, что нам нужно в действительности иметь его ассистента помощника, или же, как бы, и даже на других уровнях эта проблема возникает. Да, и поэтому все-таки я могу сказать, что ассистент помощник это совсем одна задача, а ассистент это совсем другая задача. И возникает вопрос, а может ли быть такой обучающий, у которого есть и ассистент помощник, и тюдер? И может быть такие случаи нам, даже если, но это, конечно... Это, наверное, масса. Это, да, это мамы-браникозные санки, но вот, да, вот мамы-браникозные санки, учителяются для своих детей и в некоторых случаях надеваются, что за ним приходит и а-9, который способен специалистов воспитания, и а-11, который занимается всем этим самым. Либо на все-таки возлагаются дополнительные функции, ассистент помощник. Пусть и ментору можно сказать, я специалист по-русски. Я сейчас с высшим эпидемиологическим образованием. Я ведь для того учился, чтобы вложить его отсутствие. Тогда это, собственно говоря, уже про трудовые права в работе, как он имеет право отказаться от выполнения той функции, которая считает на себя неприемлемой. У него есть трудовой договор, который он подписывает, под которым он подписывается, если... Да? Вот, спросите, пожалуйста, если... Вы сказали про стандарте человека, которого, по-моему, слово называют помощником-ассистентом, это является ли законным основанием для обведения штатной единицы в образовательные организации? Такой нет. А есть, а? Потому что, верите на полификационном личне? Нет, есть. Есть. У нас есть тютер. Да. А помощника ассистента нет. Когда у нас возникает... У нас сейчас по МПК нашли, из государственного права, Министерства образования. Мы не можем подписывать такую единицу штатную, потому что все наши финансовые боги, они говорят о том, что мы не имеем права вести такую единицу. Вопрос очень сложный, потому что он тоже неоднократно обсуждался, да? Уже обсуждали, да. Ну, на самом деле, мне кажется, надо эту ставить проблему перед Минобразованием. Как бы, если следует трудовому кодексу, то мы должны руководствоваться по стандартам. Это общая политика партии. Поэтому, наверное, правильно как бы инициировать, в том числе и СМЕС, да? Есть проблема в конкретном образовательной организации. Они обращаются к своему учредителю. Говорят, вообще дорогие, но надо решить эту проблему. Уписать Минобру, чтобы они как бы издали что-то. Издали. Да. Издали. Да. Издали. 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 Там, что, поименько schaffen, закона образования есть такая прерогатипа, да? Мне кажется, что в принципе, если есть необходимость, то можно все сделать. А если не хочется, то будем искать собственные причины, почему. Если... Ну, просто если мы понимаем необходимость, то мы найдем, как это сделать. А если нет, ну, ну, вот здесь, да, есть некоторая комедия. Мы давно обсуждали, должен ли это финансировать соцзащиты для Москвы. Это огромная проблема, потому что в Москве вообще в школе очень многое выведено на аутсорсингах. У нас, например, в школах нет штатных поворотов, у нас нет штатных медиков, у нас нет штатных клинеров. У нас есть договоры с компаниями, которые обеспечивают нам эти услуги. Но с другой стороны, запрос, рабочие постами, они есть в штате. Почему, собственно, в этом случае не включить сюда ассистента-помощника, я не очень понимаю. Да, пожалуйста. У меня вопрос, а есть ли этот ассистент-помощник по заключению? Да, он указывается. По ИПК перечисляет все то, то есть нуждаемость во всех тех специальных условиях, которые перечислены в законе. Если мы посмотрим на форму, то есть сопровождение, оно может быть либо техническим, либо педагогическим. То есть либо тьюторское сопровождение обеспечивается, либо ассистент-помощник может быть и то, и такое. То есть если у ребенка сложная структура дефекта, например, он аутист, или даже у него просто тяжелая какая-то форма аутизма, или, например, он слепой с аутизмом, или он слепой с аутизмом, всякое бывает. И да, тогда у этого ребенка будет стоять нуждаемость в тех услугах, помощник ассистента и услугах. Я прошу прощения, а просто сразу возникает следующий вопрос, потому что это и есть, наверное, та вид, у которой идет организация. Потому что какие-то организации могут создавать условия для ассистента, которые на то, что ты их не создаваешь в конструкции. Потому что есть родители, которые, например, отказываются в каких-то частях услуг, они приносят программу и пишут от фразы. Например, у меня лично есть родители, которые говорят, я хочу лукопеды, я хочу психолога, я не хочу лукопеды. У нас есть родители, которые приходят к ребенку и говорят, что им нужны особые условия. Нет, нет. Вот я обгумывал этот вопрос много раз, и я все-таки прихожу к выводу, что родитель не может выбрать заключение по программе, какие ему нравятся пункты. Я считаю, что он не может. Он может вообще отказаться от ВПК и сказать, что мне не нужны специальные условия. Пускай идет о массовой программе. Тут, как говорят, какой-то фильм недавно вышел «Временные трудности», что это называется. «Временные трудности» как раз про такого папка, который, как бы, по своему ребенку говорил, что никаких специальных условий нет. Ну, уже спорный вопрос, да. Но родители, как бы, образовательная организация, на мой взгляд, должна свободно отмечать родителей, говорить о том, что специалисты, смотря в вашего ребенка, сочли, что его образовательный процесс может быть успешен при сочетании вот таких вот видов помощи, да. И мы их вам должны все в комплекте дать. Оказывается, вы не можете выбрать что-то другого. Но, грубо говоря, я не буду заставлять учителя делать вам специальные учебные пособия. Я на это отвечаю очень просто формально. У нас у всех есть дети в школах. Мы должны, все дети должны исполнять устав школы. Что это значит? Мы должны осваивать определенные предметы, посещать их, сдавать контрольные, проходить еще что-то. Так вот, коррекционная программа – это часть адаптированного образовательного программы, которая обязательно доисполнена. Как вариант выхода из ситуации может быть, да. Просто если родители организовали занятия со специалистами где-то на стороне, условно скажем, то действительно можно написать заявление, отказаться от этих занятий в образовательной организации, приносить документы, что вы эти услуги получаете в другом месте, да. В которой Москва же пошла на то, что если там ребенок, который посещает кружок информатики, то он может прийти, принести справку по тому, что он там занимается и, соответственно, ему ставят зачет в школе. То есть вот это возможно. Но произвольный отказ от дополнительных занятий как отчасти образовательной программы невозможен. А если, например, в итоге родители когда это слышат, что он бывает, а дай вообще отказаться? Ну вот это ему полное право сказать, что нет, мой ребенок пройдет по общей массовой программе, как все. Ну вот, да, и как бы мы должны такого родителя, наверное, уважать, да. Мы можем не соглашаться или считать их неумным поступком, но, наверное, да. А если вы в итоге ориентичку делаете после этого? Делаете такой же? Нет, я буду ходить один раз в клубофилю. Нет. Ну, да. Принято, что вы, к сожалению, вы работаете? Ну, это вот прошло. То есть я отказываюсь от этого, от этого, от этого. А вот это будет... Вы, образователь. Я считаю, что образовательная организация должна играть в шагу из родителей, или разъяснять ему, что вычислят не задаете. Это раз. В данном случае поведение родителей, а потом похоже на поведение человека, который ведет в частный центр. В частном центре он может отказаться. Да, я хочу там логопеда, я хочу нет. Но, если предоставил заключение ПФК, государство выделяет условно, ну, большие, маленькие, мы сейчас не будем обсуждать сколько, да? Деньги на выполнение всей программы. Соответственно, у школы будут большие сложности, если школа этого дело не выполняет. Либо она неформальна, соответственно, дорогой родитель, либо да, либо нет. Потому что это не частный центр. Очень частный... И, на самом деле, если вы поговорите нормально с родителем, скорее всего, они это поймут. Потому что вот эта вот модель поведения, которую он получает, пока набирает там помощь своему ребенку в частном центре, да, я лучше знаю. Потому что, ну, понятно, из-за чего она возникает. У нас система помощи в Телегоне совершенно государственная и в данном случае нет. Ну, мне кажется, что это для школы и для системы образования, ну, большой, большой... Ну, в конце концов, да, большой мусс, потому что это... Надо ли говорить родителю, вы эти слова не нам, вы эти слова в МВК? Да. Тогда, соответственно, и в виде получаете новое заключение в МВК, в котором будет только дефектолог, там, или, там, только логопед, а тьютер не будет. С другой стороны, смотрите, если мы говорим про тьютера, то с этим... Наверное, сейчас опять не будем, это огромная дискуссия по поводу того, что такое тьютер и чем он должен заниматься. Но тьютер, по идее, безупрофессионального стандарта записан, это не просто, там, человек, который постоянно сидит в себе на руководстве. Это человек, который образует вокруг него специальную среду, приспособленную. Он может это делать при непосредственном контакте с ребенком. Либо он может взаимодействовать со всеми, там, специалистами школы и, соответственно, адаптировать в него вообще материалы. Ну, то есть, мне кажется, что, если родители отказываются, просто не понимают, что может включать в себя понятие тьютера. Скорее всего, он боится. Я, честно говоря, первый раз слышала о таких родителей, потому что, скорее, ситуация... Я первый раз слышала эту. Ситуация у нас возникает наоборот. Да, мне моего ребенка нужен тьютер, а мне его не дают. Эта ситуация возникает в смысле, что до прошлого года комиссия МНК, она давала перечень специалистов, в том числе, которым был тьютер, как один организующий. С прошлого года у нас организация занимает социальный педагог. Ну, это и по-моему. Включение на создание взаимодействия между участниками процесса и с перегрузкой социального педагога. Тьютер вынесен как один из специалистов таких, как педагог-психолог, другая, педагог-психолог. То есть это обслуживающий, как у нас сейчас бывает. Не знаю насчет обслуживающего тьютера. Это все-таки специалист довольно высокого уровня. Есть профстандарт. Есть профстандарт социального педагога, есть профстандарт тьютера. Там это записано, что он не хотел. Да? Да, это вопрос просто да. Я, вы знаете, коренька, простите, но не могу вот прям не дополенцировать вашу фразу. Мне прям вот содержало видно. Что значит идите в БФК и пусть нам там перепишут? Что же уровень БФК? У коллеги свой профессиональный адрес? Я не сказал, что это родителям надо говорить. Мы должны были объяснять БФК. Мы должны были, если вы введите БФК в это, конечно, безусловно. Но вот тут же тут же коллеги задних литов фактически, если я правильно понял, сказала, что БФК составлял отключение достаточно шаблонно и отключало просто все по списку. Да? И я тоже, как бы, я ей тоже доверяю. Потому что, конечно, что это поможет. И еще вопрос. Вот же мы любим БФК Мариэл. Нам ни одно полинку КА не вписывает, ни хитера. Вообще, опять-таки, ссылаясь на приказ 10-15, говорят, написать про моего ребенка. У него же нет заповеренности на осталости. Опять-таки, другого ребенка, у которого есть сопутствующие у нас осталости, тоже не вписывают. Про ассистента поможет ли, конечно, на период адаптации, и то сейчас даже перестали писать. То есть, это у нас вообще больная тема. Это сложный вопрос, который выходит за рамки, к сожалению, то, как работает и что есть, какие нормативы есть психологи, медики, педагогической комиссии. Я только знаю, что Министерство образования или Министерство посвящения сейчас специально создаёт, специальное усилие предпринимает, чтобы все БФК страны работали примерно по одним и тем же стандартам. Они собирают бесконечные собственные конференции, да, селекторы, и только селекторы, собирают специалистов МПК, не ведутся в рай, да, и обсуждают, что понимают, собственно, да, как прописывать и что прописывать. Другое дело, что МПК зависит не только от Министерства образования, оно зависит от региональных органов власти и системой финансирования. То есть, с чего мы начинали, да, то, что мы сегодня, это региональная система финансирования, и очень часто говорят специалисты ПФК, ну, нам не положено прописывать. Денег, бюджет, а это нет. Такое бывает. Бывали. Я сейчас не говорю про Краснодарский край, просто мы такие вещи слышали. Да, и... Я понимаю, что есть реалии, есть закон, правильно? Но мы должны работать на новом законе. Вот это нормально. Понимаете, это нормально. Я когда говорил с иностранными... Я сейчас скажу. Я когда говорил с иностранными специалистами, то они подчеркивают, что это и есть задача вот этих местных органов, в группе ПФК и так далее, примирить инвалита с реальными возможностями системы, да, то есть это... В ПМВК они должны не просто быть переписчиками из одной бумажки или другой, они не должны решить этот вопрос, они должны примирить, соотнести возможности системы реальные, да, потому что реальные, да, с потребностями ребенка, и как эту проблему решить. При этом соблюсти равенство прав для ребенка независимо от того, в каком субъекте ваш ребенок. Если они просто выступают, если они просто выступают, как фильтр, и говорят родителям, мы ненавидим, не дарим, не дадим, то это они не выполняют свои функции, они должны, если нет такой возможности, они должны объяснить родителям, довести, что вот, да, как бы, если у нас был запас тьютеров, мы вам тьютеров дали, вот так мы вот вынуждены, как-то потом умришь, если ты уже дальше, по-другому, да. А еще не бывает интересно, а у нас тут вообще тьютеров нет? Ну, я не могу сказать, что это нужно говорить. Система именно образования отвечает за обучение. Бесполезно. За обучение тьютеров? Да, обучает системе образования. Система образования и свои специальные органы. Во-первых, есть, как бы, да, это, конечно, серьезный вопрос, связанный с подготовкой тьютеров. Но сейчас, ну, в смысле, с программами профессионального обучения тьютеров, сейчас есть уже попытки создать такие профессиональные программы, но вообще это, действительно, большая-большая проблема. У нас бывали случаи, когда приходили родители и говорят, чтобы, допустим, нам дарить тьютера, нам нужно, чтобы, ну, то есть я хочу привезти в школу своего тьютера, или, по крайней мере, предложить в школе этого человека, у него должны быть корочки о том, Наташа, да помнишь такой случай? У него должны быть корочки о том, что человек прошел курсы, и у него сборочка должна быть записана тьютер. У нас просто, конечно, получилось. Стандартный совсем законодательный. У нас получилось то, что у нас тьютеров обучались в рамках проекта Института образования, мы сделали запуск в Институте образования, что вообще учат этих людей и все, чем они вообще занимаются полностью. То есть там по их образованию, этих самих предель, они никогда в жизни этих детей не видят. То есть они берут книжки и читают, никогда в жизни не работают с такими детьми, и в итоге мы получаем такие же книжечные тьютер с корочками. И получилось так, что у нас министр образования стал чуть-чуть подобрать, чуть-чуть за 70 человек. А их нет, нет. Мы сейчас, в принципе, переделываем немножко программу института образования. У нас институт образования на ТОРЦ замкнутся, и вот на ИГРУ шли, чтобы они там вроде как зашли экспертов. Чувашскому, может быть так, потому что своих экспертов нет не было. Мы сейчас немножко вышли за рамки, да, Константин? Правового поля, мы только прошли в область практическую. Надо сказать, что мы знали по конкретным вопросам, знали, наверное, с вами все всеми, я буду себя говорю, да, можно, в принципе, связаться, и сейчас говорить, там будет, ну, ну, хочется как-то обсудить, да, если давайте, как-то не обсудим. Давайте к нашему вопросу перейдем. А? А? Что? Объясняет, что если есть еще 15 лет, вы понимаете, вы что-ли не говорите? Нет, неправомерно. Абсолютно неправомерно, потому что нигде этого нет. Не слышно. А потому что в 1015 написано, детям сразу тьютер, а ты же, а вот, не видишь, что ли, что там диаболиков, не зря, что у него системы? Нет, будет диаболизация. Такое до того, что, вот у нас пока родители ниже опускают, а тут еще одна тысяча. Если вы, смотрите, там нет нигде, что тьютеры только для расы, трактовка по ЭПК, с которыми вы тоже сталкивались. Я специально задавала вопрос специалистам министерства образования, что вот надо убрать, ну, во-первых, на адаптацию от года до года, что-то воспринимается в обязательном. Они говорят так. Мы считаем, что детям с аутизмом и, соответственно, адаптация от года до года в обязательном порядке. Должен быть предоставлено. В обязательном порядке. Ну, то есть это было сделано для того, чтобы просто акцентировать внимание на этой проблеме. Это вовсе не означает, что это исчерпывающий плеч. И это предполагается приказом 10.15. Мы вышли за рамки закона образования, поговорили о том, чего там нету. Я понимаю. Соответственно, там написано, что тьютер для детей. Не для детей с ОВЗ, имеющих РАС, да, идущих по программе РАС или там ДЦП. Предоставляется тьютер, ставка тьютера 1-6, да, ребенка на одного тьютера. Там этого нигде нет. Там не написано это. Соответственно, трактовка абсолютно неверная. И более того, вы можете ссылаться далее на поз, Роза, вы можете ссылаться далее на поз, в котором тьютер не привязан ни к одной адаптированной программе, а относится к специалистам общего профиля, да. Он не привязан ни к специалистам, ни к одной программе. Убери, что вы не правы? Я тут уберу. Роза, ну это, к сожалению, да. Я еще хотела как раз и в ту же тему сказать про ассистента-помощника, потому что так же ПК уверяют всех, кто он положен только опорником. Совершенно неправы, да. Например, у нас было обращение, когда у ребенка была операция сложная, у него дефекация там каждые там сколько-то минут, и нужны все время гигиенические процедуры. За ними не справиться в жизни с таким ребенком. И нужно доказывать, что неправы, что только опорником по ложностям поможет. Ваша Анатолия, вчера Петяна Юрьевна Семилина на первом нашем дне работы сказала, что у нас 10-15, у нас так и называется, будут относиться изменения, которые будут согласовываться с... и на первом нашем дне работы. Поехали, я думаю, что это будет гораздо точнее. Значит, давайте, коллеги, я просто... У нас заканчивается время, мы хотели обсудить еще, по крайней мере, два очень важных момента. Да, да, Павел, вы хотели обсудить четвертый метод? Да, четвертый, я просто хочу сказать, что в четвертой практике мы читаем, что законодатель опять в третий раз берем в проекте. Потому что сначала сделал неправильный понятие инклюзивного образования, потом написал, что образование может быть так же и инклюзия, потом, когда надо написать, собственно говоря, про инклюзию, это слово неупотребим, да? Да, да. А что говорить о том, да, у некоторых, так сказать, особенностей, которые может быть специалистом театру больше подбудить? А мы с вами поговорим. Двадцать четвертый стать, будьте любезны. Нам кажется, что это тоже... Не, не следующий, а двадцать четвертый, можете... А... Я спрашиваю, пожалуйста. Сорок четвертый, там... Статья сорок четвертый, да. Статья сорок четвертый, да. Да. Мы просто совсем, к сожалению, время не готовы. Да. Вот это тоже очень важный фон, оформляя обязанности ответственных в сфере адвоксования родителей, законных представителей, совершеннолетних получающихся. Это тоже больной вопрос, или не больной, это как бы точка, с которой мы постоянно работаем, точка соприкосновения родителей школы и обязанности, собственно, родителей и возможности родителей, которые здесь присутствуют. Кто хочет прокомментировать? Да. А, может быть, кто признал? Да. Да. Начните, вы... У вас прошел... Это Павлик. 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 И если родители согласятся с этим мнением, то они могут забрать заявление в обычный класс и уйти в отдельный класс. Собственно, просто отказать в приеме в школу на том основании, что вы пришли туда, в настоящее время не имеет права. Ну и, конечно, самый практический, постоянно возникающий вопрос в связи с этим, мы должны сказать, что из этой формы прямо следует, что форма получения образования на дому является исключительно правом родителя выбрать его, если они желают. То есть независимо от наличия медицинского заключения, в смысле, понятно, что получить право на надобное образование человек может только при наличии медицинского заключения. Но даже если у него есть медицинское заключение, родитель в любой момент имеет право сменить форму получения образования и сказать, что вместо надобного мы теперь хотим получать это образование в классе. И поэтому ни в коем случае не может быть родитель принужден к тому, чтобы получать образование только на дому. И ни в коем случае родитель не может быть принужден к тому, чтобы создаваться препятствия в смене обучения с надобного на улыбочное, если у него возникло такое желание. А это вопрос, который постоянно возникает. Ну и мы же как и знаем прекрасно, что многие регионы, они пошли по этому пути, как бы выжимают преждение на надобник, надо. Это все-таки право родителя, это организовать обучение в дому. Ну и, наверное, про сетевую форму, тут мы тоже можем сказать, что, в принципе, про это было затронут, что предусмотрена законно-сетевая форма обучения, согласно которому никаких перемен на образование, реализовательские школы и организации, это тоже, в принципе, родитель может как-то этого желать и заниматься. Вот это, наверное, плавно движется к завершению, не удалось прочитать закон полностью, но, наверное, мы не ставили себе такой цели, скорее, это была попытка обсудить какие-то самые важные вещи и самые важные смыслы, которые заложены в этом законе, или самые важные противоречия, которые были заложены в этом законе. Я хочу спросить, есть ли еще какие-то жилотепещущие вопросы, которые хочется задать или поставить, или обсудить очень быстро, то есть в формате вопрос-ответ в розы. Возникла вопрос в наших садах и школах по проекту, это должно быть социально, потому что, ну, нет, регулярно, где-то, ну, то потребление выбираем, либо есть такие, более воспитательные, полноценные, либо отмечаемое поведение, ну, там, и много, да. И вот такой вопрос возникнет, когда я сказал мой папе, если вы имеете право знакомиться, правильно ли вы, в общем, не доступили, это понятно, тошли. Если вы имеете право знакомиться с дешевым образованием, если не расписано конкретно, что входит туда не только лицензия, программа и все остальное, а присутствует на занятиях можно по письменному заявлению, снять видео, там, индивидуальный работ с ребенком можно, ну, если сначала нам деревня рассказала, вы пуляете по травке, а письмен-то она не отказала. Правильно я понимаю, что все, что происходит в организации, родители имеют право с этим процессом ознакомлены, быть в любой форме, сделать фото, сделать видео, индивидуальное занятие с ребенком, а не всех остальных детей, записать какие-то себе, там, в тетрадочку выдержки и так далее. Согласна, вокально. Такой вопрос. Вокально. Я бы сказала так, что, если у родителей... Не запрещала, что... Погодите. Если родители выражают такие, как бы, желания, то школа должна эти решения, эти вопросы, право своей обязанности сотрудничать и оказывать родителям помощь. Но это не предполагает и ограниченному праву родителя. Это не предполагает. Кроме того, смотрите, есть еще... Да, естественно, есть контроль с другими соображениями, но мы не должны забывать, что вообще-то, да, право разрешить или сплетить видеосъемку, не только право на ребенка распространяется. Это распространяется также на педагога. Давайте не забывать о том, что у этой стороны два процесса. Кроме того, мы... Я здесь выступаю, наверное, еще и с позиции педагога. Значит, у педагога также есть вопрос... Можете с ним попробовать договорить, если он не против, или возникают какие-то сомнения. Подождите, дайте договорить. Хорошо? Здесь еще есть вопрос, связанный с авторским материалом. Как Вы собираетесь им распоряжаться? Потому что есть в законе такое... Все понятно. Есть в законе такое понятие, связанное с авторскими разработками педагогов. Здесь тоже просто это надо учить, и с той стороны нет вопроса при истории. Малатма, я считаю, что все-таки это общение педагогов во время школы должно быть по принципу официально предлагать. То есть, если школа отрицает отказывание от каких-то требований, по каким-то сомнениям могут быть, а может это чисто педагогические проекты, то школа должна предположить на какой-то другой выход. Да? Из того, чтобы... Потому что я посещал наш ресурсный центр в Киеве, допустим, не вот эта проблема. А кто бы попал в этот детский сад, что мы его не хотим, потому что он был бы правил, у него совершенно были шансы проведений. И это на ощупь сейчас как-то не видно. Ну, тут пришло. Ну, очень. Ну, наверное, тогда на этом мы завершим. А, Лена еще. Можно сказать, что можно говорить о том, что есть такой формат, как открытые уроки. Не обязательно это присутствие прямо на занятии. Поставьте камеру, в современном мире все возможно. Делайте открытые уроки, да, когда Бог специально подготовится. Ну, это тоже возможно. Если происходят вот такие элементы, что ребенок неадекватно ведет себя с каким-то конкретным педагогом, этот вопрос, наверное, относить на консилиум психологопедагогической организации, ставить проблему. Пусть другой психолог идет, пусть другой специалист идет, смотрит, а не родитель. Это, кстати, не факт, что должен родитель туда идти. Я как раз не поддерживаю эту идею. Это должен идти специалист смотреть. Может, специалист должен смотреть за эти занятия. Но эту проблему озвучивать именно с точки зрения оценки специалистов. Ну, ищите ПРБК привлекать. У нас ПРБК обязана мониторить. Слушайте, 42-я статья о законах образования. Не дошли. Именно им надо пользоваться. И школам, и детским садам, и родителям. Есть ли конфликтная ситуация? И куда? Там есть прекрасная, по-моему, часть четвертая, где они должны оказывать задействие образовательным организациям, мониторить эффективность оказываемой любой образовательной организации помощи, выбирать методы воспитания и так далее эффективные. Это то, чем нужно пользоваться. Но родитель сам, простите, мало чего там себе в голове придумал. Не специалист. Я понимаю, что адекватные, все адекватные, но есть какие-то правила. Нам очень сильно связаны по руке и школке. Но это другой вопрос. Другой вопрос. Вы спрашивали чисто юридически, но чисто юридически вы сейчас выходите просто из рамок правого поля. Спасибо всем большое. Спасибо коллеги. Я надеюсь, что это было полезно. Спасибо всем, кто вот с нами. Вот. Спасибо всем. Спасибо за回л вами. Спасибо. Спасибо.